Девушки отдыхают. Уже у нее! Я в больнице была, я не могу! Ленька! 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 Ай, мамочка. Дай. Девушка, вам плохо? Может, врача позовете? Нет. Слушайте, у вас же жар. Давайте я вызову скорую помощь. Не трогайте меня. Вы же замерзнете? Может, вам некуда пойти? Отвалить с вашим чёртовым сочувствием. Ой. Наплохо? Сердце пропадет. Скоро? Ой. Сто шестьдесят на сто десять. Есть лекарства? Там, в шкафу. Здесь? Угу. Может, врача вызовете? Вы что, меня разыграли? Главное, вы поверили. Значит, я ещё кое-что могу. На самом деле, я гипертоник. Хотя, в данном случае, сознаюсь бы, факт актёрства. Меня зовут Алла Сергеевна. Конечно, это очень романтично, спать на скамейке. Но последствия могут быть очень прозаическими. Я вам не собачка, чтобы меня подкармливать и согревать. Сама справлюсь. Сама справлюсь. В. onya. Сама справлюсь. КОНЕЦ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Родные у вас есть? Это обязательно? Лезть в мою жизнь? Это не праздное любопытство. Может быть, я могу чем-то помочь? Можете тысячи тридцать. Это неправильно давать деньги. Могу помочь с работой. Пожалуйста. Спасибо. Вы так ловко давление поверили с лекарствами, разобрались. Есть одно агентство. Оно помогает больным и пожилым людям. Ко мне оттуда девушка ходила, делала уколы. Вот. Им все время нужны люди. Мне это не подходит. Вы что, думаете, что я не могу заработать деньги? Да я за месяц получала больше, чем ваша сделка получает за год. Ну, я не сомневаюсь, что зарабатывать вы научились. Но вот с людьми разговаривать у вас пока еще не очень получается. Ну, конечно. Как вы, в добренькую не играю. Ведь совершенно понятно, зачем вы подошли. Скучно вам? Развлекаетесь. Чувствуете себя добродеткой. Вера! Ну, куда вы на ночь глядете? Я еще с мокрой головой. Вставайтесь. Я вам наверху постелю. Помогу. Всем здорово! Попустите меня! Попустите! Держи, Ярд. Ноги держи! Держу, держу! Ты что ж ты? Конечно, здорово. Если хочешь сделаем, будешь еще здоровее. Алла Сергеевна, извините. Доброе утро, Ира. Доброе утро. Я тут завтрак приготовила. Судя по запасам, вы любите рисовую кашу? Верно. Вот. Знаешь, не ожидала. Я там... Ваши деньги положила. Спасибо, конечно. Но я не возьму. И извините, пожалуйста, я вчера наговорила всякого. Вы меня удивили, честно. Вы очень добрая, Вера. Я это сразу почувствовал. Просто вам сейчас тяжело. И еще вы вчера говорили про агентство. Вкусно? Я тут подумала. Я решила попробовать. Добрый день. Агентство о чуствии. Да, да, оказываю. А сколько ей лет? Ага. А диагноз какой? Да, тысячу рублей в день. Привет. Да, диктуйте. Он занят. У него собеседование. Воробьева Вера Сергеевна. Высшее экономическое образование. Интересно. Скажите, а почему вы решили променять высокооплачиваемую работу в банке на уход за больными людьми? Зарплата у нас, прямо скажем, не ахти. Знаю. Решила сменить профессию. Нужна работа. Хорошо. Я возьму вас. Только мне нужен аванс. Не раньше, чем вы пройдете испытательный срок. Вот ваш первый клиент. Громов Антон, 33 года. Представляете, клиент мой на меня заяву накатал. Да ладно. Ну, главное, поцеловались мы всего один раз. Мы парень взрослый. И правильно накатал. Вообще у нас в инструкции написано, не служить чувства, важнее инструкции. Свободен. Здрасте. Ну что? Как? Собеседование. Что сказал? Перезвоним? Нет, сказал, можете приступать. А, тогда давайте знакомиться. Я Галя, это Альбина, это Мила, наш координатор. Очень приятно. А вы простите? Я Вера, извините, мне надо дойти. Нормально. С характером, девочка. Значит, как я понимаю, у вас интересует предъявление карту, правильно? Да, спасибо. У вас может быть все. Поможем на документации. Здравствуйте. Добрый день, могу помочь? Я потеряла карту, хочу установить. Так, тогда заполняем заявление об утере и тут же о перевыпуске. А пока я хочу снять деньги с карты счета. Всю сумму, пожалуйста. Вера Сергеевна, извините, я вас сразу не узнала. Разрешите сообщить начальнице? Нет, не надо. У меня не так много времени. Да, конечно, сейчас. А вы знаете, на вашем счете нет средств. Как нет? Вы блокировали карту, когда произошла утеря? Нет. Тогда посмотрим последнюю операцию. Неделю назад с вашего счета были сняты деньги в отделении на Кутузовском. Неделю назад я не могла там быть. Значит, кто-то воспользовался вашей картой и надо составлять претензии. Вера, ты, господи, что с тобой? Ты, ты в порядке? Долго рассказывать, у меня не очень много времени. Я хотела тебя попросить, ты не могла бы вернуть мне долг. Так, Вера, у меня сейчас нет таких денег. Я, мы же на полгода вроде договаривались, я машину купила и... Я понимаю, но не все, сколько можешь. Ну, хорошо, давай после работы сегодня, ладно? Ну, давай, на этом самом месте. Только не говори никому, ладно? Хорошо, я же ведь могила. Хочешь, угадай, в чем ты? Антон, не сейчас, я опоздаю. На тебе зеленое платье. Что, угадал? А какие у меня сережки? Ну, тут могут быть только те две замечательные птички, которые я привез тебе из Севастополя. Ты плачешь? А? Антон, прости. Я... Я... Все, 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 все. Не нужно никуда ехать. Забудь про работу. Без тебя ничего не остановится. Нужно думать о нас. И на что мы будем жить? На твое пособие? Антон, не начинай. Одно лечение. Да к черту лечение. Уходят. А к черту. Все, все, все. Опять? Это, наверное, сиделка. Кто? Здрасьте. Проходите. Здрасьте. Мне никто не нужен. Уходите. Оставьте меня в покое. Проходите. Антон. Я сказал, пусть она уйдет. Он что-то как маленький. Мне так будет спокойнее, пойми. Смотрите. Это сульфацилонатрия. Это не то. Вот этим раствором промывают глаза каждые три часа. Яркий свет не включать. Что еще? Продукты есть, только никаких специй. Ему нельзя. Хорошо? А, да, вот еще что. Там лежат его технические журналы. Если он захочет, почитайте им, пожалуйста. Он не захочет. Что? Не нравлюсь? Ну ладно. Смотрите сколько угодно. Бесплатный же цирк. Слепых показывают. Прекратите, пожалуйста. Куда это вы? Укажу. Не имеете права. Вам заплачено за весь день. Так что сейчас возьмете и закапаете мне в глаза. Слушайте, вы думаете, мне доставляет большое удовольствие? Не думаю. Но спасибо за честность. С тех пор, как я слеп, все вокруг только и делают, что в руку не. Я Антон. Вера. Вера. Не бойтесь. Я все равно ничего не чувствую. Ну а теперь, что бы нам такое предпринять? Я могу почитать. Зачем? Вы же не хотите. Это входит в мои обязанности. Вера, а вы всегда делаете только то, что обязаны? Могу не читать. Слушайте, а вы мне нравитесь, Вера. Я сейчас. Вера. Вам почитать? Что с вами? Все в порядке? Вы уверены? Угу. Журнал окажется там. Здесь есть технический прогресс, война и мир будущего. Популярная механика, оружие вне закона. Тут письмо. Письмо. Письмо? От кого? Государственная противопожарная служба. Стоит с вручения. Хотят вручить вам медаль за отвагу на пожаре. Торжественное вручение состоится завтра. Цирк. Вы не пойдете? Ну почему пойду? Не пропускать же такое шоу. Алло? Лена? Это ты? Лена, ответь, ты очень нужна. Мне и маме. Привет. Здрасте. Здрасте. Если меня немножечко задержали, вот, я принесла здесь восемьдесят тысяч. Спасибо. Точно, выручила. Вер, ты так внезапно исчезла. Мы потом только узнали про клинику. Ты где теперь? Вернешься к себе? Нет. Свои ключи я потеряла, а с Игорем встречаться не хочу. Попробую пожить у сестры. Хочешь, я возьму у него ключи. Нет. Я не хочу возвращаться на эту квартиру. У меня к тебе просьба. Забери, пожалуйста, оттуда мои вещи. Да, конечно. Вер, ты сейчас будешь ругаться, но... Здравствуй, Вер. Нам надо поговорить. Не прикасайся ко мне. Вера, послушай, давай просто поговорим. Вера, ну так никто не поступает. Я знаю, как у тебя поступают. Что? Выслужилось? Жди повышения, он это любит. Я забыли, а потому, что пошел. Я survived. Что я не знала, я беру. Я беру два лет royales. Леночка, ты откуда? Тебя ж здесь все потеряли. Ой, как ты изменилась. Прям на себя не похожа. У тебя все в порядке? Ой, здесь сколько полиции было. Мы же думали, что криминал какой-то. Что стряслось-то? Все в порядке. Просто дела были срочные. Ага, ага. А чего панику такую навели? А я откуда знаю? Ясно. А я тут ключи потеряла. Ну, и чего ты мне не звонишь? Ты что, забыла, что ты мне запасной оставляла? Я сейчас. Нет. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ух ты! Бабушкин кулон? Дай-ка померить. Лена, ну, муж мне обещал. Ну, я просто попробую, как смотрится. Девочки, уже опаздываем. Институт, ни школа, никто ждать не будет. Дипломы вручат без вас. Леночка, как тебе идет бабушкин кулон? Мам, ты же мне обещала. Ну, посмотри, Леночке он идет больше. Ну, что у нас, мало там украшений, найди себе что-нибудь. Ну, и потом. Ну, у тебя красный диплом, тебе мало. Быстрее, быстрее, быстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В самых сложных ситуациях он был в числе первых, кто шел на борьбу с огнем. Антон получил ожог третьей степени и потерял зрение, но успел вынести из огня своего товарища, Леонида Хохлова. И сегодня мы вручаем ему почетную награду. Медаль за отвагу на пожаре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляю. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тоха. Дождись, я. Привет. Даро. Ребята боялись, что ты вообще больше к нам не придешь. Здрасте. Рад тебя видеть. Рад видеть, говоришь. Ну, а что нас не кажешь, а? Ты же знаешь, я... Да я чё, знаю. Поехали ко мне, посидим, выпьем. Нет. Нет, нет. Верочка, как вы считаете, водка относится к острым блюдам? Поехали. Настя будет рада. Ах, я когда жар почувствовал, подумал, всё хана мне. Мне тогда показалось, что ты попал вместе со мной. Только когда увидел, что тебя не задело, что ты так в силу переверсил. Да скрытый резерв. Да-да-да. Я-то сразу вырубился. Как знаешь, свет выкручили и ничего не помню. Очнулся в скорой. Смотрю, ты рядом лежишь. Что, сами изготовили? Да, а что? Ничего, так пахнет. Попробуем. Всё, давай сальца. Давай, наливай. Как это? Настя, а у нас тут праздник. Встреча старых друзей. Ну, почему бы мне не сказала? Я бы купил чуть. Да у нас же есть ещё вот тут. Привет. Вера сварганила, что-то съедобное. Серьезно, я пошёл. Ну ты чего? Да пора, Толя, все столько не виделись. Через два дня у меня днёжденье, ты ж помнишь? А-а, я вас жду, да? Да? Погудим, да? Жду к себе. Пока. Погудим не то слово, давай. Я пойду, провожу. Я тоже пойду. До свидания. На сегодня я свой рабочий день закончила. Слушай, она проболтается, надо ей денег дать. Подожди, я разберусь. Вера, подождите. До завтра. Вера, подождите. Вера, подождите. В настоящее время вызываемый. Абонент недоступен. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, Антон. А я вам купила новое журнал радиотехнический. Здесь объявлен конкурс «Умный дом». Даже премия денежная полагается. Любые идеи для дома, необычные приборы, приспособления. Слушайте, есть одна идейка забавная. Да. Давно с ней ходил. Нужен электрический чайник. Детали кое-какие-то купить. Диктуйте свои детали. Только я ни черта в этом не понимаю. Поэтому каждое название говорите разборчиво. Как это у вас так ловко получается? Когда точно знаешь, что хочешь, получается легко. Ну, я, пожалуй, пойду. Угу. Там еда на плите. Передайте, пожалуйста, Насте. Да-да, обязательно передам. До свидания, Вера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Ты просила вещи привезти. Я вот собрала, мне кажется, самое необходимое. Спасибо. Вера, ты прости меня, пожалуйста. Я по поводу Игоря. Я правда. Я хотела как лучше. Даша, я не хочу об этом говорить. Вера, ну, извини. Я, честное слово, я... Ленка пропала. Как пропала? Я беременна была. В тот день, когда пропала Ленка, у меня случился выкидыш. Ну, понятно, я ни с кем не могла разговаривать. А Ленка как раз звонила, ей нужна была помощь, что-то случилось. А потом все. Ни следов, ни записок, ничего. Телефон на нее не отвечает. А Игорь знал про... Сама виновата. Нечего было связываться с женатым. Понятно. Послушай, а как ты попала в клинику? На работе толком никто ничего не говорит. У тебя срыв был? Даша, я здорова. Меня увезли туда насильно. Пока я пыталась убедить полицейских, что с Ленкой явно что-то случилось, приехали врачи. Я не знаю, кто их вызвал и кто им сказал, что со мной не все в порядке. Ну, а как они? Они что, Эмиль на это право? Ну, об этом я и кричала. Они... Они связали меня, сделали укол. Проснулась я уже в клинике, в закрытой палате. Потом начался ад. Каждый день приходили санитары, делали уколы, пичкали таблетками. Ну, а потом что, просто отпустили? Я сбежала. Ну, то есть, мне помогли. И я до сих пор не знаю, кто. Вера, я на кухне. Доброе! Сработало! Лучший подарок пожарному. Кажется, пора отправлять вашу работу на конкурс. Ну, вся эта ерунда. Всякие идеи, конкурсы. Нужно просто жить. Жить. Пойдемте гулять, Вера. Че-то я заработался. Люблю Съезжий Мороз. Уверен, что сейчас светит яркое солнце. Угадали. Глаза режет. Ничего себе. Нам в том кафе мама всегда сладкую вату покупала. Посидите на ловочке. Хорошо. Я быстро. Вера! Все в порядке? Не ушиблись? Кажется, нет. Слушайте, он словно хотел сбить вас. Надеюсь, у вас нет врагов? Таких вроде не помню. Подожди, вы что, видите? Работка сегодня класса. Да стойте вы, Вера! Это подло! Подло! Нет, вы меня выслушаете. Дрогайте меня! Я не буду вас слушать. И работать вас не буду. Что? Боитесь, что я всем расскажу? Да ничего, я уже не боюсь. Отбоялся. В общем, врачи говорили, что так может случиться. Я им не верил. А месяц назад утром проснулся, чувствую, темнота какая-то другая. Потом, когда стал силуэты различать, думал, дурак, выйду на улицу, жену любимую встречу. Обрадую. Вышел из квартиры, смотрю, стоят у окна двое, обнимаются. Вот так я потерял жену и друга. Разум. А вы, Вера, знали, да, что они? Знали? Врать вы не умеете, а говорить не хотите. А вы почему молчите? Почему не скажете им, что все знаете? Время еще не пришло. Ну, думаю, сиделка вам больше не нужна. Вера, я... Я не могу так больше. Нужно идти на день рождения к Лене, а это выше моих сил. Настя, я считаю, вы должны кое-что сделать. Вы не понимаете. В тот день, когда они вместе отправились на вызов, я должна была поговорить с Антоном. Я должна была ему все рассказать. Я так готовилась. А потом мне позвонили из больницы, понимаете? Ну, как я могла оставить его в таком состоянии? Я не вернусь. Я не вернусь. Я не вернусь. Нет, я должна быть с Антоном. Но и без Лени я не могу. Я пыталась. А теперь еще оказалось, что у меня будет ребенок. Его отец Леонид? Что же ты делал, что я не знаю, кто его отец? Вера, ну, помогите мне, а? Пойдемте с нами на день рождения к Лене. Я не выдержу ее. Лучше сказать правду. Завтра я все скажу. Хорошо, я приду, но позже. Говорите, куда. Ну? Что же мы сидим, как неродные? Не на похоронах все-таки? День рождения. Может, тост? Давай. Ребятки, вы, наверное, празднуете без меня. Антош, я потом за тобой заеду. Фу, вот тебе раз. Нет, так не пойдет. Лень, ты как именинник, скажи свое веское слово. Что ты устраиваешь? Я не могу ему в глаза смотреть, понимаешь? Ну, не смотрел же, ну ты не смотрел. Ты обалдела, что ли? Ребята, ну где вы там? Лена, прости. Прости, прости. Ну все, раздай-то. Ну, предлагаю оригинальный тост. Ну, давай. За дружбу и за любовь. Горелый пахнет? Да, у нас тут. Да, еще бы не пахло. Всю проводку спалили. Ну, сколько раз вам говорить, не покупайте вы эти китайские чайники. Самые дешевые, самые опасные. Их только хорошо при поджогах использовать. Как это при поджогах? Да как? Да очень просто. Корпус нагревается, реле замыкает. Ну, и все. Конец проводки. Да вам любой пожарный об этом скажет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Двенасте. Лера, вы как здесь? Бесполезно, они не успеют. Я все рассчитал. Пожарные? Срочно, поселок Подлески, Суворова, 12. Горит дом. Отравятся угарным газом и все. Знаете, как у нас говорят? Бойся дыма, не огня. Как же вы? Настя беременна. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лера! Лера, стой! Стой! Стой здесь! Я за Лени. Открывай оборота! Давай, давай, давай. Отлично. Раскатываем рукава! Быстрее! Раскатываем рукава! Антоу. Я так рада, что ты видишь. Ложись. Я должна тебе все объяснить. Я... Знаешь? Не надо. Думай о малыша. Это сейчас важнее всего. Никто никому ничего не должен объяснять. Жизнь сама все объяснила. За нас. Прости меня. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо тебе Если бы не ты, я бы этого не пережил Я хотел, чтобы ты знала, я их отпустил Я смог это сделать благодаря тебе А чайник можешь сдать в полицию Я готов понести наказание Какой чайник? Обычное замыкание Бывает Спасибо за все Так, это уже интересно Спасибо вам за все Эти таблетки я тогда стащила у вас Простите, Вера Вера, вы здесь? Я вас прощаю Спасибо за прекрасные цветы Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 С чего начнем? Я думаю, лучше всего с процедур. Это сейчас самое важное. Где у вас ванна? Начните с уборки. Тут видите ли, пыль веков накопилось. Хорошо. У вас есть швабры, тряпки? Там, слева в коридоре. Мне с этой комнаты начать? Да, пожалуй. Может быть, вы приляжете, пока я делаю уборку? Да нет. Я... Знаете... Я... Я вот здесь вот посижу. Можете у вас вопросы какие возникнут? Можно? Да. Мы по этому учебнику политологию изучали. Классика. А где вы учились? Финансовой академии. А... Это учебное заведение мне знакомо. Я там преподавал политологию. Да вы что? Я как-то чуть ли экзамен не завалила. Я еще думал этот... Как его? Левинский. Точно. Сто лет как умер, а мы до сих пор мучаемся. Да нет. Слава тебе, господи. Жив пока. Это вы? Ну да. Извините. Я не знала. Да ничего. Мне даже лестно. Вы же меня к классикам причислили. У меня тут вот накопились квитанции. Сделайте одолжение. Когда пойдете за продуктами в магазин, заскочите в сберкассу. Своим доверяете? Своим доверяю. Я на минуточку. Я только прогулки занесла. Ну, это как-то на минуточку. Знаете, я одна не осилию этот торт. Если вы будете спорить, у меня опять поднимется давление. Чужие проблемы отвлекают от собственных. Я просто поняла, что должна быть там. Я решила так. Если у этих людей будет все хорошо, значит, у меня наладится. Вы начали обретать веру. Может быть. Скажите, а эти таблетки вы давно принимаете? Я не хочу об этом говорить. Нет, нет. Как считаете, ну? У меня сестра пропала. Как? У меня столько всего навалилось. Я была беременна, попала в больницу, случился выкидыш. Именно в эту ночь звонила Лена, сестра моей. Но понятно, я не могла ответить. На следующее утро я поехала к ней, но ее там уже не было. Мне плохо было. Спать не могла. А если засыпала на пару часов и мучили жуткие сны. Ой, бедная девочка. Вадим Иванович? Добрый день, это Алла Сергеевна. Вадим Иванович, у меня для вас одна пациентка, очень славная девушка. А, завтра в пять. Ой, спасибо огромное, Европа. Все в порядке, я договорилась с врачом. Вера! Ушла. Да, я слушаю. Алло, мамочка. Привет, это я, Вера. Я не могла тебе дозвониться. Ты нашла Лену? Ты нашла свою сестру? Нет, пока не. Анастасия Забелиной. Простите, могу я поговорить с Анастасией Забелиной? Ты, Настя, это Иван. Да, Иван, ты ведь меня помнишь? Ты училась на четвертом курсе, а я вел у вас семинары и... Ну да, понимаю, конечно. Это было давно. Я звоню, потому что я давно хотел сказать тебе. И сегодня я хочу только одного. Чтоб ты просила меня. Так телефон же не работает. Ой, извините. Я же только что за квитанции заплатила. Вы, наверное, решили, что я еще и сумасшедший. Нет, но если вам надо позвонить, я могу дать свой мобильный. Хотите? Не надо. Я не буду звонить. Передумал. Оставьте меня одного. Оставьте меня вылечить! Я выхожу, вы только не кричите, пожалуйста. Вы, конечно, можете возмущаться, но я должна вас сказать, вы многое сделали в жизни. Ваши книги читают тысячи студентов, и ваше имя останется в науке. Но сегодня вы один. И если у вас есть кто-то, кому вы можете позвонить, сделайте это не раздумывая. Все. Я давно не видел этого человека. Телефон, скорее всего, старый. Я тогда преподавал, готовил докторскую. Должен был стать молодым доктором наук. Настя Забильна была моей студенткой. Ну, и вот у нас с ней так получилось. А потом она позвонила, сказала, что ждет ребенка. А вы? Я тогда только в партию вступил. А тут связь со студенткой могли не допустить к защите. Времена были такие, вся карьера коту под хвост. Ну, да. Оправдания всегда найдутся. Сказал, решил, что это не мой ребенок. Вы зачем мне все это рассказываете? Чтобы я вам посочувствовала? Времена другие? Времена всегда одинаковые. И подлецы тоже. Она родила? Да. Кажется, девочку. И вы с тех пор с ней не виделись? Нет. Вот всю жизнь храню ее телефон. Думал, может, когда-нибудь дочку увижу. Звоните. Звоните прямо сейчас. Зачем я им теперь нужен? Все надо вовремя делать. Важно делать, а не слова красивые искать. Я каждый день звоню человеку, который говорить со мной не хочет. И я все равно буду это делать. Простите, Вера. Вот тот, кому вы звоните, кто он? Моя мама. Елена Сергеевна. Елена Сергеевна. Елена Сергеевна. Елена Сергеевна. Добрый вечер. Капитан Кверцов. УВД беговой. Здравствуйте, а в чем дело? Мы же договорились, что я с вами свяжусь. Да, но вы не сообщили нам, что вы с сестрой-близнецей. Можно увидеть вашу москорство? Да, конечно. У меня его с собой нет. Бухгалтер должна была снять на работе копии для клиентов. Завтрак будет у меня на руках. Вам придется проехать с нами. До утра. Вы что, предлагаете мне провести всю ночь в обезьяннике? Елена Сергеевна, давайте не будем пререкаться. Открывайте двери и поедем. Добрый вечер. А можно поинтересоваться, что здесь происходит? Так, гражданин, идите куда шли. Леш, проводите человека. Работа здесь происходит. Так и я на работе. Я журналист газета «Закон и порядок». Что-нибудь вам говори? Леш, посмотри. Мы увозим гражданку для выяснения личности. Ее сестра-близнец недавно сбежала из психиатрической клиники. За отсутствием паспорта мы не можем установить, кто есть кто. Поедемте, Елена Сергеевна. Не думаю, что его обрадует ночной звонок. И поверьте, если вы проверите наличие паспорта у девушки завтра, он будет не против. Я надеюсь, завтра, Елена Сергеевна, мы увидим ваш паспорт? Конечно. Счастливо оставаться. Поедем. Спасибо. Бросьте. Просто я умею с ними общаться, часто сталкиваюсь по работе. Меня зовут Кирилл. Лена. Лена? И что же случилось с вашей сестрой, Леной? Она сбежала из клиники, у нее был нервный срыв. Я точно не знаю, мы с ней были они близки. У меня есть опыт и связи в органах. Если вам понадобится моя помощь, звоните. Не стесняйтесь. Да, спасибо, я подумаю. Вера, подойдите сюда. Здрасте. Здрасте. Проходите, садитесь. Пока вас не было, я думал, вот на этой странице сверху ее телефон. Пожалуйста. Гудит. Вы сами. Анастасия Забелина. Алло. Здравствуйте. Могу я поговорить с Анастасией Забелиной? Ну что? Умерла. Пять лет назад. Привет. Привет. Юра, ты чего? Все в порядке. Клиент загонял с уборкой? Он сегодня узнал, что единственный близкий ему человек умер. Я захотела побыть один, теперь не знаю, как к нему уйти. Слушай, это не твое дело. Занимайся своей работой. А потом, ты ему все равно ничем не поможешь. Самое обидное, ничем не помочь. Лучше не продукты принести. Ну, что-то я могу сделать. Что? Слушайте, кто-нибудь знает, как можно узнать адрес по номеру телефона? Интернет? Справочная. Минты. Здравствуйте. Я Вера, сиделка из агентства сочувствия. Мне нужно поговорить с вашей мамой. Привет. Мамы пока нет, но я предлагаю ее подождать. Нет, спасибо. До свидания. Девушка, подождите. Вера, правильно? Я, Степан, может, я смогу вам чем-то помочь? Передайте, пожалуйста, вашей маме, что ее отец, Иван Григорьевич Левинский, очень болен. До свидания. Девушка, подождите. Куда это мы приехали? В этом доме на четвертом этаже в шестнадцатой квартире раньше жила Анастасия Забелина. А теперь живет ваша дочь. Это жестоко. От нас с сестрой отец ушел, когда мне было семь лет. С тех пор я его не видела. Так я до сих пор жду, когда он придет. Дальше я пойду один. Какая квартира? Шестнадцать. Я вас здесь подожду. Будет лучше, если я сегодня останусь один. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, я должен был прийти давно. Но лучше поздно, чем никогда. Вы кто? Я твой отец. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, я вас слушаю. Алло, это кто? Говорите. Алло, Лен, это ты? Ответь, пожалуйста. Лен, не молчи. ПОБИЛЬНЫЙ ПОЗИТ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Кирилл? Кирилл, здравствуйте. Это вас беспокоит Лена Воробьева. Вы меня помните? Я опоздал. Прошу прощения. Я выпила немножко коньяку. Это для храбрости. Даже так? Вы меня заинтриговали. Вы тогда сказали, что можете помочь в поисках сестры? Не только могу, хочу. Но согласен на использование материала, естественно. Я согласна. Но есть одно условие. Какое? Я вам полностью доверяюсь. Я надеюсь, вы мне поможете искать нужную мою сестру, но не ту, которая сбежала из клиники. В смысле? Я не Лена, я Вера. Это я сбежала из клиники. Как? Значит, так вот, почему у вас не было паспорта. Да, я тогда чушке не попалась. Сюжет. И где же ваша сестра, Лена? Для этого я вас сюда и позвала. Вы мне поможете? История становится в два раза интереснее. Помогу, конечно, помогу. С завтрашнего дня начинаем. А сегодня я, пожалуй, уже выпью. Здрасте. А вы кто? Здравствуйте. Я сиделка. А вы, простите, кто? А я дочь Ивана Григорьевича. Лариса. Значит, вы все-таки пришли? Ага. Ну что ж. Родной отец, все-таки, что ни говорите. Проходите. Сейчас. Верочка. Уж не знаю, как вас благодарить. Такая радость под конец жизни. Теперь вам не придется обо мне заботиться. Вот, Ларочка будет за мной присматривать. Я очень рада. Но, может быть, я вам все подробно расскажу, Ларис? Ага. Сейчас. Так. Ивану Григорьевичу нельзя жирного, жареного, соленого. Ну, это понятно. Таблетки. Утро, день и вот красненький вечер. Запишите? Ага. Ну, разберемся, я думаю. Разберемся. Хорошо, что вы его простили. Я бы, наверное, не смогла. Не чужой все-таки. Всего доброго. Пока, Вероня. Не волнуйся. Чай. Спасибо, Ларочка. Возьми стул, садись. Ага. Ты, наверное, и так устаешь на работе, а тут еще приходится за стариком ухаживать. Ты ничего. Я привыкшая. Да? А где ты работаешь? Налитей на механическом заводе. Там, где мама работала. А Настя работала на заводе? Ага. Всю жизнь. А. Значит, она так институт и не закончила. Да какой там, блин, институт? Кроновщицей она была. Ага. Платили гроши. Ага. Страшно вспомнить. Ага. Я без игрушек росла. Знаешь, я хочу тебе помочь. Может быть, тебе деньги нужны? Ой, нет, нет, не надо. Не надо. Я вроде зарабатываю. Там с Костиком хватает. А Костик это? Внук мой. А? Правнук твой, значит. Ишь ты. Правнук. Да, Кирилл. Вер, доброй ночи. Прошу прощения за поздний звонок. Хотела читаться. Сегодня дал запрос во всем орге. И за последние два месяца не было никого, кто совпадал бы по описанию с Леной. Ну, это уже хорошо. В полицейских сводках тоже не значится. А вы уверены, что Лена не вернулась в ваш городок? Нет, мама бы мне сказала. А если она не поехала к маме? У нее наверняка ведь там были подруги. Можно, конечно, туда съездить, но... Я могу только на выходных. Но если до выходных ничего не изменится, придется нам навестить ваши родные места. Хорошо, я запланирую поездку. А вот эта Лена. Явилась, не запылилась? Ну, чего молчишь? Где попадала? Устроила мне тут боевик с ментами. Надо было, вот уехала. Надо было. Надо было, езжай. Ну, позвонить-то можно. Из-за тебя тут всех на уши поставили. Извини, так получилось. Извини. Ты ведь сама знаешь, я воздухом не питаюсь. Ну, что, сегодня здесь останусь? Нет. Что, головой, что ли, ударилась? Я сказала нет. Ну, ты совсем оборзела. Ладно. Я не гордый. Тогда плати. Ты мне с августа должна. Вот и считай. 30 тысяч дам. Ты что, смеешься, что ли? 30 тысяч. 30 тысяч. Эта квартира в месяц только стоит? Вот за месяц и дам. С 89-30. Остальное потом. Походу, это не Лена. Как хочешь, только это не она. Но, похоже, не отличишь. Иди. Если что, позвоню. Придет она. Обязательно придет. Наверняка по работе не получилось. Позавчера обещала. Ну, работает. Не может каждый день приходить. А где она работает? Да я толком не понял. Главное, что она меня простила. Я большого не могу требовать. Не могу. Иван Григорьевич. Я разговаривала с вашим врачом. Да. Консультировалась по поводу вашего сердца. Да. Он сказал, что вам поможет коронарное шунтирование. Операция. Это много денег понадобится. Но вы же теперь не один. Вот именно. Не могу все на себя тратить. Привет. Здрасте. Вы решили вернуться? Решила. Я понимаю, вы его не знали. Он вас не воспитывал. И своим дедом вы его не считаете. Но так нельзя. Иван, кто там? Да это опять по поводу деда. Так, что здесь происходит? Девушка, пожалуйста, перестаньте сюда ходить. У меня нет ничего общего с этим человеком. Извините, пожалуйста. А где Лариса? Какая Лариса? Я ничего не понимаю. Анастасия Забелина ваша мама? Да. Ну, хорошо, проходите. Пойдем. Он никак не мог решиться вам позвонить. А потом я нашла адрес. Он приехал, позвонил. Дверь открыла некая Лариса. Наверное, он решил, что это его дочь. Кто? Лариса? Так это наша соседка из десятой квартиры. Она меня здесь убирает раз в неделю. Среднего роста? Да. Шатенка такая. Да. Глаза голубые. Да. Точно? По-моему, да. Какая, вы сказали, квартира? Десятая. Спасибо. Вера! Вера, подождите! Я могу быть уверен, что сделка чистая, и что дедушка в своем уме и твердой памяти. Вы знаете, он все соображает. Просто наладом дышит. И перед смертью он хочет сделать доброе дело. Иван, пожалуйста. Подпишите, пожалуйста, здесь и здесь. Иван Григорьевич, не подписывайте ничего. Простите, а вы, собственно, кто? Это вы лучше у Ларисы спросите. Она, собственно, кто? Как ваше имя, отчество Лариса? Какое тебе дело? Верочка, что случилось? Почему вы здесь? Вы сами уйдете или мне полицию вызвать и сообщить о незаконных сделках с имуществом? Я уйду сам. И прошу вас заметить, в никаких противоправных действиях я не участвовал. Подождите. Что вы, блин, слушаете? Она вообще сиделка. Вера. Всего хорошего. Объясните, что это все значит? Слышь, что ты сюда пришла, а? Это наши семейные дела. Я все знаю, Лариса. Вызывайте скорую. Вот так. Он тогда просто струсил. Потом больше никогда не пытался нас найти. Да. Значит, ты его никогда не видела? Нет. А вот мама его действительно любила. Замуж так и не вышла. Зачем вы вообще сюда приехали? Хотите, чтобы я ему всю правду рассказала? И кому от этого будет лучше? Старику? Ага, давай. Потрепи ему нервы перед смертью. Только человек успокоился, порадовался, что нашел родную душу. Слышь, какая ему будет разница, кто будет с ним рядом? Да-да. А потом он вам квартиру отпишет, и вы тут же испарите. Ага. Так она государству достанется. Или какой-нибудь чиновник ее прикарманит. Ой, слышь, мне эта квартира нужна, как воздух. Да по чему ты знаешь, что я его кину? Может, до смерти за ним ходить буду. Кому вы врете? Он для вас не человек даже. Так, живут в площади в Москве. Между прочим, за мошенничество вы можете сесть на срок от одного до трех лет. Ты что говоришь, ты с ума сошла? Значит, ситуация такая. У дедушки был инфаркт. Сейчас состояние у него стабильное. Но я думаю, что еще неделю он должен побыть у нас. А вы родственники? Нет, не родственники. Всего доброго. До свидания. Извините. 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 Здрасте. Ну, как вы? Да я-то что? Как там Лариса? Чего она не приходит? Иван Григорьевич. Дело в том, что... Да я бы все узнал. Что? Ну, я же не слепой. Я видел, что она не моя дочь. Ну, когда она рассказывала своей матери, я понял, что она говорила не про Настю. А зачем же вы тогда? Хотелось верить, что у меня есть близкий человек, которому я нужен. Возьми. Мытые. Фу-то, блин, я думала, скорая отъехала. Ингалятор не помогает. Скорой нет. Я не знаю, что делать. Астма? Да. Неси ты таз горячей водой. Тебя как зовут? Костя. Костя, иди-ка. Иди сюда. Ножки в сторону. Да, как лошадки. Вот. Сейчас я тебе сделаю точечный массаж, и дышать станет легче. А ты же это? Опускай ножки. Смотри на меня. Смотри. Вот. Как раз там было. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Сколько трогей. Хватит, хватит. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Да праздни, сними наушники. Ко мне. Иди ко мне, тихо. Спокойно. Спокойно. Иди сюда. Дай мне руку. Тихо, тихо, тихо. Все, сейчас будет хорошо. Тихо, тихо. Дыши со мной. Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не спала в наушниках, Лена могла умереть из этой музыки. Дыши со мной. Врачи говорят, тяжелую форму. Надо в Израиль ехать лечиться. А где денег-то возьму в Израиль? А где его мама с папой? Где-где? В Карагандии. Папа вообще не знает, кто мама, а что его дочурка моя уехала с новым Хахином. За границу никаких вестей. Как же вы одна справляетесь? Да вот так. Одна в трех работах. Скоро. Ну вот. Горец. Иван Григорьевич. Здрасте. Здравствуй, Верочка. Принесла вам свежие фрукты. Спасибо. Так, бананы. Яблоки помыть надо. Иван Григорьевич, Лариса не сможет прийти, у нее мальчик сильно больно. Верочка, позвони, пожалуйста, нотариусу. Я хочу завершить начатое дело. Я хочу, чтобы моя квартира отошла Ларисе. И не только квартира. У меня есть некоторые сбережения. На первое время этого хватит на лечение. Позвони нотариусу, пусть придет прямо сюда. Я хочу помочь этому мальчику. У меня тоже мог быть внук. еще раз, чтобы не было недоразумений. Вы осознаете, что Лариса Викторовна Петрова не является вашей родственницей? Да. И что вы безвозмездно передаете ей в дар свою квартиру, а также генеральную доверенность на ваш счет в банке? Да. Подпишите. Здесь и здесь. это вам. Пару недель займет оформление документов, потом можете распоряжаться имуществом. Все хорошо. До свидания. спасибо. Простите меня. У вас дома есть фотография на полке, где вы совсем молодой. можно я возьму Костику покажу? Какой у него прадедушка. Да. Спасибо. Извините, пожалуйста. Иван Григорьевич, к вам еще посетитель. до свидания. До свидания. Здравствуйте. Я Степан. Ваш внук. Я тут фотографию вам принес. Я присяду? Это Настя. Да, это бабушка. Она пять лет тому назад умерла. А это мама моя, Елена. Можно я себе оставлю? Конечно. А Лена не захотела меня видеть? Она просто пока не готова к этому. Понимаю. Здорово. Садись. Сейчас засчитаю. Ну что, мои люди пасут ее? Пока ничего. Она четко. Из дома на работу, с работы домой. Один раз в больницу ходила. Как обеговорились? Угу. Ну что, мы отрабатываем дальше? Да. Ты Ленку-то не знаешь? Если ей надо, она может долго под струкосить. Так что сидим на хвосте. Давай. Ну, давай. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok Вера, подожди. Слушай, мне твой совет нужен. Понимаешь, мне подруга предложила браслет купить. Вот она. В светлом пальто. О ней говорили. Хороший вариант. Меня устраивает. Только все надо сделать через агентство официально. Будет сделано. Сегодня же заеду. Здравствуй, милая моя. Тут отличная погода. Я, как всегда, в делах. Пока приехать не смогу. Дел много. Кстати, я нашел для себя нужного человека. И скоро начну с ним работать. Угу. Хорошо. Доброе утро. Доброе. Я отпросилась на сегодня, но до сих пор сомневаюсь. Нет, нет, нет. Мы должны съездить, чтобы больше не думать об этом. Попав в бедулю, я часто прячусь в родных местах. Ну, тогда поехали. Пристегивайтесь. Ехать будем быстро. Попав в беду. Попав в беду. Надо навестить знакомых Лены. Наверняка у нее была какая-нибудь лучшая подруга. Была. Но она вряд ли к ней обращалась. Но все-таки надо проверить. Тогда сейчас проверь. У подруги было свое кафе. Скорее всего, она там. Здравствуй, Оксана. Вера. Ну, здравствуй. Может, мы присядем? Чего мы стоим-то? Да, конечно, садись. Можете зайти в квартиру. Только аккуратно. Чтоб было незаметно. Как выдвинемся, напишу. Так ты что же это? Правда думала, что Ленка ко мне придет? Она ведь знает, что я Витьку не прощу. Увела у меня парня, а сама потом бросила. Дура. Ладно, тебе столько лет прошло. Да, прошло. А я до сих пор помню. Представляешь? Так что, если увижу, свое возьму. Не сомневайся. Той? Нет. Ленка мне помогает искать. Так, знакомый. Помощник. Давай. Добрый день. Кирилл. Ну, здравствуй, Кирилл. Оксана. Извини, тебе не предлагают, ты за рулем. Я не по этой части. Оксана уже сказала, что Ленка к ней не приходил. Прекрасно. Но нам нужна конкретика. Ну, тогда спрашивай конкретно. Я так понял, у вас с Леной какая-то незаконченная история? Ну? Парня моего увела. Лучшая подруга. Все как полагается. И где он? Этот парень? Где он сейчас? Что? Проблема с конкретикой? Где он? На выезде. Кладбище у нас. Там он и лежит. Авария месяц назад. Валите отсюда оба. Вера, стойте. Зачем ты пришел? Я же сказала, сама поговорю. Хотел помочь. Знакомому сложнее задавать прямые вопросы. Теперь вы довольны? Это был единственный человек, к которому могла пойти Лена. А мама? Я же сказала, мама бы мне позвонила. А если Лена попросила маму не звонить? Это ведь возможно? Вера. Милочка, че такая? Слушай, как ты думаешь, так нормально? Да, нормально. А че так? У нас там такой клиент сидит. Васильич говорит, что это переломный момент в нашей работе. Безусловно, мы предоставим вам тот уровень услуг, который вы ожидаете получить. Скажите, а ваша сотрудница сможет приступить к работе с завтрашнего дня? Конечно. Спасибо. А почему вы остановили свой выбор именно на вере Воробьевой? Яков Васильевич, мы просмотрели анкеты всех ваших сотрудниц, но остановились на ней. А подробности выбора, думаю, не так важны. Здравствуй, мама. О, милость. Мама. Мам, подожди, пожалуйста. Я же тебе уже сказала, что без сестра может не приходить. Для меня вас отдельно нет. Нет, все, нам нечем с тобой больше говорить. Мам, подожди, пожалуйста. Мам, подожди, пожалуйста. Мам, подожди. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Замерз тут, пока тебя ждал. А ты что, не на машине? А не хотел светить. Мало ли что. Ну да. Уверен, что все осмотрел? Я всю квартиру оплатил. Три часа на нее убил. Нет там тайников. Чистая она. А я тебе не за часы плачу. Мне нужен результат. А может, это вообще не она? Ты уверен? Ну, может, не она. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушаю. Агентство сочувствия. Проходите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Добрый день. Добрый. А где платье? Какое платье? Вы меня с кем-то путаете. Я Вера из агентства сочувствия пришла к больному Кротов Андрей Николаевич. Здесь проживает такой? Андрей Крутов, это я. И мы с вами уже опаздываем. Куда? Какая вам разница? Я оплатил два месяца вашей работы. Вы сиделка, я больной. Вы должны сопровождать меня. Нет, если вы больной, вы должны сидеть дома. Верочка. Вера. Вера. Просто вы не в курсе. Больные бывают разные. Лежачие, ходячие. И новый вид. Мобильные больные. Человек, например, заболел, а его бизнес ждать не может. Вы зря тратите время и пытаетесь с меня уболтать. Всего доброго. У меня третья стадия рака. Я должен успеть закончить дела. Не привык бросать начатое. А вы? Андрей Николаевич, извините, опаздываем. Выходим, Валер. Меньше всего я хотел вас напугать. Поехали. Приятно, что я в вас не ошибся. Я вообще прекрасно устроился. Дома, если что, мне поможет врач. А в остальных случаях мне нужны вы. Сегодня как раз остальной случай. Что должна делать? Вести себя естественно и непринужденно. Моим партнерам, в общем, не обязательно знать, что я вожу с собой сиделку. Вот здесь все лекарства, ампулы и шприцы. Если вдруг что. Остановите, пожалуйста, машину. Я вам не подхожу. Я не имею права делать уколы и ставить капельницу. У меня нет специального медицинского образования. Остановите, пожалуйста, машину. Не имеете права или не умеете? Я умею, но я... Валера, поехали, поехали. Значит, если понадобится, сделайте мне укол. А если что-то случится? Что плохого со мной может случиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу вам чем-нибудь помочь? Мы идем в ресторан. Нам нужны платья, туфли и прочее. Вы можете пока присесть. Пойдемте. У вас есть что-нибудь более закрытое? Ну что вы, вам очень идет. Это вообще не мое. Давайте что-нибудь другое попробуем. Ну, может быть, мы вначале узнаем мнение вашего мужчины? Это не мой мужчина. Ну вот. Считайте это разновидностью, униформы, вот и все. Как вы считаете? Очень идет. Я не хочу. Вера, не спорьте с больными. Они капризны и мстительны. Пожалуйста, ваш кофе. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Что-нибудь еще? Стакан кипятка и лимон, пожалуйста. Хорошо. Даме лосось в устричном суббосе. И ваш фирменный десерт. И бокал очень сухого шампанского. Мне зеленый чай и красное вино. Хорошо. Ну что, в общем, как я и говорил, наш ролик будет рассчитан на аудиторию от пятнадцати до двадцати пяти лет. Кто эти люди? Основные ассоциации. Здоровье, молодость, активный образ жизни. Короче, вся жизнь впереди. Борис Анатольевич. Можно просто Борис. Борис. А не пошли бы вы в баню? Простите, в каком смысле? Идти в баню русское рематическое выражение. Используется для того, чтобы дать понять собеседнику, что в дальнейшем с ним общении нет ни малейшего смысла. Как и в его присутствии. Я надеюсь, вы понимаете, что вы сейчас делаете? Конечно. Конечно. Ваш товар, фу-фу, я сдавал его на экспертизу. И только что на телефон мне пришло сообщение с результатами экспертизы. Состав, указанный на упаковке, не соответствует действительности. Это энерджайзер. Закамуфулированный под напиток здоровья. Не ваше дело знать, что внутри упаковки. Ваше дело рекламировать саму упаковку. Так никто не работает. Я работаю только так. Ну что ж. Ничего страшного. Рекламщиков сейчас много. Найдем других. Не утверждайтесь, я заплачу. Удачи. До свидания. Быстро вы проводите переговоры. С какого-то момента я начал ценить свое время. Так, я понимаю, мы можем идти? Ни в коем случае. Вам же еще не принесли лосось. Хорошо, только за себя я буду платить сама. Нет. Я вас пригласил, я вам заказал этот бруд. Если теперь вы советы заплатите, я буду чувствовать себя идиотом. Я всегда за все плачу сама. Я почему-то так и думал. Это рекорд даже для Москвы не может. Лосось столько стоит. Действительно, это же недорада какая-нибудь. Слушайте, вы развлекаетесь так? Платье, прическа, ресторан. Зачем это все нужно? Вы так сражаетесь со всем миром или только со мной? Пожалуйста. Вам больно? Честно говоря, могло быть и лучше. Извините, пожалуйста. Да? Помогите. Пожалуйста, сюда присаживайтесь. Черт. Никак не могу привыкнуть к этой боли. Поляра, чемоданчик в машине. Поляра, чемоданчик в машине. Вам пятерка. Прекрасно получилось. На комнате тренировались. Надо в больницу ехать. Ну, зачем? Лежать, страдать и думать о том, что не успел сделать в жизни? Нет. Лучше домой. Алло, Лена. Ленка, ты где? Не молчи, пожалуйста. Скажи что-нибудь. Я просто хочу знать, как ты. Ленка, ты где? Ленка, ты где? Ленка. Алло, Анна Сергеевна, здравствуйте, это я, Вера. Как у вас дела? И я тут подумала, может у вас хлеб закончился? Нет, а молоко? Можно? Здравствуйте. 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 А вы кальчику Сергеевне? Да. Я, нет, я уже, нет, я раньше хотел. Здравствуйте, Верочка. Здравствуйте. О, Иннокентий Павлович, какой-то я очень сюрприз. Проходите. Да не бойся ты, Верочка. Проходите, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам очень клятся этот шарик? А это... Это не я, это я, я не планировал шарик. Это в магазине была акция. Акция? Вот это вам. Спасибо. Незаменимые в хозяйстве вещи. Вот это вот тоже вам. Ну, Иннокентий Павлович, дорогой вы мой, ну вы же так совершенно разоретесь. Нет, ну это просто духи. Все, спасибо, я пойду. Всего доброго. Нет, ну как же так? Ну давайте хотя бы чаю. Нет, 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 мне пора. До свидания, Анна Сергеевна. До свидания. До свидания. До свидания, дорогая Иннокентий Павлович. Хороший поклон. Вот ни разу дальше этого коврика не переступил. Ой, Господи, чего они нынче все такие нерешительные? Ну что, с польскими сестры по-прежнему не важно? Нет. Ну а что бы вы хотели, Верочка? Старые обиды и беды, они ведь сразу не отпускают. Ну вы же не виноваты, что ваша сестра пропала. Мне всегда казалось, что мама любит ее больше. Ленка об этом знает и пользуется. Ей нужна была моя помощь, а я была занята своими проблемами. Вот она и пропала. Нет, ну это просто случайность, это случайное совпадение. Я тогда чуть ли с ума не сошла, и только одна мысль крутилась у меня в голове. И это она тоже сделала специально, чтобы разрушить мою жизнь. Вера, а вы ведь не сделали главного. Вы ее не просили. Нет, это я не могу. Так, все, хватит. Вы в прошлый раз бежали, а я договорилась с доктором Михальчаковой. Вы идете к нему. Нет, 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 Алсеген. Ну давайте без возражений, иначе мне придется отвести вас за руку. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик. Полз, гулять. Свет, быстро не думая. Быстро! Зачем? Понятно. Ночные кошмары. Унятенное состояние. Отчужденность. Гордыня. Тяжелые утраты. Потеря надежды. Может, хватит? Страх перемен. Ты ничего не хочешь менять, правильно? Как там? Лошадь можно привезти куда по, и нельзя заставить ее пить. Я выпишу тебе гомеопатию. Я выпишу, но не в этом дело. Спасибо, я пойду. Я прав. Не хочешь ты ничего менять. А? Тебе же нравится страдать, мучиться. Нравится? Нравится, я вижу. И жить боишься. Боишься жить? Слушайте, я вам не лошадь. Это я уже понял. Стоять! Гомеопатия. И мои рекомендации. Прошу. Дома будешь считать. Посещение таких мероприятий не считаете пустой траты времени? К сожалению, это мероприятие напрямую влияет на бизнес. Спасибо, я на работе не пью. Вам здесь не комфортно? Если честно, да. А вы как себя чувствуете? А шампанского, кстати, нельзя? А я и не пью. Это так для антуража. Я отойду? Все в порядке? Я скоро. Я ищу. Я ищу. Я ищу. Я ищу. Я ищу. Эра? Ты? Ольга. Валентин. Здравствуйте. А ты как здесь? Игорь говорил, тебя чуть ли не в клинике держат. Если в клиниках так одевают. Там много чего рассказывать. Я действительно была в клинике. Но потом... Ты так неожиданно ушла из банка. Игорь так и не смог объяснить причину, почему. Может, не все хотел говорить? Игорь Владимирович сам не все знает. В любом случае, я вижу, что у тебя все хорошо. Где ты теперь? В каком-нибудь коммерс-банке? Конкуренты платят больше? Можно и так сказать. Извините меня, что ты. Вера. Вера. Дорогой. Смотри, кого я встретила. Ваша незаменимая Вера. Как говорится, из клиники на бал. Да, вижу. Здравствуй, Вера. Добрый вечер. Настоящий сюрприз, не правда ли? Да, действительно, очень неожиданно. Я, честно говоря, тоже не ожидала, что здесь окажусь. Да. До свидания. Смотри, как похорошела в этой клинике. А клиника, случайно, не в Италии? Где-нибудь в Сардинии? Я не знаю, как она здесь оказалась. Мне сказали, у нее нервный срыв. Нам прислали справку, на основании которой мы ее увольняли. Добрый вечер. Здравствуйте, как дела? Все хорошо. Все может быть. Она нас слишком много знала. Я видел ее в зале с Андреем Кротовым. А кто это? Это крупнейшая рекламная компания Москвы. Пятнадцать процентов рынка. Ну и как они пересекаются с нашим банком? С нашим никак. А вот с Коммерсбанком у них многолетний контракт. Вот складно, говоришь. А я почему-то не верю. Ладно. Время покажет, с какой стороны нам эта вера приходится. У вас все в порядке? Выглядите бледной. Голова разболелась немножко. Все в порядке. Мне нужно поговорить с человеком. Скоро едем. Вера, нам нужно поговорить. Нам не о чем разговаривать, кроме того, я занята. Я вижу, кем ты занята. Удачный выбор. Богат, не женат. Это из-за него ты устроила весь этот маскарад с клиникой, а? Не проще ли было сказать правду? Еще одно слово про клинику, и я за себя не отвечаю. Вообще не твое дело, кем я занята. У тебя, вон, жена по залу разгуливает. О ней беспокойся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Андрей Николаевич, к вам Вера. Вера, доброе утро. Да вы раздевайтесь, у меня тут пикник, присоединяйтесь. Нет, спасибо, я уже позавтракала. Я на секундочку. Как вы себя чувствуете? Бестактный вопрос. А вы зачем пришли? Сегодня же у вас выходной. Я принесла платье и деньги за ужин. Раз. Вот. Вера, вы уникум. И что я буду делать с этими платьями, а? Валера, Валера. Тогда поверишь, а? А вы что, так всегда проводите выходные? Примерно. А когда вы последний раз ничего не делали? В смысле, не понял? Валяли дурака. Бездельничали. Да у меня на это нет времени. Любопытная мысль. Хорошо. Давайте мы сегодня с вами побездельничаем. Я научу вас валять дурака. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КИЧЕТ КИЧЕТ АПЛОДИСМЕНТЫ КИЧЕТ УЗД now В интернете написано, ноги на шевне плеч, чуть согнуты, и наклониться надо, наклониться надо. Что значит в интернете? Что, кататься не имеете? Пока нет. Можно же упасть. Это все знают, а то, что можно и не падать, обычно умалчивать. На коньках надо ехать, написано, надо ехать, а не шагать. Так, давайте хотя бы попробуем. Так, отталкивайтесь, вес на вес переносительный. Да вы сами меня переносите. Я переносу. Вы курят? А вы еще не хотели защиту одевать. Я прекрасная. Так здорово иногда болять, дурака. Спасибо. Я бы никогда не подумала, что вы больной. Потому что веду себя так, как будто вся жизнь перелетела. Извините, я не должна была. Не буди ханжу, Вера. Я знаю, что меня ждет. Знаете, мне даже любопытно. Я вообще считаю любопытство одним из самых замечательных человеческих качеств. Попробуйте еще. Я не могу больше. А я могу. Любопытно, например, почему такая молодая, симпатичная барышня ведет себя так, как будто жизнь у нее уже кончилась. Все. Все вы взяли. Вижу. Вы боитесь жить. Не хотите принять мир таким, каким он есть? Сражаетесь с ним. Зачем? А вот мне тоже любопытно. Почему такой умный, успешный мужчина вынужден бездельничать с сиделкой? Почему рядом с ним нет ни одного близкого человека? Мне нечего сказать. Жена умерла пять лет назад. Дочь живет в Америке. Я со мной дома стоял. Ну, сейчас-то она могла приехать. Она в курсе? Зачем ей беспокоиться? Я зарабатывал деньги, чтобы она жила в удовольствии. А у моей болезни ничего приятного нет. Я считаю, она имеет право знать. Это время мы могли провести вместе. Моя девочка не любит волноваться. И я. И я сделаю все, чтобы ей не о чем было беспокоиться. Вы понимаете, что это ужасно? Нельзя жить только не себя. Так она превратится в монстра. Я просил бы выбирать выражение. Что? Я просил бы вас выбирать выражение. Она вам за такую заботу спасибо не скажет. Мне уже пора. Да, я вас понимаю. Мы с вами, да, обсудим все это обязательно. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Да, ну, как договаривались. Добрый день. Я сочувствую. Поспеть. Да, поспеть. Работница приедет. Привет. Привет. Как выходные? Никогда не говоришь, как проводишь их. Эти выходные я провела с клиентом. Заказ на мне урочные часы? Нет, это было бесплатно. Мы просто общались, катались на коньках. Личную жизнь устраиваешь? Нет, ничего личного. Я просто сопровождала больного. Больного? Никогда не видела, чтобы анкобольной катался на коньках. Тебе не кажется, что этот мужик просто пытается тебя склеить? А болезнь приду. Добрый день. А кто здесь Вера Воробьева? Ну, что я тебе говорила? Вера. Цветы? Моя? Туфли, платье. Теперь цветы. Или они тоже нужны по работе. Я не понимаю. Зато я понимаю. Ужин в ресторане, прогулки в парке. Теперь вы мне будете цветы на работу присылать. Вы-то серьезно? Вам смешно? А мне нет. Вы понимаете, что меня могут выгнать с работы по подозрению Бог знает в чем? Вера, подождите. Вы мне очень симпатичны, но в моей ситуации вряд ли я имею права. А цветы я вам не дарил. Простите. Не догадался. А кто тогда дарил? Там обычно бывает открытка. Вера, вы полны загадок. Извините, но говорила. Забудьте. Проходите. Кстати, у меня есть новость. Какая? Прилетает Полина, моя дочь. Я ее вызвал. А как же комфорт? Я сейчас много переосмыслюю. В том числе понятие о комфорте. Вы ей скажете? Посмотрим. Ну, во всяком случае, она в курсе, что у меня некоторые проблемы со здоровьем. Так что завтра мы все вместе идем на концерт. Пожалуйста. Только не говорите опять про вечернее платье. Вера, здравствуйте. Прошу прощения за задержку. Колесо спустило, пришлось менять. Мы же не опаздываем? Нет, Андрей Николаевич вас ждет к пяти. Пять. Кто там? Соседки нет. Скорая не едет. Вы кто? Я Вера. Привет. Вы что, сюда развлекаться пришли? Я сиделка. Андрей меня ждет. Так... Так войско вы наняли. Пошла вон отсюда! Он меня нанял, он меня и уволит. Иди сюда. Держи крепко. Смотри, чтобы язык не завалился. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Это эпилептический припадок. Такое бывает. Иди сюда. При раке мозга. Что? Что ты сказала? Раке мозга? Да, Полина. У твоего папы рак мозга. Я операбельный. У него осталось очень мало времени. Что ты не делаешь? Открой. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, 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 все. Все, все, все. Он хотел тебе сказать, но не хотел тебя беспокоить. Подержи, пожалуйста. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, 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 все. Сейчас, 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 все, 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 все. Да. Вы хотели меня видеть? Да, проходи, садись. Ты мне объясни, Воробьев. Что ты за человек такой, а? То тебя благодарностями заваливают, то теперь клиенты жалуются. Точнее, дочь клиента. Она была не в курсе особенностей моей работы. Ты знаешь, мне как-то плевать. Была она, не была. Вообще, благодаря Богу, что ему стало лучше, его перевели из реанимации. Только не вздумай его навещать. Дочь Кротова категорически запретила любые посещения. А это ее не касается. Она слишком любит себя, чтобы понимать, что нужно ее отцу. Зато это касается меня. Она в суд грозилась подать. Оно мне надо. А вы в курсе, что он умирает? И что ему уже ничего не поможет? Единственное, что ему важно, чтобы рядом были неравнодушные люди. Неужели это непонятно? В конце концов, он вам за это деньги платит. Пожа это в первую очередь интересует. А ты не находишь, что это тоже важно? Ловочка. Ловочка. Я должен был сказать раньше. Да что ты, ну не переживай. Все хорошо. Я хочу поговорить с Верой. Пап. Мне надо поговорить. Хорошо. Я тогда подожду в коридоре. Только не говорите, что пришли вернуть платье. Нет. Я пришла сказать вам спасибо. Ну, здрасте. Вы что, плакать тут собрались? Мелодрама не ваш жанр. Я вот хотела спросить, а почему вы тогда выбрали именно меня? Хотел бы сказать, что он увидел вас и влюбился с первого взгляда. Но будучи эстин, это произошло только с третьего взгляда. Может, даже с четвертого. Вашим лицам было что-то такое. Это странно объяснить. Вы были не здесь. Где-то далеко. Я тоже все куда-то бежал. Чего-то ждал. А жить начал совсем недавно. Когда узнал, что скоро выйдет он. Вера, смерти нет. Смерти нет. Если рядом есть близкие люди. Смерти нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров, КОНЕЦ 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 Ваше заявление по факту воровства денег с карточки было отработано. Сейчас мы с вами посмотрим видео с камер наблюдения. Вот видите, половина третьего. Вот скажите, для чего вы написали заявление, если сами снимали деньги? Я прошу прощения. Наверное, забыла. У меня такое бывает. Дай бланк. Напишите теперь, пожалуйста, заявление. О том, что с вами такое бывает. Здравствуйте. Здравствуйте. Чай пейте? Что случилось? Слушайте, ну у меня неожиданные новости. Кто-то снял все деньги с моей карты. Я тогда была в клинике. Сегодня в банке мне показали запись с камеры видеонаблюдения. И? И это была Лена. Там видно, как она подходит и снимает всю наличность. Интересный расклад. У меня есть два варианта. Либо ее заставили это сделать, либо она сама сбежала, прихватив ваши деньги. Нет, я не думаю, что она сама. Она не знала пин-кода и ей явно кто-то помогал. Вера, поверьте, узнать пин-код сегодня не проблема. Лена, думаю, справилась бы. Там была не очень большая сумма. Лена, конечно, была неуравновешенная, но из-за таких денег не стала бы сбегать. Вам еще предстоит узнать кое-что о ней. Ну что, как? С этой работой все нервы потеряешь. Что такое? Дедуля опять? Тривизирует. Все семейство подключилось. Сначала жалобы писали, теперь уговаривают вернуться. Дед отказывается принимать процедуры. Пока я не вернусь. Я бы вернулась. А вдруг он опять доставать меня начнет? Мы все совершаем ошибки. И все надеемся, что нам их простят. Даже ты? Даже я. Куда я без него? Пойду обрадую деда силуэтом своей фигуры. Привет. Привет. Так, Вера, для тебя новая заявка. Старушка только что из больницы. Необходим курс уколов. Ты, кстати, на курсы медсестер ходишь? Уже закончила. Поздравляю. А то старушки бывают дюжевредные. Можешь сертификат попросить. Да я понял. Вера, подожди. Когда-нибудь ты оставишь меня в покое? Ну, поставь себя на мое место. Ты можешь считать меня сволочью, но тебе необходимо объясниться. В чем и перед кем я должна объясняться? Ну, хотя бы перед представителем правления банка, в котором ты работала. Представитель правления банка, в котором я работала, получил справку из клиники и ни разу не досужился проведать свою сотрудницу. Я приезжал. Мне сказали, что тебе месяц нельзя никого видеть. Что это для твоего же блага. Слушай, Игорь, между нами все кончено. Не так? Давай не будем мучать друг друга. Я сейчас работаю совсем в другой сфере, мне нравится. Я не хочу вспоминать прошлую жизнь. До свидания. Вот, видишь, сколько врачей уколов-то они выписывали. У тебя рука легкая? Пока никто не жаловался. Ой, слава богу. А то боюсь. Ну, я в магазин список взяла. Что-то надо еще? А что ты блузку такую дорогую надела? Ну, новая же. Ну, что ее по магазинам затаскивать? Ну, она только одна влажная, остальные даже не высохли. Ну, пойди, что-нибудь в шкафу поищи. Ну, что мне, самой в шкафу тебе больной одежду искать? Хорошо. А, бабуля, а можно я к тебе заниматься пойду? Ну, посиди там, Саня, ну, пожалуйста. Мне так нравится смотреть, как ты учишься. Врачом будет. Когда я болела, каждый день меня навещала. Тебе прям в восторге от тебя были. Да? Привет, Реш. Нормально. А у тебя? Все. Ой, я не почувствовала ничего. Переживаю я за нее. Экзамены наносу. Она все по телефону болтает. Ты в школе как училась? Золотая медаль. Федь. А по химии? Проблем не было. Подтяни нашу Катюшку по химии. А мы тебе заплатим. Нет, я не могу. Почему? Я не преподаватель. Ну, преподавателя у нас и денег нет. Видишь, как мы живем. Очень надо девочке в институт поступить. Не откажи точку, а? Хорошо. Попробуем вместе разобраться. Не поздновато ли мы едем? Где в такое время могла работать Лена? Потерпите. Скоро увидите сами. Это что? Ночной клуб? Здесь часто бывала, Лена? Да уж. Судя по всему, веселенькое заведение. Мужчины здесь часто ищут девушек для приятного времяпрепровождения. А девушки охотятся за солидными мужчинами. В надежде получить хорошего спонсора. Вы намекаете на то, что... Лена тоже занималась охотой. Вы откуда это знаете? Есть легкий способ проверить. Шагнуть вон за ту дверь. Вы предлагаете мне? Поймите, Лена дружила, можно даже сказать, работала с известным в местных кругах сводником по имени Сева. Он за процент помогает девушкам завести нужные знакомства. Он хорошо знает Лену, он знает ее друзей. Если бы вы пообщались с ним в роли Лены. Это исключено. Ага, я уже пришла. А ты где именно меня ждешь? Ну, проход-то открыт? Ага, окей. Саша, значит? Привет, Саша. Привет, Катя, значит. А откуда ты мой номер домашний узнал? Твоя бабушка же лежала в гастроэнтерологии. А там домашний номер узнать никаких проблем. Ну и чего звонил? Я рассказ написал. И главная героиня, ты ее прототип. Хотел показать. Ты же меня совсем не знаешь. Добрый день. Здравствуйте, Вадим Сергеевич. Добрый день. Добрый день. Ну, точно голубки. Что вы сказали? А, я говорю, добился своего парня. Молодец. Кто? Саша-то? Это значит, я такая лжевая, грубая и злая? Да нет, ты героиня. Как тебе объяснить? В ней уживаются две натуры. Две личности. Офигеть, я еще и двуличная. Понимаешь, многие люди показывают только свою одну сторону, а вторую прячь, даже от себя. Ты что, больной, да? Да. Да пошел ты. Придурок. Кать, подожди. Кать. Кать. Саша. Привет. Ну, как ты сегодня? Лучше всех. Молодцов. Что врачи сказали? Ты же был у них? Слушай, врачи сказали, нужен второй курс химиотерапии. Через пару недель. А пока мы можем забрать тебя домой. Домой? Зачем домой? Чтобы начать шепотом со мной разговаривать? Кружить приторной заботой? Саша. Лучше я здесь. Я такой же, как все. Литроксид натрия, она форма какая? Натрий, кислород. Ну, как обозначается? НОНОО. И натрий ОНО. Содержащегося в 50 граммах раствора. Какой это тип реакции? Замещение? Нет? Ну, не знаю, может, это... Больше уравнять эту реакцию, исходя из валентости элементов. Ну да. Мы вроде проходили это в школе. Зачем я теряю время? Тебе это совершенно не нужно. А кто вам это сказал? Сама вижу. Ты что, собралась поступать в медицинский, потому что бабушка так хочет? А вы из этих, да, из правильных, тоже учить меня будете, как надо жить, как не надо. Тошнит уже. Я просто хочу помочь. Ты сама чем хочешь заниматься? А вы за меня не волнуйтесь. По поводу своих желаний я сама разберусь. Ты далеко? Да, мам, я... Светку надо подменить, она заболела. Светку. Светку. Светка. Светка. Бабуль, я на курс. Верочка, вы задержитесь, у меня тут какое-то покраснение от уколов. Давно у вас покраснение? Нет у меня никакого покраснения. Садитесь. Я хотела поговорить с вами о Катюше. Нет, она не все рассказывает, а вы ей по возрасту ближе. Я хотела вот узнать, нет ли у нее мальчиков каких или, может, какие новые знакомства. Даже если бы мне Катя что-то рассказала, я бы не стала вам передавать. Вы меня удивляете, Вера. Я думала, вы взрослее и умнее. А вы полагаете, рассказывать чужие секреты это признак ума? Мы подождем, когда у вас будут собственные дети. Неужели вы никогда ни о ком не заботились? Заботилась. У меня есть сестра. Значит, вы понимаете, если бы для вашей сестры нужно было бы переступить через себя, вы бы это сделали? Ради сестры я на многое готова. Вот и я готова показаться перед вами невоспитанным человеком. Лишь бы узнали кто-нибудь о Катюше, потому что я боюсь за нее. Нет, она мне ничего не рассказывала про мальчиков. Но и учеба ее тоже пока не интересует. Учеба – это ничего. Учеба – это мы нагоним, это поровим. Лишь бы она глупостей каких-нибудь натворила, лишь бы она гернутой какой-нибудь не увлеклась. Но вы мне расскажете, если она очень смолтнет. Я пойду. До свидания. До свидания. Да, у меня училку наняли по химии. Привет! Привет! Блин. Привет. Приходите заниматься, чтобы бабка не доставала. Тебе не призанимайся. А то мозги начнут на голову изнутри давить. Да. Я тут подумала. Кирилл, вы меня слышите? Я согласна. Поехали в клуб. Поехали. Поехали. Здрасте. Здрасьте. А вас не узнать. Что? Честно? Ну? У меня сейчас полное ощущение, что со мной в машине едет не Вера, а Лена. В смысле? Вы же ее не видели. Ну да. Но я имею в виду, что, наверное, она выглядела так. Семе около сорока лет. Он почти лысый, с бородкой. Но ничего. Надеюсь, он сам вас узнает и подойдет. И главное, не беспокойтесь. Ведите себя непринужденно. Не может быть. Какое есть? Моя любимая учила. Наша умная, правильная репетиторша. Мы с тобой потом поговорим, не сейчас. А прикид у вас зачетный. Запожки классные, куртка от папы. Я здесь по одному очень важному делу. Я все понимаю. Личная жизнь есть у каждого. Вы ведь все люди. Мишла моя красавица. Ты скучала по мне? Да, очень скучала. Пойдем, поговорим спокойно. Заходи. Что-нибудь будешь? Да. Леночка, Лена. Что у тебя нового? Даже не знаю, что говорить. Новостей особых нет. Нет, ты говоришь. А что у тебя с тем банкиром? С каким банкиром? Последний раз я тебя с ним знакомил. Странный такой тип. Еще говорил, что твою сестру знает. Сестру мою знает? Лена, я тебя не узнаю. Я не Лена. Что? В смысле? Я не Лена, я Вера. Какая еще Вера? Лена, ты чего? Вера, та самая сестра, с которой знаком ваш банкир. Так вы... Это что? Близнецу? Да. Лена пропала, я ее ищу. Зачем тогда вы себя за нее выдавали? Хотела проверить, имеете ли вы отношение к ее исчезновению. Послушайте. У нас с Леной были отличные отношения. Назовите, как хотите, дружеские, деловые, но я бы ее никогда не подставил. Я этим не кормлюсь. Расскажите про этого банкира. Это очень важно. Вообще-то, я не люблю много говорить. Но ради Лены. Вы же понимаете, что он может знать, где она. Я плохо помню подробности. Тогда много выпил. Он подошел ко мне, представился Матвеем. Ему лет сорок, сорок пять. Среднего роста. Умный такой взгляд. Сказал, хочет познакомиться с Леной. Ну, что, видел ее. В курсе, что я с ней общаюсь. Я позвал Ленку. Мы сели за столик, выпили еще. Они познакомились, говорили о чем-то. Я уже не помню. Короче, был пьян. Но про сестру, это я запомнил точно. Была такая фраза. Еще подумал, интересно было бы познакомиться с сестренкой Леной. Ну, сам сейчас слышал. Значит, она точно не в курсе. Ленкульт, привет. Поехали! Фестивальный 17. Поехали. Физкульт, привет! Вы позвонили... Добрый день, Вера Сергеевна. Мы очень рады вас видеть. Здравствуй, Катя. Здравствуйте, Нина. Верочка, вы проходите, я тут пирог пеку. Сейчас чай будем пить. Хорошо. Катя, то, что мы вчера встретились в клубе, это было недоразумение. Все нормально, не парьтесь. Я вас даже заважала после этого. Такой же человек, как и все. Тоже любите оторваться. Следи, пожалуйста, за выражениями. А что, в угол меня поставите? Или бабушке моей расскажете, где я время провожу? Ну да, это в вашем стиле. Днем вы правильно, а ночью можно во все тяжкие. Мне нужно было туда прийти по одному очень важному делу. Ну да. А дело-то было в штанах. Так, разговор не получается. Давай проверять домашнее задание. Ты выписывала химические свойства серого до рода? Нет. Давай вместе. Вер, ой, боже мой, я же совсем забыла. Что случилось? Да я же послезавтра уезжаю на месяц. Столько продуктов. Еще тащила все это бедняжа. Куда уезжаете-то? Раздевайся, проходи. Все расскажу. Слушай, Мишаня дальше на выходные отдает. Угу. Ну, поехали, зависть с ним можно. На два дня бабка точно не отпустит. С этими экзаменами. Не знаю, придумаешь что-нибудь. Но я две недели уже без нормальной жизни. С твоими ягоди, я забуду уже скоро. А давай съездим куда-нибудь? Ну, например, в Суздаль. А что, я там ни разу не была. Говорят, там классно. Слово-то какое страшное. Суздаль. Я вообще-то серьезно. Я хочу что-то новое увидеть, мир посмотреть. Вообще-то это лучше, чем торчать. В прошлый день я для себя все уже увидел. А если не хватает чего-то, то давай до свидания. Думаешь, я не уйду? Ну, уйдешь, прибежишь. Не таких обламывал. Хоть меньше малолетка какая-то, мозг управляет. Смотри! Вернешься, а место занято уже будет. Смотри, сам не прибеги! Рассказываю. Ты помнишь, Иннокентия Павловича? Но я его еще все не решит внести обвиняла. Очень приятный мужчина. Приходит. Приглашаю, говорит, вас в романтическое путешествие ко мне на родину в Одессу. Достает коробочку и протягивает со словами. Алла Сергеевна, я прошу вашей руки. А там это кольцо лежала. Какая красота! Я за вас так рада, Алла Сергеевна. Спасибо, Игорь Игорьевич. Вер, а Алла Сергеевна не выжила из УМА? Нет, почему? Это же так хорошо, когда кто-то рядом. Это правда. Вот неделю назад я бы не поверила, что могу пойти на такую, ну, можно сказать, авантюру. Ну, я бы отказалась. Ну, вот иногда, Вера, так важно быть решительной и смелой. Жизнь одна. Я абсолютно с вами согласна, Алла Сергеевна. Я тоже только недавно поняла, как важно ценить каждую минуту жизни. Каждого человека. Правильно, Вера, правильно. Вот тебе надо заняться личной жизнью. Алло, Катя? Привет. Что делаешь? Да так. Извини меня за прошлый раз. Да, я покорячилась. И знаешь, я хочу опять прочитать рассказ. Хорошее место, но не уверена, понравится ли тебе здесь. Пока мне все нравится. Давай сюда присядем. Здесь тихо, спокойно. Можно почитать. Что будешь есть? Не знаю. Картошку приедешь. Давай я тебе закажу. Тебе понравится мой выбор. Она давно уже должна быть дома. Мам, ты придет, куда она тянется? Совсем не точно плевать. Только так я могу гарантировать, что Руслан не посадит. Этот парень, извините. Его показатель обещает. Он будет съемку. Алло. Здравствуйте. Это подготовительные курсы? Скажите, а занятия давно уже закончились? Полчаса. Ну, все, скоро дома будет. Простите, простите, минуточку. Скажите, а Екатерина Чистакова давно ушла? Не скажете? Как? Спасибо, извините. Она никогда не ходила на эти курсы. Вообще, никогда, ни разу. Ты правда в это веришь? Во что? Ну, в то, что светло побуждает Тема. И в то, что человек может правдой справиться. Верю. И ты веришь. Почему ты мне позвонила? Просто так. Абонент не отвечает или временно недоступен? Значит, она врала нам. Но зачем? Лесенька, это Марина Ивановна. Скажи, пожалуйста, а Катюша к тебе не звонила, не заходила? Извини, детка. Куда она могла деться? Ты меня спрашиваешь? Нет, это я тебя должна спросить. Ты мать. Ну, мам, я же думала, она на курсе. Ты думала. Когда родила от первого встречи, ты тоже думала? Это я. Я во всем виноват. Я тебя упустила. Катюшу я не отдам. Катюшу я. Держи шапку. Спасибо. Ты что-то про отца рассказывала? Да, про отца я вообще ничего не знаю. Мапка достала со своей заботы, маму так, не рыбни мясо. А у меня мама умерла три года назад. Отца жалко одного оставлять. У тебя поэтому голова бритая? Боишься? конечно боюсь, я же не псих. Мама, мне пора, а то влетит. Я тебе позвоню. Когда мой придешь, из окна выгони, чтобы я знал, что все хорошо. нас на курсах задержали. я хотела позвонить на мобильник. Что еще собрешь? Ты не была на этих курсах ни разу. Где ты шляешься вечера? Не твое дело. Ты лучше скажи, где ты ходишь. Ты как и с матерью разговариваешь? Господи, на кого ты похожа? На себя. Значит так, с сегодняшнего дня ты никуда из дома не выходишь. И вот по этому телефону ты звонить больше не будешь. И сними, пожалуйста, эту шапку. не сниму. Ты думаешь, бабушка всегда будет добрая? А знаешь, что я сейчас могу сделать? Я сейчас пойду, вот этого вот мальчика, с которым ты целовалась там в машине, я его сейчас засажу за растление малолетних. Растление малолетних? Да, я такая. А еще я пью и курю. Да, и в институт я поступать не собиралась. Кать, доченька, ну зачем ты на себя наговариваешь? А ты? Ты думаешь, что лучше меня? Жмешься по углам женатым мужиком? Где мой отец? Да ты совсем изобралась. Я здесь не останусь. Пойди, догони. Господи, ну неужели ты не понимаешь, что это ты виновата на все? Если бы ты занималась мной в свое время, я бы замуж вышла, у меня бы семья нормальная была. она бы не убежала сейчас, понимаешь? Поехали отсюда. это мы с родителями на Селигере. Через год мама умерла. А когда ты узнал, что болен? Два года назад, когда поступал в литературный, прошел конкурс, сдал первый экзамен, пришел домой, поднялась температура. Но я подумал, перенервничал, а через два дня слег. так и не успел поступить. Ты обязательно поступишь. Ты очень талантливый и сильный. знаешь, в какой-то момент я совсем потерял надежду. Анализы не улучшались, врачи отводили глаза. Меня одна девочка вытащила. Девочка? Одиннадцатилетняя. Она лежала в соседнем боксе и все отделение знало, что она скоро умрет. Папа привез мне ноутбук, и я решил отдать его ей. Зашел к ней в палату, а она лежит. Кожа просвечивается, а она улыбается и говорит, когда я вырасту, я тебе тоже компьютер подарю. И знаешь, я понял, раз она так верит в жизнь, то почему я распустился? Ну, я взял себя в руки, прошел курс химии и что-то начало меняться. А та девочка выжила? Только не вздумай меня жалеть, пожалуйста. Никогда не была в Одессе. Ты говори, а там красиво. Хотя, знаешь, ни один город не заменит мне Москву. А за что вы ее так любите? Здесь прошла моя молодость. Это ничем не заменить. Извините. Да, я слушаю. Вера, это Нина, мама Кати. Вы извините, что так поздно. Просто у нас Катя сбежала. Я подумала, может быть, она вам звонила? Нет. А что случилось? Давно она ушла? Час назад. Я не знаю, что делать. Может быть, надо в полицию идти или еще подождать. Маме плохо стало. Скорую вызвали? Ну, отказываться категорически. Боится, что в больницу ее опять заберут. Да, хорошо. Хорошо, я еду. Такси возьму. Мне ехать надо. Здрасте. 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 Марина Ивановна. Вера. Как вы? Вера, ее нужно найти. Она сказала ужасные вещи. Вы не волнуйтесь. Вам нельзя волноваться. Я постараюсь ее найти. Куда она могла? Господи, только бы с ней ничего не случилось. Только бы с ней ничего не случилось. Вам надо поспать. Катя умная девочка. Она обязательно найдется. Вера. Раз. Два. Вера. Я скоро. Вера. Вера. Мы узнали, что Катя, оказывается, ни на какие курсы не ходила. Ни разу. И еще она влюбилась в кого-то, в какого-то мальчика. И встречается с ним. У вас есть телефон этого мальчика? Как его зовут? Ну, она оставила свой телефон, когда убежала. Но его, кажется, Саша зовут. Мы звоним, а он трубку не берет. Давайте телефон этого Саши. Я напишу ему сообщение. Надеюсь, он мне призвонит. Саша, ты чего, меня стесняешься? Да. А я... Да не надо, не будем об этом. Нет, все равно, что у тебя было до меня. кто у тебя был. Главное, что ты сейчас со мной. Такого не было. И вообще... Все, что было до этого, была пошлость и глупость. Давай я в магазин съезжу за продуктами на ужин. А давай я с тобой. Отдыхай. Я один съезжу. Алло, Вера, это Саша. Вы мне написали. А как вы здесь оказались? Саша, это ты ее привез? Катя, Вера хочет поговорить с тобой. Она хочет тебе помочь. Мне помощь не нужна. Я взрослый человек, сама разберусь. Катя. Кать. Моя сестра говорила точно так же. И что, при чем тут ваша сестра? Я ее искала в ночном клубе, когда мы встретились. Она любила там отдыхать. И что с ней теперь? Я не знаю, она пропала. Как пропала? Вот так? Я не знаю, что случилось, но понимаю, что она попала в беду. Кать. Вернись, пожалуйста, домой. Мама с бабушкой очень волнуются. Я туда не вернусь. Они запретили мне с Сашей общаться. Мы так ничего, просто поцеловались, а бабушка его хотела в растление обвинить. Вот какого они обо мне мнения. Мне такие родственники не нужны. Я согласна, они не правы. и обещаю с ними поговорить. Кать, придет время, и ты поймешь, что жить без родных очень трудно. Я нашла ее. Слава Богу. как Марина Ивановна. Я хочу с ней поговорить. Она не спит, ждет. Катя. Марина Ивановна, это я. Верочка. Она нашлась. я так испугалась. Катя очень хорошая девочка. Вы будете ей гордиться. Просто нужно немножко подождать. А где она? А где она? Она здесь. Она в машине. У Саши. А что они там делают? Он очень хороший мальчик. И он ей нравится. И он сильно болен. А Катя хочет за ним ухаживать. Вы же хотели, чтобы она стала врачом? Да. Ну, это лучший стимул, чтобы учиться. А что-то мне не верится. Вам придется поверить, если вы не хотите ее потерять. Ну, пусть дружит. Катя обещала ходить на курсы. Сейчас она действительно хочет стать настоящим врачом. Ну, пусть дружит. Верочка, а ты меня не обманываешь? Да я вас не обманываю. Спасибо тебе, Верочка. Спасибо. Работает в агентстве по уходам. Живет на съемной квартире. Близких отношений ни с кем не имеет. Ведет скромный образ жизни. Общается с неким Кириллом Сатыгином. Он помогает ей с поиском пропавшей сестры-близнеца Елены. Сестры-близнеца? Вы уверены? Кстати, Вера часто выдает себя за сестру. Еще она недавно потеряла ребенка. Она была беременна. Беременна? Ну, кто отец, неизвестно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Извините, вы не подскажете, где улица Правда 4, строение 45?» А, вот же она. Спасибо. «Извините, вы позвонили Кириллу Сатыгином. Если я не взял трубку...» «Извините, вы позвонили Кириллу Сатыгином. Кирилл Сатыгин...» «Не знаю такого». «Извините, вы у этой девушки спросите, она должна знать всех». Сейчас, секунду. Здравствуйте. Чего могу помочь? Мне нужен Кирилл Сатыгин. Он работает у вас. Сатыгина? Такого у нас нет. Вы ошиблись. Вот. Секундочку. Вообще-то наши визитки выглядят вот так. Вот. Вы где с ним познакомились? Я журналист газета «Закон и порядок». Что-нибудь вам говорит? Почему решили, что он наш корреспондент? Что? Давайте так. Вы оставьте ваш телефон. Мы проведем проверку, потому что это возмутительно, что кто-то пользуется именем нашей редакции. Шабадаш. Алексей. Привет. Доброе утро. Галкина. Шабадаш. Пет. А, все. Привет. У тебя заявок нету. Я ж тебе говорила, ты позвони заранее, чтобы просто так не ходить. Да я мимо проходила, решила зайти. Да, а ты лучше бы зашла в кино или театр развеется. Зарплата все равно капает. Да у меня здесь как-то спокойнее. А что ты здесь старушку не дашь? А потому что Василий же сказал старушку, тебе легалки. А что за старушка? Да так, бабушка. Упала, ногу сломала, одна с внучкой. Родители куда-то уехали. А она не может полный пакет заказать, мне денег не хватает. Так, какие-то процедуры. Я ее возьму. Не, ну Василий же сказал жену. Да он согласится. Я в любом случае ее возьму. За деньги или бесплатно. Ну дай заявку, пожалуйста. Возьми на столе. Верочка, ну больно же. Потерпите, Анна Васильевна, почти все. Господи, да что же это за напасть-то такая. Может укол какой-нибудь сделаете, а? Вам в больницу надо на обследование. Выяснить, откуда такие боли. Я слышать не хочу про больницу. Внучка, вот моя боль. С кем я Женечку оставлю? Я знаю, кто из 105-й квартиры. А ты 107-й. Мы соседи. Я к бабушке недавно сюда переехала. А у тебя дети, друзья? Нет. Я все время дома. Лапот много. Мы многодетная семья. Хочешь быть моим другом? Хочу. А где твои родители? В Африке. Они там сидят, живут и работают. Представляешь? Ух, там огромные крокодилы водятся. Могут ночью подкрасться и ногу откусить. Ничего себе. Моя доченька. Красавица, да? Да. Женечка. Женечка. Это друзья наши. А вот маленькая, здесь три годика. А папа Женя где? Извините. Его нет и не будет здесь никогда. Он мою доченьку. Мою девочку отнял у меня. Теперь вот я одна осталась с ребенком. Анна Васильевна, не расстраивайтесь вот так. Ну, Анна Васильевна, они же не совсем уехали. Ой, красавица моя вернулась, а я уж волноваться начала. Здравствуйте, Женя, я Вера. Здравствуйте. Ну-ка, это что у меня? Африк. Рыжик ты мой, Рыжик. Пап, можно Гоша? Мы тебе друзья. Нет-нет, иди на кухню, поешь сначала. Я тебе приготовила. Татон. Недолго только. Плавница. Да, слушаю. Ошиблись номером. Ну что, переходим к гимнастике? Ой, нет-нет-нет, Верочка, ну какая гимнастика? Какая, какая? Лечебная. Чтобы не было атрофии мышц в вашем возрасте, это особенно важно. Ой, боже. Следите за мной. Активные движения пальцем и стопы. Вниз, сверху, вниз, сверху. Ой, что же ты, дура старая, натворила, а? Вверх. Теперь, чтобы вот выздороветь, сколько приходится всего терпеть? Движение стопой по часовой стрелке. Давайте, давайте. А теперь вот еще ребенок один из школы возвращается. А по улицам столько ведь ненормальных всяких бродит. Против часовой стрелки теперь поехали. А во сколько у Жени уроки в школе заканчиваются? Я могла бы ее завтра забрать, ему вместе пришли. Верочка, милая, спасибо. Да не за что, не тунеядничайте. Давайте еще раз. По часовой стрелке. Ой. На ветку сюда попугай. У них разноцветные перышки. Нарядные, как руки. Бегут большие бакемоты и носороги. Ух ты, вот бы посмотреть. Мы очень скучаем по тебе, дочек. Целую твоя мама. Да, в Африке круто. Я бы туда поехала. Но почему эта Африка так далеко отсюда? И поговорить с мамой никак не получается. Она почему-то все время звонит, когда я в школе. Понимаешь, просто в Африке время идет по-другому. Когда у них вечер, у нас утро. Когда у нас день, у них ночь. Вот мама на тебя и не попадает. Мобильный нужен, чтобы мама тебе в школу звонила, когда у них вечер. Если бы он у меня был, я бы тебе его отдал. Ой, мы Дашу разбудили. Ты очень хорошо выглядишь. Молодец. Не то, что месяц назад. Честно говоря, о своем внешнем виде я сейчас думала с последней очереди. От Лены есть какие-нибудь новости? Именно об этом я и хотела с тобой поговорить. Скажи. А что сейчас происходит в банке? Да ничего не происходит. Обычная работа. Показатель сейчас не очень. Игорь ходит мрачнее тучи. В общем, оперативное управление сейчас взял на себя Уткин. Уткин? Представляешь? Игорь вообще почти не появляется на правлениях. И Уткин взял банк в свои руки. А шеф ходит, ну, сам не свой. Не знаю, может, у него период какой-то в жизни, беспокоит его что-то. Ты с ним видишься? Нет. Скажи, а может быть, ты что-нибудь заметила? Может быть, кто-нибудь из руководства уезжал надолго в последнее время? Да вроде нет. Работы много и никто, никто не расслабляется. А что? Я недавно узнала, что Лена незадолго до своего исчезновения познакомилась в клубе с кем-то из нашего банка. Ты думаешь, что это кто-то причастник ее к пропаже? Я не знаю. Не уверена в своих подозрениях. Не могу понять, кому могла понадобиться Лена. Может, это просто какое-то дикое совпадение. Известно только, что это мужчина. 40-45 лет. Под эти параметры кто угодно может подойти. И тот же Игорь, да и Уткин, и Васильев из ценных бумаг. Ты просто непонятно, зачем им это надо. Ну, поэтому я тебя и спрашиваю, может быть, ты видела что-нибудь или кто-нибудь упоминал меня? Нет, ты знаешь, тебя никто не упоминал, ты сама понимаешь, и Игорь, и Ольга, они же в банке. Понятно. А в полицию ты не думала сообщить? А что я им скажу? У меня одни подозрения, не основанные ни на чем. Да и потом, после моего побега из психушки, мне лучше не попадаться им на глаза. Да, Евелина. Ольга Валентиновна, к вам Даша. Пусть войдет. Привет. Здравствуйте. Присаживайся. Спасибо. Я знаю, что вы встречались, поэтому ждала, что ты придешь сама. Нас кто-то видел? Ну, знаешь, глаза везде есть. Ольга Валентиновна, вы знаете, мне кажется, что она еще не совсем отошла от своего лечения. Почему ты так думаешь? Ну, мы говорили о ее сестре, она так до сих пор и не появилась, но теперь ей кажется, что Лену выкрал кто-то из наших сотрудников. Ну, что, совсем? Вот я вам об этом и говорю. Якобы этот кто-то познакомился с Леной в клубе, мужчина лет 40-45, ну, кто-то из наших. Ну, а конкретнее она подозревает кого-то. Так-то нет, многие же подходят под это описание. Просто она спрашивала, не случалось ли что-нибудь странного за последнее время, и все. Угу. Слушай, а про беременность она что-нибудь говорила? Нет. Я в первый раз слышу. Хороши, подруги. Ничего друг про друга не знаете. Ладно, ты свободна. Если что-то понадобится, я тебя вызову. Иди. Хорошо. Добрый день. Нам нужно встретиться, кое-что обсудить. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что либо обыскиваем всю школу, либо никого. А вы кто такая? Я друг Жени. Я заявлю на вас в полицию. И если это она, то вы ответите. А если это не она, вам придется извиниться. Вы ведь не поверили Кристине, правда? Пока нет. Ведь я и не знаю. Не верьте. Богатые люди плохие. И она плохая. Ну, а если бы ты была богатая, ты была бы плохая? Я бы не была бы богатой. Я была бы бедной. Потому что бедной нужнее. То есть ты считаешь, Кристине мобильной не нужен? Не нужен. Но у нее мама все время дома. Зачем ей звонить? Ты скучаешь по маме? Скучаю. Она все время звонит мне, когда я в школе. Был бы у меня мобильный, мама позволила бы мне на перемене. И прямо сейчас. Твоя мама обязательно приедет. Она поработает и приедет. Я хочу, чтобы она вернулась прямо сейчас. Чтобы мы были втроем, как раньше. А папа будет закрутить меня, как самолетик. Слышишь, мне кажется, тебя зовет гигантский стаканчик шоколадного мороженого. Побежали. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас убежит стаканчик. Бабушка, бабушка, а писать нам и нет? Это как же тебе не стыдно, а? Мне же учительница сегодня звонила. Она же, оказывается, уже по всем предметам отстает. А на русском вообще вместо упражнения крокодила рисовала. Анна Васильевна, у Жени сегодня был очень тяжелый день. Не ругайте ее, пожалуйста. Не ругайте. Учительница звонила. Позор-то какой. Вот я все матери отпишу про все твои выкрутасы. Не надо. Не надо. Анна Васильевна, давайте отпустим Женю и поговорим спокойно. Иди на кухню. Поешь, я там приготовила тебе уже. Анна Васильевна, поймите, Жене сейчас очень сложно. Ремня ей надо дать хорошего. Анна Васильевна, вы знаете, что у нее нет друзей? Что в школе над ней издеваются, дразнят. А Женя пытается защищаться, одна против всех. Родителей нет, вы ей ремнем грозитесь. Господи, бедная девочка. А что я могу, Верочка? Ну, ну что я могу-то? Надо ее как-нибудь поддержать. Не знаю, может, после гимнастики я пойду с ней погуляю. Ей нужно развеяться, получить хорошие эмоции. Да, слушаю. Нет, ты не приедешь сюда! Прости, прости, Верочка. Интернет просто замучил, ну замучили. Говорит, давайте приедем и установим вам. А на кой он мне? Анна Васильевна, вам тоже нужно развеяться. Нельзя же так нервничать из-за пустяков. Вот только твоя гимнастика мне и помогает. Успокоится. Знаешь, так пошевелю, пошевелю немножко пальчиками. И, глядишь, верю, что скоро на ноги встану. Гоша! Гоша спит. Гоша, а ты у меня настоящий друг? Настоящий. А если твой друг поступил плохо, ты предоставишь с ним дружить? Ну, я сам много раз поступил плохо. Разлил чашку из сервиза, терял мамин кошелек. Я боялась, что она меня разлюла. А она не разлюбила, она же не ругала. Значит, ты все равно будешь моим другом? Тогда смотри. А теперь сильно выдыхайте. Ой! На сегодня все, хорошо позанимались. Спасибо, Верочка, спасибо. Здравствуйте. Анна Васильевна дома? Да, проходите. Анна Васильевна, к вам пришли. Добрый день, Анна Васильевна, я к вам. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Проходите. Проходите, Сергей Васильевич, садитесь. Садитесь. Ах, Сергей Васильевич, Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, вы же обещали, что вы сделаете все возможное. Я сделал Анну Васильевну. А почему он до сих пор на свободе? В ходе расследования были выявлены факты, свидетельствующие о том, что Александр Терехов не причастен. Он убийца, он убийца, и вы это сами знаете. Я вам сочувствую, Анна Васильевна. Но в ходе расследования было однозначно установлено, что он невиновен. Вот постановление о прекращении дела. Вы поймите, нам прокуратура в спину дышит. Мы не можем нарушать закон. Распишите, что ознакомились. Здесь поддаётся билет на самолёт? Да. И в Африку тоже? В любой конец света. Так-так, с чего начнём? Побежали! Быстры! КОНЕЦ 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 Это что это у тебя такое? Телефон. Чей? Неважно. Нашел. Потерял кто-то. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Какой ты молодец, сынок, что ты домой-то его принес. Мы же теперь сможем его вернуть хозяину, да? Умница моя. Ну-ка, покажи, на какие ты кнопочки тут нажимаешь. Мне очень понравилась работа. Как жадно, что мама и папа далеко. Могли бы гулять вместе. А теперь ты можешь ей звонить все время. Смотри, что у меня есть. Не, не надо. Я не могу взять. Как это? Почему? Почему? Здрасте. Здрасте. Привет. Жень, а мы как раз с тобой хотели поговорить. Как так неловко получилось. Извините нас. Женя, ты ничего не брала. Кристина потеряла телефон. Кристина, так кажется, что ты хотела сказать, Женя. Угу. Женя, извини меня за то, что я на тобой смеялась. Я больше не буду. Это я взяла твой телефон. Как это? Это я взяла. Мне не нравится, что Кристина вредничает. Я украла телефон и отдала Гошу, чтобы у меня не нашел. Я больше так не буду. Честно, честно. Я буду с тобой дружить. Хочешь? Странно получилось. Пойдем, Кристина? Пошли. Я плохая, да? Ты герой. Ты не побоялась во всем признаться. Ты самый храбрый и честный человек на свете. Поняла? От себя. Сослуженно. Пошли. Так вот, он мне звонил три дня. Я, скрипя сердцем, не отвечал. Ну, что ты думаешь? Помогло. Как шелковый. Цветы, подарки, комплименты. Замашки свои хозяйские убрал. В общем, поддается дрессировке. Вера, ты меня слушаешь? Да. Извини, продолжай. Альбин, слушай, мне нужна твоя помощь. Ну, давай, помогу. Видишь того мужчину? Угу. Он уже несколько дней за мной следит. Мне нужно его как-то... не обезвредить, а допросить. Слушай, а может, это твой поклонник? Ну, ты поклонник, обожай интриги. Альбин, мне сейчас не до шуток. Этот тип меня пугает. Он у меня уже нервы сдает. Слушай, ну позвони в полицию. В полицию он ничего не скажет. А мне нужна информация. Электрошокер? Вера, да ты боевик. Надо же как-то защищаться. Ты готова действовать жестко. Да? Что ты придумала? Продолжение следует... Ай, ай, чёрт! Прибольно, что вы! Кто вас занял, отвечайте! Быстро! Или получите удар током! Я вас запугал! Извините, я не хотел! Что вам от нас надо, а? Отвечай, или я за себя не отвечаю! Да! Простите, вы меня, вероятно, приняли за кого-то другого. Я... Я Александр, отец Жени. Какого Жени? Да никакого, а какой девочке Жени, с которой вы гуляли? Внучки Анны Васильевны. Как отец? Вы же в Африке. Да какая Африка? Ой! Нормально? Ну так, более-менее. Вы даёте. Здравствуй, дорогая моя доченька. Доченька, позвонить, позвонить пока не могу. Возьмите. Возьмите. Спасибо. А где Женькина мама? Женьна мама умерла, разбилась на машине. Женька тогда была в лагере на море. Мы возвращались из гостей, всю дорогу ссорились. Из-за Анны Васильевны потом все случилось очень быстро. Удар, темнота. Бедная Женя. Она до сих пор думает, что вы в Африке. Ждёт, надеется. Меня обвинили в гибели Любы. Тёща собирала доказательства. Но меня признали невиновным. Вот только месяц назад выпустили. Целый месяц? И вы до сих пор не пришли к Женьке? Как только вышел из изолятора, сразу позвонил тёще. Как вы думаете, что она мне сказала? Думаю, ничего хорошего. Для неё вы убийца дочери. Она запретила мне приближаться к Женьке. Грозилось рассказать, что это я убил её мать. Мне очень жаль Анну Васильевну. Она же не имеет права. Но воевать я с ней не намерен. Я не хочу, чтобы Женька страдала. Выбирала между мной и бабушкой, как когда-то Люба. Да, вы правы. Вам надо пойти на перемирие. Именно поэтому я пришёл к вам, Вера. Воровка! Давай, Воровка! Ну что, попалась? Ты ответишь за своё преступление. Воровка! Стойка, тихо всем. Что здесь происходит? Быстро всем на уроке. Ты чего? Он не уролог, поговори. Анна Васильевна, это я. А, здравствуй. Здравствуй, Верочка. А где Женя? А, у неё ещё занятия. Я пораньше решила зайти, мне поговорить с вами надо. Ой, ну Вера, ну опять об этой гимнастике. Ну я её делаю, делаю. Ну честно, пионерское делаю. Анна Васильевна, Анна Васильевна, я хотела спросить, вы, вы извините меня, пожалуйста. Вы скучаете по дочери? Я понимаю, вам сейчас очень больно, но поверьте, эта боль обязательно пройдёт. Конечно, пройдёт. Я же тебе говорю, неделя, другая, и я встану на ноги. Вам надо больницу. Я тебе сказала, Вера, никаких больниц. За ребёнком нужен глаз да глаз. У Жени есть отец. Молодой, здоровый, он её любит. Что? Да, я сегодня с ним разговаривала, он мне всё рассказал. Ты заговорила с ним за моей спиной. Анна Васильевна, миленькая, вашу дочь не вернуть. Ну подумайте о Жене. Уйди, уйди прочь от меня. Анна Васильевна, у Жени есть отец, он ни в чём не виноват, вы об этом знаете. Женя должна быть со мной. Женя когда-нибудь узнает правду, её мать умерла. Мама умерла? Это неправда, неправда. Женя! Это неправда! Женечка, доченька моя! Женечка, не слушай её! Женечка, не слушай её! Алло, Анна Васильевна, алло, вы меня слышите? Анна Васильевна, я не хочу ругаться. Анна Васильевна, нам же нужно поговорить. Вера... Что, Женечка? Уснула. Я сделала ее успокоительный укол. Господи, бедная девочка моя. Что ж теперь с ней будет-то? Вера, а давай вот завтра она проснется, а мы ей скажем, что она просто сегодня так поняла, что мама жива. Анна Васильевна, она все равно узнает. Дайте ей пережить шок. Господи. Господи, за что? Анна Васильевна, у Жени есть папа. Он ей сейчас очень нужен. Замолчи! Замолчи, Вера. Замолчи, я не хочу тебя слушать. Говорим завтра. Вы сегодня очень устали. До свидания. Женя, ты чего в другую сторону идешь? Женя, ты чего, больше не пойдешь в школу? Женя! Анна Васильевна. Анна Васильевна. Вера, Верушка, что? Что, милая? Что-то случилось? Что? А Жени нет дома. Как это нет дома? Она, может быть, в школу пошла уже? Вера! Ребята, кто-нибудь видел Женю Терехову из второго Г-класса? Вы? Вы ищите Женю? Да. А ты знаешь, где она? Вообще-то она говорила никому не говорить. Тебя как зовут? Гоша. Вера, очень приятно. Ты, наверное, Женин друг? Так вот, я тоже ее друг. Ей сейчас очень тяжело. А друзья в эти моменты должны быть рядом. Правильно? Так вот, если ты что-нибудь знаешь, скажи мне, пожалуйста, я хочу ей помочь. Ну, наверное, уже можно, но по-любому уже далеко. Что значит далеко? Где она? Она улетела к маме в Африку навсегда. Юля! Господи, Анна Васильевна! Помоги! Что случилось? У вас же перелом. Юля, Женя убежала из дому! Ну, если с ней что-то случится, я же тебя никогда этого не прощу! Хорошо, встаем. Встаем сейчас и идем домой. Анна Васильевна. Здрасте, Филипп, и сот. От себя. Здравствуйте, а можно мне телефонок менять на билет до Африки? Нет, девочка, мы билеты на телефоны не меняем. И потом, до какой Африки? Ну, до Африки, там, где попугаи и носороги живут. Африка большая, а ты еще маленькая, иди домой. Тетенька, пожалуйста, мне очень нужно. Если очень нужно, пускай родители придут и купят билеты. И за деньги, а не за телефон. Где твои родители? Здравствуйте, купите, пожалуйста, телефон. Мне не надо. Здравствуйте, купите, пожалуйста, телефон. Спасибо, дядонька, у меня есть. Здравствуй, девочка. Здравствуйте. А что ты здесь делаешь? Я в Африку летаю, только на билет чуть-чуть не хватает. Купите, пожалуйста, телефон. А где твои родители? В Африке. Ну-ка, дай телефон посмотреть. Куда вы, а где? А ну, стой! Подождите. Эй, что вы делаете? Вольно. Чтобы я тебя здесь не видела, понял? Да. Эх ты, я так за тебя испугалась. Дум-дум, чего хохочешь? Юля. Да-да. Возьми трубку, а? Ага. Если услышишь мужской голос, сразу клади. Хорошо. Алло. Да-да, здравствуйте. Что? Хорошо. Хорошо. Хорошо, спасибо вам большое. Анна Васильевна, нашлась Женя. Нашлась. Нашлась, все хорошо моя. Все, 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 все. Чуть-чуть-чуть. Теперь все точно будет хорошо. Все. Все, моя хорошая. Слава тебе, Господи. Все, все, все. Все. А не нашлась бы, вот что я ему сказала бы? Кому? Да, Саш, я отцу ее, будь он не ладим. Где моя мама? На небе? Да. Она теперь живет высоко-высоко. Большой, прекрасной стране. А она видит меня? Конечно. Она всегда с тобой. Радуется, когда тебе весело, и грустит, когда тебе грустно. А папа, он тоже умный? Почему он не приходит ко мне? Женя! Женька! Папа! Папа, где ты был? Почему ты так долго не приходил ко мне? Ну, прости меня, Жень. У меня было очень много дел. Но я все время о тебе помню. И вернулся, как только смог. Пап, а ты знаешь, наша мама больше не вернется. Ну, ты не плачь, папа. Ей там хорошо. Она смотрит на нас, что мы опять вместе. Как же она похожа на Любочку. Такое же солнышко. Сердце до сих пор кровью обливается. Анна Васильевна? Люба с вами? Вы знаете, она всегда будет с вами. Как же хорошо-то, что вы ему позвонили. Это тебе спасибо. Спасибо. Это ты уговорила. Сама бы я не решилась. Бог даст. Время пройдет. Простите его. Куда я денусь? О Женечке надо думать. А не о себе. Лишь бы ей было хорошо. Спасибо. 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 Все, я пошел. Слушаю. Михаил. А от Сергея? Что он сказал? Он сказал, Спартак чемпион. Добрый вечер. Вы в первый раз? Да, мой друг. Ну, пойдемте. Я вас провожу. Пойдемте. Михаил. Михаил. Да. Тут человек сказал к вам. Совсем забыл. Я, я же пригласил. Надо было предупредить. Свой человек любит играть. Я скажу, когда Арам Ашотович захочет поговорить. Жду. Изгибайся. Откуда ты здесь взялась? Это ты мне ответил. Михаил. Улыбайся. Ты куда я сейчас исходил? И почему в твоей газете никто не слышал о таком журналисте, как Кирилл Сатыгин? Ты кто вообще такой? Вера, потерпи. Я тебе все объясню. Просто сейчас не тот момент. Улыбайся. Что значит не тот момент? Вам самое время объясниться. Кирилл, Михаил, Василий и Петр. От тебя телефон. Помоги мне. Сейчас придет человек. Я пойду навстречу. Ты подожди немного. А потом зайди в туалет и набери последний номер. Скажешь. Ничего не говорит. Просто набери и дождись ответа. Опять дуришь, да? Слушай, ты мне все карты спутал. А теперь давай помогай. Мне сейчас не до шуток. Что вообще за место? Казино, что ли? Вроде того. Михаил, пойдемте. Да. А Машотович ждет. Хорошо. Возьми, выпить что-нибудь. Здесь отличный выбор. Можно? Дайте просто водички. Спасибо. Алло. Здравствуйте. Меня попросили позвонить. Кирилл. Михаил, я в баре, на улице. Звоню из туалета. Звоню из туалета. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Штурм! Вера, ты здесь? Выходи. Дима, снова завтра! Пошли, надо выходить за сюда. Вера, я тебя отвезу. Да, я должен был извиниться. Там в клубе я встретил людей. Случайно, тех, которых сегодня взял ОМОН. Они организуют подпольное кизыное. Я вёл их три месяца. Я должен был с ними уйти. Вера, я журналист, я специализируюсь на таких делах. Стрингер, слыхал о таких? В газете меня знают только главные редакторы. Для других я существую под псевдонимом. Что ты несёшь? Какие стрингеры? Стрингеры? Прекрати! Стрингер? Стрингер ищет рискованный материал. И он должен его знать из первых рук. И если я пишу про владельца подпольного казино, я должен его знать лично. Поэтому я зависал среди этих людей. И попросился стать управляющим их новой точки. Сегодня было собеседование с главным, и его сейчас взяли. Материал стоит дорого. Поэтому я рискую. И если честно, мне приятно ловить врачи. Ой, у меня сейчас мозг взорвётся. Ну, ты понимаешь, что я могла напридумывать за это время? Сначала я прихожу в газету, где о тебе никто и не слышал. Теперь это подпольное казино. Миша, человек в костюме. Спартак, чемпион. Телефон, который ты мне дал. Что ты смеёшься? Я испугал из-за тебя. Извини, я не знал, что закончится. Извини. Что, трудно было позвонить, сказать привет, Вера? Это Кирилл, я пропаду на несколько дней? Пришлось осторожничать. Слишком много труда было вложено, понимаешь? Эти дни, когда я не могла до тебя дозвониться, мне всё казалось, что я осталась совсем одна, и что никто никуда... Я домой пошла. Я с тобой. Тогда в клубе Сева сказал, что незадолго до исчезновения Лена познакомилась с каким-то мужчиной. И кто это мог быть? Как это могло быть связано с Леной? Думаю об этом постоянно. Перебрала в голове все варианты, ничего не могу понять. Ну что ж, завтра позвоню. Можно не сомневаться? Можно не сомневаться. ЗВОНОК В ДВЕРЬ А-ля. Ну что там, все собрали? Основную кассу взяли, сейчас по мелочи добираем. Сколько там? По моим прикидкам, должно быть не менее трех миллионов рублей. У них ставки начинались от тысяч. Слушай, ну на глаз не скажу. Считать надо. Главное, что Арам готов договориться. Откажется от своей кассы, отпустим. Конечно откажется. Куда он денется? Зачем ему три года терять? А три ремонта он всегда найдет. Сад подъеду, подведем расчеты. Ладно, давай. Давай. До свидания. До свидания. Всего доброго. С вами приятно работать. Внимание, коллектив. Сегодня вечером мы все идем на концерт нашей новой клиентки. Нелли? Мы идем на Нелли? У меня такой голос. Да, голос у нее прекрасный, но вот со здоровьем проблемы. Я так понимаю, ей Вера будет заниматься. Да, ты правильно понимаешь. Вера, зайдешь ко мне, заберешь анкету. Ну, я не могу сегодня вечером на концерт, у меня встречи. Придется отменить, ты же понимаешь? Серьезно, Вер, это же звезда. В какой-то веке музыку хорошую можно послушать. Значит так, Вер, либо мы идем все вместе, либо не идет никто. Ну давайте, перенесу встречу. А ты все в воду с лимончиком. Спокойно. Разделила речка то, что раньше было, и обратно не вернулся, и рукой не дать у отца. Хоть что будет, время нас потом рассудит. Любуешься? А? Говорю, любуешься? Я пытаюсь представить, сколько на нее народу придет в Питере. Доча, прекрасно выглядишь. Спасибо, папа. Раненая птица летит, небеса всего дороже. Раненая птица, прости, даже те, кого не можешь. Раненая птица, люби. Нам любовь не зря дается. Раненая птица, пойми, выше только солнце. Друзья, наша очаровательная нелия! Браво! Браво! Как тебя она? Борис Сергеевич Угушев! Видноватый. Такой голос еще поискать надо. Да я не обу вас. Она правда вредная. ...вниманная заслуга руководителя коллектива, моего зятя, Глеба Воротникова! Браво! Браво! Я загляну в твои глаза, Я улетаю в небеса. Ты открываешь для меня двери от рая. Кто ты, нечаянный каприз или любовь и новая жизнь? Я как свеча в твоем... Точно, Вера. Боже мой, как интересен мир. Вот уж кого он ну никак не ожидал увидеть здесь. Здравствуй, Уткин. Уткин? У меня вообще-то имя есть. Извини, Антон. Сергей Юрьевич. А в банке-то тебя просто называли Уткин. Уткин. Поверь мне, сейчас уже никто так не называет. Боятся. Не надо. Мы так отчаянно близки. А ты нисколько не изменилась. Ну расскажи, как ты вообще здесь оказалась? Вообще где ты, что ты? О тебе ходило столько слов. Со мной все прекрасно. Можешь так и передать. Вера. Здрасте. Добрый день. Пойдешь фотографироваться? Альбина. Антон. Сергеевич. Мы с Верой работали вместе. Здорово. А мы сейчас работаем. С удовольствием бы к вам присоединился. Не волнуясь, не любя. А че? Тихо-тихо, взойдите. Турк в сторону. Воды принесите. Переоткройте. Что с ней? Все хорошо. Все в порядке. Вы переутомились. Сейчас домой поедете. Вот. Спасибо. Спасибо. Ой, как аппетитно выглядит. Ну, я не очень хочу. Ну, надо чуть-чуть. Да? Угу. Ну, ладно, я попробую. Спасибо. Как вкусно. Здорово. Где вы научились так готовить? У мамы. Угу. А я так и не научилась. Вы знаете. Жуткий график. Поездки, гастроли. А рядом с вами на фотографии кто? Вон, вчера был на вечере. Это Глеб. Мы раньше пели дуэтом. А сейчас он мой художественный руководитель. Кира. Кира, ты бы помогла? Я ненавижу этот чемодан. Кира, у нас гастроли на носу. Контракты не готовы? Еще Нелли как-то на зло заболела. О! Еще одна фанатка своего дела. Да ей даже мужика завести некогда. Вот она и болеет все время. Хотя у меня, считай, тоже мужика нет. Кира! Поцелуй меня. Две таблетки после еды. Ух ты. Купили? Надо же. Они у меня только что кончились. Вы давно принимаете такие таблетки? Где-то с полгода. Нелли, вы слишком молоды, чтобы сидеть на таблетках. Предлагаю. Уменьшить соль. Снизить нагрузки. Особенно психологические. Заняться ходьбой. Можем начать прямо сейчас. Пойдемте в парк погуляем. Нет. Ну, пожалуйста, нет. Давайте дома останемся, прошу. Прогулки на свежем воздухе – ваше первое лекарство. Извините. Алло, Вера? Алло. Вера, это Глеб Валентинович, руководитель. Да, доброе утро. Я должен сегодня уехать буквально на один день. Скажи, у вас там… у вас там все есть? Лекарства, прочее? Да, все купила. Лекарств достаточно. Ага. Вы не волнуйтесь. Глеб! Что? Что? Поцелуй меня. Я сейчас точно опоздаю. Глеб Валентинович очень беспокоится о вас. Заберу. Хорошо. Тысяча лет так нагуляла, чтоб спокойно были всякие гастроли, поездок и птицы. Ай, хорошо. Теперь вам придется серьезно поменять образ жизни. Почему? Я случайно нашла упаковку витаминов для беременных. Только не говорите, пожалуйста, об этом Глебу Валентиновичу. Нелли, у вас поэтому нет аппетита. Судя по всему, помимо гипертонии на фоне беременности, у вас интоксикация. Вам надо к врачу на обследование поставить всех в известность. Это исключено. Почему? У меня в договоре есть пункт относительно моей беременности. Я не имею права рожать, а если забеременею, я должна буду выплатить огромную неустойку. Дело в том, что в моем договоре с Глебом Валентиновичем тоже есть пункт, я обязана рассказать, иначе там огромный штамп. Вы не понимаете, что начнется, если они узнают об этом. Они станут давить на меня и не заставят меня сделать аборт. А мне почти уже сорок лет. Может, тут уже последний шанс родить ребенка? Да. Обратитесь за помощью к отцу ребенка. А он и внес этот пункт в договор. Глеб – отец ребенка. Кира, доченька моя, здравствуй. А что такое? Почему мы плачем? Почему глаза на мокром месте? Доченька. Что-что? Да все как обычно. У всех дела, работа, встречи, самолет. А я тут одна. В какой-то пустоте. Кира, доченька моя, хочешь я тебя устрою кем угодно, хочешь стилистом, хочешь костюмером. Ну, ты же знаешь, все, что я делаю – это для тебя, чтобы тебе было хорошо. Пап, да я хочу, чтобы меня просто любили. Ну, так я тебя люблю. И у тебя есть Глеб. Это у тебя есть Глеб. Ну, что ты, что ты. А мы познакомились с Глебом. У меня было ощущение, что я его знаю всю жизнь. А встретила только сегодня. Нет. Мы стали петь дуэтом. Мы проводили очень много времени вместе. Репетиции, гастроли. Были одним целым. Понимали друг друга с полуслова. Но он был женат. Я понимаю, о чем вы хотите сказать. Да, понимаю. Как могла разлучница. Одного не понимаю, как мой ребенок может быть похож на кого-то другого. Ну, что? Ну, что? У нас ребенок будет. Это как-то не входило в наши планы? Ты же говорил, что у вас с женой формальные отношения. Говорил. Вера, понимаешь, все не так просто. Мы с Олей столько лет вместе, она же не виновата, что... Что ее муж подлять? Вера! Ай! Нелин, что с вами? Больно. Сейчас. Алло, скорая? Срочно! Плохо беременной женщине. Мы в Меусском парке. Если меня заберут в больницу, не говори Глебу, пожалуйста. Я не могу. Хорошо, я сама позвоню, не говорите. Прошу. Хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Вообще-то уже обед. Ну что, моешься сначала? Да-да. Сейчас, посижу немного, не проснулся еще. У Попцова вчера был? Да. Выпили немного, повод был. У вас даже если б не было повода, вы все равно его нашли. Уткин звонил. Твоя Вера теперь с певицей Нелли работает. Она не моя. Она у нас в банке работала. Игорь, у меня нет доказательств, но об этом весь банк говорит. В конце концов, не от святого духа она забеременела. Откуда знаешь про беременность? А ты откуда? В справке было написано. Был выкидыш. Интересно получается у тебя. На каждый факт есть своя справочка. Оль, ты же знаешь, я верю только объективным вещам. Справка документа. А значит, факт. Там почта пришла, вам сейчас ее принести или после обеда посмотрите? Позже посмотрю. Ночь лучше провести здесь, а завтра видно будет. Спасибо, Вера. Вы позвоните Глебу? Он, наверное, уже прилетел? У него сейчас запись, я позже обязательно позвоню. Вы идите, идите, вам тоже надо отдыхать. А завтра? Вы попробуйте хорошо выспаться. Угу. Спасибо. До свидания. Татьяна! Да? Откуда этот конверт появился? Не знаю, он лежал с другим конвертом. Пошла вон. Пошла вон отсюда! Пошла вон отсюда! Зволочи. Космолочка, космолочи. Игорь! Оля, я здесь. Тебе нужны были факты. Гад, вот они. Оля. Оля. Почему-то я не удивляюсь, что они оказались у тебя. Я была посмежищем для всех, и ты знал это. Почему ты сразу не пришел ко мне и не сказал, что спишь с этой... Оля, я запутался. Мы столько лет вместе, это не проходит бесследно, и ты не хотела детей! Придумай еще сто причин ты это умеешь! Ты все знал! Ты все спланировал! Ты женился на мне только потому, что у моего отца была должность в Центробанке. Это не так. Не обманывай сейчас ни меня, ни себя! Это уже не нужно! Мы разводимся! И я отниму у тебя банк. Оля, мы можем жить раздельно. Для развода сейчас не самое лучшее время. Дела в банке обстоят не так хорошо, как ты думаешь. А ты прекрасно знаешь, как падают акции, когда начинается дележка. Звони своему адвокату. Звони своему адвокату. Алло. Да, это я. Она все получила. Падает на развод. Стоп, стоп! Стоп! Опять лажаем, поэтому давайте еще раз с этого же момента. Борис Сергеевич, а… Леш, выйди, пожалуйста. Ты когда приехал? Часа четыре назад, и я сразу сюда, потому что у нас бэк-вокал не записан. Бэк-вокал не записан? Ты передо мной морду можешь не держать. В смысле? Ты перезвонил? Ты помнишь про вашу годовщину? Она тебя выбрала и любит. Не знаю, за что, но любит. Но если ты станешь относиться к ней, как к бесплатному приложению к моей студии и моим деньгам… Борис Сергеевич… Не перебивай меня! Я тебя вышвырну отсюда! И про музыку можешь забыть. Тебя никто никуда не возьмет. Уж я постараюсь. Ты понял? Да, конечно. Привет. Привет. Я скучал. Мне скучать не приходится. Каждый день что-то случается. Не будем отвлекаться. Спасибо. Ты хотела поговорить о том, что ты узнала у Сева, про знакомство Лены с кем-то из твоих коллег. Да, Сева сказал, Лена познакомилась в клубе с каким-то банкиром. Я тебе не рассказывала, но до агентства я работала в банке. Так вот, этот мужчина сказал Лене, что он работал со мной. Они познакомились случайно? Нет. Он искал с ней встречи. Он знал, что она моя сестра. И как ты думаешь, почему? За пять лет работы в банке я стала правой рукой нашего председателя правления и его любовницей. Я забеременела. В один прекрасный вечер случился выкидыш и пропала Лена. Потом я оказалась в психиатрической клинике. После этого я встречала его, Игоря. Несколько раз. Он пытался объясниться, я отказывалась. Ну, зачем ему твоя сестра? Не знаю. Нет причин. Мы можем проследить за ним. Может, кто-нибудь сплывет. Да, давай. Ты его еще любишь? Я не могу его любить. Он мне причинил слишком много боли. Спасибо. Привет, Вера. Слава богу, у нас такое творится. Если с ней что-нибудь случилось, вы мне за это ответите. Я уверен в вас, ее поисками занимается наша сотрудница. Вера, почему у тебя телефон выключен? Он, наверное, разрядился. Слушайте, а чем вы тут занимаетесь? Вы мне должны были сообщать о состоянии Нелли. А разве она вам не звонила? Она мне звонила. Она сказала, что она в 42-й больнице с гипертоническим кризом. Я ездил в эту больницу, о ней там даже не слышали. Сама она телефонные трубки не берет. Может, она просто не хочет вас видеть? Что за бред? Что значит не хочет видеть? Наверное, на то есть причина. Вам лучше знать. Это она вам так сказала. Вот, есть. Так, Нелли Кострова. Двенадцатая. Градская. Гинекология. Пожалуйста. Что? Воробьеву, объяснись. Потом. Глеб знает, где вы. Вы только не волнуйтесь. Я тоже еду к вам. Скоро буду. Беременность очень сложная. Вы сами прекрасно понимаете, что прогнозы строить практически невозможно. Неизвестно, как дальше поведет себя организм. Шансы есть, но вы идете на очень большой риск. Знаете, о чем я жалею? О том, что не пошла на этот риск раньше. Вера. Вер, постой. Послушай, меня к ней не пустили. Сказали, она меня видеть не хочет. Нужно что-то сделать. Может, вам просто оставить ее в покое? Да я ее люблю. Любите? По-моему, когда люди любят друг друга, им небезразличны желания другого человека. Вы в курсе, что Нелли хочет? Она хочет родить ребенка. А ты что, ничего не знаешь? Ей нельзя рожать. Я все знаю, у вас жена и ребенок на стороне не входят в ваши планы. Да при чем тут жена Нелли нельзя рожать? Она умрет от этого. У нее хроническая гипертония уже много лет. А не как у всех, обыкновенная на фоне беременности. Она убьет себя этими уродами, понимаешь? Я не знала. Я поэтому этот идиотский контракт придумал. Я... Что я только не делал. Я попробую с ней поговорить. Он ушел? Можно я? Что? А он все вам рассказал, и вы теперь пришли меня отговаривать? Нет, я пришла разговаривать. Может быть, вам не стоит такое серьезное решение принимать в одиночестве? А почему каждый считает, что лучше знает, что мне делать? Что делать? Просто все волнуются за вас. Я понимаю Глеба. А мы никогда не будем вместе с Глебом. Этот ребенок самое главное в моей жизни. Вы это понимаете? Ну, что ты ее видела? Как она? Она просилась что-нибудь мне передать? Да, она просила передать, что не хочет вас видеть. До свидания. Это то, что она сказала. Но есть и то, что она не сказала. Потому что она знает, что вы никогда ни на что не решитесь. Извините. Молодой человек, вы куда? Я в палату больной. Сейчас уже не время для посещений. Послушайте, я ненадолго. Буквально два слова. Вы гнали? К ней сейчас нельзя. Я вас очень прошу. Берите это с чаши. Девушка милая, вы меня простите, но мне очень надо. Я сейчас охрану вызову. Привет. Ты как? Зачем ты пришла? Я же просила. Я не мог не прийти. Я тебя увидеть должен был. Все увидел. Дэля, послушай. Я тебя боюсь потерять, понимаешь? Ну, прости меня. Я тебя прошу. Да мне, мне плевать на эти, на эти гастроли, на эти контракты, на эти деньги. На все плевать, понимаешь? Ну, давай. Давай родим этого ребенка. Что? Я тебе обещаю, я вас никогда не брошу. Никогда, я слышу. Как ты себя чувствуешь? Врачи говорят, что нет угрозы выкидыша, а потом нужно будет полежать на сохранении и все. Ну, хорошо. Послушай, почему ты мне сразу не сказала, а? Что? Не хотела портить тебе жизнь и карьеру. Вот ты дуреха. Какая же ты дуреха. Ты не бойся, я теперь всегда буду рядом. Кира. Я на кухне. Борис Сергеевич. Где тебя носят, а? Кира, мясо уже два раза разогревало. Почему без цветов? Мне нужно поговорить с Кирой. Другого дня не нашел? Сегодня годовщина вашей свадьбы. Я люблю другую женщину. Вот удивил. Нельку, что ли, вот новость. У нее будет от меня ребенок, она будет рожать. Не будет у нее ребенка, и рожать она не будет. Ей вообще нельзя рожать. Ты что, ее угробить хочешь? Мужчины, давайте к столу, все готово. Короче, на. Поцелуй жену, проведи с ней вечер, будь хорошим мальчиком. Потом поговорим. Ну что, тут все и застынет. Привет. Привет. Это мне? Какая красота. Спасибо. Не ожидал я, что ты окажешься такой эгоистой. Я не хотела причинить боль Кире. А я не про Киру. Я про Глеба. Нашего слабохарактерного беднягу. Совсем ты о нем не думаешь. Он сделал свой выбор. Глеб сделал свой выбор. Тебе самой не смешно? Ну, посуди сама. Допустим, ты родишь. В таком случае Глеб тут же потеряет работу. Все двери для него будут закрыты, я обещаю. А без работы он ничто. И винить в этом он станет прежде всего тебя. Ну и твоего ребенка, соответственно. Это сто процентов. А потом в один прекрасный день он вспомнит, что забыл у Киры зубную щетку. Глеб, вы не знаете. Глеба, не знаете. Неля, если бы Глеб хотел бросить Киру, давно бы уже бросил. Просто мы скоро объединяемся с Лирой. Я возглавлю объединение, а Глеб займет мое место. Вот и все, что он хочет. Понимаешь? Кстати говоря, я уверен, это он. Спорим, он скажет, что не сможет сегодня прийти. И завтра не сможет. И никогда. Алло, алло. Алло, Глеб, ты где? Ну, тут... Спасибо, что навестили. Ну, вот и хорошо. Я думаю, мы поняли друг друга. Ну, прости меня. Я ж ради дочки. И я refuge с вами. В общем, это есть. Совет. Я ищу наши дороги. Да, никого червя не отнош. Я ищу тебя. Немного оно мы с вами прошло. Я ищу тебя. О, нет, что есть? Я узнаю. Я стану с вами прекрасно. КОНЕЦ Нелли Михайловна, торопиться не будем. Мы вас сутки еще понаблюдаем, а утром придут анализы, и если все будет в порядке, то завтра готовьтесь к операции. Хорошо, спасибо. Мужчина! Вы, простите, куда идете? А мне надо в третью палату, я к Нелле Костровой. Николай Платоныч, там мужчина какой-то к Нелле Михайловне рвется, никак не можем успокоить. Нет, 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 я вас умоляю, вы его не пускайте, я никого не хочу видеть! Хорошо. Мне нужно видеть Нелли Костровой. Я объясняю, к ней нельзя! Вы что устраиваете здесь? Я отец этого ребенка. Послушайте, ей нельзя делать оборот, ни в коем случае нельзя! Значит так, принимать решение, оставлять ребенка или нет, может только Анну. Вас, кстати, она просила не впускать ни при каких обстоятельствах. Так что, прошу вас, покиньте отделение. Я ручкой воспользуюсь? Да, конечно. Вы постарались, да? Глеб! Здравствуй, Глеб! Что случилось? Что вы ей про меня наговорили? А при чем здесь я? Она девочка умная, сама все поняла. Да ты не дергайся, не волнуйся. Никуда Нелли от тебя не денется. Мне с тобой о деле нужно поговорить. Вы что, до сих пор ничего не понимаете? Я люблю Нелли, я хочу быть с ней! От Киры я уже ушел! Люблю, не люблю, ну детский сад какой-то. Ну что ты как маленький? Что ты вообще про любовь заговорил? Гуляешь, гуляй. Я тебя как мужик прекрасно понимаю, но жена — это дело святое. Вот смотри. Смотри. Мы объединяемся с Лирой. Я поднимаюсь на ступеньку выше, и ты, соответственно, поднимаешься на ступеньку выше. Ты теперь генеральный продюсер. Рад? Это мое заявление об уходе. Всего доброго. Детский сад. Детский сад. Вы уже здесь? Там ваша жена. Кира. Я решила, вам больше не буду мешать. И... Ты прости меня. Да я... Даже благодарна тебе. В конце концов, рано или поздно это должно было закончиться. Хорошо, что это случилось сейчас. Сейчас. Я уезжаю из Москвы. Сегодня вечером у меня поезд. А Глеб уволился. Как уволился? Так. Ну, тебя любят. Я пришла сказать, что зла не держу. И желаю вам удачи. Я мечтала родить ребенка от Глеба. Но нам Бог его не дал. А вам дал. Это огромный дар. Цени. И не отказывайся от него. Кира. Прости меня. Она ждет тебя. Иди. Будь счастлив. КОНЕЦ КОНЕЦ Алло. Вера, ты где? Мне нужно срочно приехать. Сегодня весь день следил за Игорем. И похоже, у него все-таки есть вторая жизнь. Я заеду с тобой. Надеюсь, нас ждет много сюрпризов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Ну, как прошел день? Нормально прошел, пап, день. Знаешь, я что-то весь день сидел в кресле, как-то вставать было, лень. Вадик, я беспокоюсь за тебя, если тебе что-нибудь нужно, любая вещь, любая. Да, нужно. Пап, перейди к себе, я тебя когда раз в полгода вижу, ты мне когда-то даже симпатичен. Я пока буду жить здесь. Жаль. Днем у тебя будет сиделка. Кстати, как она тебе? Ой, отлично, очень хорошая. Только отказалась стриптиз танцевать. Слушай, а может, вместо нее обычную проститутку возьмем, а? Как считаешь? Пойду нам кофе сделаю. А чего, дорого проститутку? Привет. Привет. Кирилл, послушай, то, что вчера было, мне кажется, я пока... не готова к таким отношениям. Ты не представляешь, как они пахнут. Говорят, что кофе в постели это романтично, но я нашел у тебя только чай. Ты знаешь, все-таки Игорь не мог этого сделать. Я много думала и не могу найти ни одну причину, по которой ему могла понадобиться Ленка. Да, на него это явно не очень похоже. Ну, а сбрасывать его из-за счетов пока рано. Сегодня он был пьян уже к обеду. Потом к нему приехал какой-то тип в костюме, кто-то явно из ваших. Это Уткин, Антон. Они пообедали, и вот этот Уткин вообще ничего не пил. Это один из замов Игоря. Неприятный тип. Он какое-то время за мной ухаживал. Я недавно встретила его на концерте у Нелли. Он так изменился, стал такой важный, даже наглый. Он к тебе приставал? Понятно. Так вот, Уткин попытался увезти Игоря из ресторана, но, естественно, у него ничего не получилось. В итоге Уткин уехал один, а Игорь остался пить дальше. Пить средь бела дня? Странно. Да, с настроением у него явно не очень. А этот Уткин, ты говоришь, он пытался ухаживать за тобой? Может, это он познакомился с Леной в клубе. Пора расширять границы подозреваемых, как ты думаешь? Зачем Уткину Лену? Полный бред. Бред. Мои знакомые следователи говорили, что именно бредовые идеи срабатывают чаще всего. Антон, привет. Ты не занят? Оль, конечно, заходи. Кофейку? Нет, спасибо. Давай, без предисловий. У меня для тебя новость. Мы разводимся с Игорем. Серьезно? Как же так? Оставим эмоции. Я пришла с тобой договориться. Да, Оль, конечно, если я могу чем-то помочь... Можешь, если захочешь. Я знаю, ты давно не любишь Игоря. Как бы ты ни изображал из себя верного друга и помощника... Оля... Дай мне сказать. Ты хотела бы стать первым лицом в банке. И ты вполне этого заслуживаешь. Акционеры давно на тебя положили глаз. И я хочу помочь тебе получить этот приз. Оль, извини, но ты ошибаешься. Игорь мой шеф. И меня это вполне устраивает. Прости, пожалуйста, я хочу прекратить этот разговор. Я ничего не скажу Игорю, но пойми меня правильно. Я тебя поняла. Мне нечего скрывать. Ты можешь передать этот разговор Игорю. Но подумай. Хорошенечко подумай. Вера. Я здесь. Доброе утро. Три из трех. Локоть и кисть. Локоть и кисть. Ты права. Доброе утро. Доброе утро. Я завтрак приготовлю. Будешь? Да, спасибо. Ты прости, я вчера была резка. О, нет, нормально. Я тоже, в общем, был хорош. Закатил истерику, как баба. Извини. Короче, забыли. Забыли. Кофе пьешь? Да. Спасибо. Погода хорошая. Прям как летом. Тянет на улицу. Хочешь, погуляем? Не-не-не, у меня сейчас игры. У меня сейчас монстр против пиратов. Мочила, жесть. Не хочешь со мной поиграть? Вообще не мое. Сахар. Спасибо. Мне в магазин надо. Я могу тебя оставить одного? Да, конечно. Слушай, насчет меня вообще не надо волноваться. Правда. Ну, я скоро. Давай. Ну, как там пираты? Победили монстров? Дурак. Давай. Давай. Дурак. Кто тебя просил? Давай еще. Кто тебя просил, я спрошу. Выпороть бы тебя. Да это не мое дело, пусть отец с тобой разбирается. Отцу ничего не говори, ясно? Он меня посовет в психушку из-за тебя. Давай еще. Все, успокойся. Еще пей. Оля, я хотел тебе сказать, мы сегодня не договорили. Просто мой кабинет – не лучшее место для таких разговоров. Давай мы этот разговор продолжим у меня в машине. Я вижу, ты хорошо подумал. Да, было время подумать. Владюш, я не намерен сейчас разговаривать. Может, и свет погасить поспишь? Просто выйди и все. Тебе лекарства принять надо. А это что? Что это такое? Где таблетки? В унитазе. Я их утопил. Ты что, с ума сошел? Ты хоть примерно знаешь, сколько они стоят? Угу. Куда сидела-то смотрела? Завтра же я заменю. Нет. Она останется. Вера, а ты не думала, почему ты оказалась в психушке? Может, ты кому-то в банке помешала? Я тоже об этом думаю, но как проверить? Да. Ждать, когда они выдадут себя. Пожалуйста, ужин готов. Вот это жизнь. У меня был очень тяжелый день. Что случилось? Клиент сложный? Угу. Парень попал в аварию. Не может ходить. Угу. Сегодня пытался отравиться. Ух ты. Не знаю, как его увести из депрессии. Ну, что же ты мне сразу не сказала? Я знаю одно место. Мы туда его отвезем, и ему станет легче. За тебя. Привет, Вадим. Спасибо, что я ничего папе не сказал. Это очень благородно. Только ты зря стараешься. Я хочу тебя кое с кем познакомить. Чего? Здорово, я Кирилл. Вадим. Я не понимаю, что происходит. Вы решили меня на пару теперь спасать? Из меня еще тот спасатель. Я приглашаю тебя в одно место. У меня там друг часто бывал. Он был инвалидом, как ты. Круто. Че, почему был? Где он теперь? Спрыгнул с десятого этажа. Разбился в лепешку. Представляешь, какая сволочь? Перед прыжком он позвонил мне и сказал, если ты встретишь такого же парня, как я, отведи его в мое любимое место. Ну, ты ж понимаешь, я не мог ему отказать. Я дал ему слово. И вот теперь я у тебя. Ты, я вижу, человек свободный, делать тебе все равно нечего. Давай развлечемся. Исполним волю покойного. Делать нечего. Ну, давай развлечемся. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. А в глаза вы не можете посмотреть? Здравствуйте. Смотри, они шарахаются прям все от меня. Они просто боеются, что ты попросишь у них милости. Да, может попросить? Поздно уже. Ну, чувству себя как дома, а мы на своей машине. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я Кирилл Сатыгин. Я звонил вам на медни. А вот наш друг. Да, да, да. Да, я помню, мы всегда рад новичкам. Вот, пожалуйста, знакомьтесь с нашими расписаниями. Так, что у нас? Баскетбол. Спектакль... Спектакль Ромео и Джульетта. Смотри. А как это вообще? Это зрителям доплачивают за то, что они это смотрят? Будешь Ромео, я куплю целый ряд. Да, и ляжешь в него, я полагаю. Идем дальше. Сеанс психологии с инвалидами. Это что у вас, типа кружка ранимных алкоголиков? Здравствуйте. То, о чем вы говорите, это психотерапия. Она по вторникам. Вот, пожалуйста, вы можете ознакомиться с это расписанием. Более подробно о нашем центре. Спасибо. Ну, все, чувак, давай, заедем с тобой вечером. Ну, в смысле? Вы что, мне хотите здесь одного оставить? Одного? Это вряд ли. Здесь есть с кем трасоваться. Разберешься. Привет. Новенький? Да, слушай, чувак, я просто посмотрите, у вас пришел. На один раз. Меня Стас зовут. Очень приятно. Тут все сначала просто посмотреть, а потом втягиваешься. Ну, вот это мы посмотрим. Вадим. Очень приятно. А девчонки, как я вижу, уже от тебя шушукаются? Слушай, их зовут этот Длин Волосовый, Светлый. Олеся, классная девчонка. Понравилась? Нормально, не знаю. К ней просто так не подкатишь. По крайней мере, пока ни у кого не получалось. Привет, красавица. Привет. Ну что, я пришла позвать на психотерапию. Пойдемте рассказывать эту грубость, лизоточимую историю. Да, конечно. Вперед. Да, вперед. Все, я вас жду. Это все, чувак. Она на тебя запала, точно тебе говорю. Вот видишь, я же тебе говорил, что наш план сработает. Удивительно, как ты быстро нашел с ним общий язык. Мне пора ехать. Вернусь поздно. Буду ждать в любое время. Я сегодня сама проехала по парку шесть километров. Мама мне даже не помогала. Она сидела на лавочке и ждала меня. А когда я вернулась, она так радовалась за меня. Даже плакала. Маша, а что ты почувствовала? Свобода. Здорово. Молодец. Вадим. Да, да. А вам это кажется смешным? Нет, нет, что вы. Мне вообще все это не кажется смешным. На самом деле так не смешно. У меня вообще только один вопрос. Слушайте, а вы что, реально пытаетесь сейчас убедить друга, что жизнь в коляске это круто? Я правильно понял? Что это круче, чем ходить. Хотя все прекрасно знают, что такое ходить ногами, что-то сбегаться и прыгать, я не знаю, с тарзанки в воду. Это весело, как минимум. Никакая коляска тут не поможет, мать вашу. Я не знаю. А? Я не знаю. Что вы не знаете? Я никогда не ходила, у меня врожденная патология. Прости. Да ладно, я привыкла. Вадим, а вы, похоже, не так давно в этой коляске. Ох, слава богу, что это еще заметно. Да, не так давно, всего два месяца после аварии. У вас есть близкие, которые вас поддерживают? Да, очень-очень много близких. У меня мама умерла, когда мне было девять лет, а папа у нее в своей жизни, он обо мне не заботился. Хотя нет, кстати, после аварии он, конечно, стал обо мне заботиться. Но это, вы знаете, в два раза противнее. Получается, ты один. Получается, я один, да. Ты сообразительна. Да. Но я, как вы сказали, я... Слово. Привык. Я привык. Я привык. Ты молодец, что пришел к нам. Спасибо тебе. Прямо. О, так, стоп, давайте хотя бы без аплодисментов, можно? Спасибо. Добрый вечер. Долго сегодня гуляли? Да. Аппетит даже нагуляли. Я сейчас ужин разогрею. Куда ходили-то? У меня, наверное, должна быть какая-то своя жизнь, нет? Личная. Конечно, конечно. Конечно. Главное, вижу, что ты доволен в прошедшем днем. Да, я доволен. Но без лишних вопросов. Ну, я пойду к себе. Почитаю. Мы продолжаем снатомить вас с последними мингами российских кокорбовских северсов. Это на протяжении джей Рандона. Третий пачок Лармоз и Майхэн. Работа на дисками два года с экономики Джей Рандона. Третий пачок Лармоз и Майхэн. Третий пачок Лармоз. Третий пачок Лармоз. Ть. Третий пачок Ларм möб 안 широко круглой. Третий пачок Лармоза. Третий пачок. Ура! Поздравляю! Поздравляю! Сейчас, секунду. Здравствуйте, Марина Андреевна. Вижу, Вадим, у тебя все хорошо. Радуешься жизнью, несмотря ни на что. Мой сын тоже мог бы девчонок обнимать. А он лежит в могиле. Всем пока. Вадим, подожди, ну мы же в парк собирались. Ну, собирались не получится, давайте. Всем счастливо. Вадим, да ты что, как же победу отпраздновать? Пока. Пока. Что происходит? Ничего, все нормально. Кто была эта женщина? Какая женщина? Я не знаю, не какой женщина. Ты вообще можешь уже идти. Я не понимаю, мы познакомились с такими отличными ребятами. Так, ну все, хватит, давайте сейчас не будем. Я хочу попыть один. Хорошо, я только ужин приготовлю. Я дома. Вадим, привет. Не лезь ко мне. Добрый вечер, Вера. Здрасьте. Что-то случилось? Вадим опять в баджевом настроении. Сегодня к нам на занятия пришла одна женщина. Вся в черном. Черт возьми. Когда же она успокоится? А кто это? У Вадима был лучший друг. Славик. Они по крышам тоже вместе лазили. По крышам? Ну, паркур слышали? Преодоление опасных препятствий, прыжки с крыши на крышу и так далее. Ну, в общем, однажды Славик неудачно прыгнул, не рассчитался, сорвался и разбился на смерть. Вадик, Вадик, Вадик здесь естественно ни при чем, просто так вышло. Он мог оказаться на его месте. Ну, мать Славика по всем винила Вадима. Тогда он решил покончить с собой. Разогнался на машине. Столб. Но выжил. И все время продолжает уменить себя. Марина Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. У нас знакома? Нет, я Вера-сиделка. Ухаживаю за Вадимом. Сиделка? Зачем же он вас ко мне прислал? Сам уже трусит? Нет, он не знает. Я сама решила прийти. Мы можем поговорить? Вы не представляете, что такое потерять единственного сына. Славик был смыслом, не только опорой моей жизни. Он был бесстрашный. Он действительно ничего не боялся. Весь в отца. Они с Вадимом были друзья? Два сапога пара. Но Вадим был за водилой. Вот и завел. И вы вините Вадима в его смерти? Он сюда втягивал сына в какие-то темные дела. И этот мозг не сорвался, Славик. Ведь это он его нашел и подначивал сына. Кто первый осмелится? Конечно, Славик хотел быть сильнее. Но ведь Славик тоже был взрослый парень. Славик, вы пришли защищать Вадима. Нет, нет, что вы. Я пытаюсь просто понять, как жить дальше. Вы ведь знаете, Вадим пытался покончить жизнь самоубийством. Нет, я не знала. Я думала, это авария. Нет. Он чудом выжил. Он пытался выпрыгнуть из окна, отравиться. Я не знала. Я хотела простить его. Я думала, что если я увижу его в инвалидном кресле, я почувствую облегчение. Но я увидела, как он играет с девчонками, с мальчишками, обнимается, веселится. И тогда мне накатила злоба. Мне казалось, что только гибель его принесет мне облегчение. И мне стало страшно. Вам надо поговорить. Мне кажется, ему и вам это очень важно. Боюсь, что я не смогу. Вера, это Олеся. Вадим не с вами? Нет. Я только иду к нему. Вчера я весь вечер ему звонила. А сейчас он не берет трубку. СМС. Прости, что я не смог. Прощай. Я боюсь за него. Я уже у подъезда. Перезвоню. Вадим? Аркадий, здравствуйте. Это Вера. Доброе утро, Вера. Прошу прощения, забыл предупредить. Мне сегодня пришлось уехать пораньше. Вадим еще спал? А, его нет дома. Как? Как нет? Куда мог деться Вера? Вы слышите меня? Алло? Кажется, я знаю, куда он мог поехать. Что? Алло, Марина Андреевна. Здравствуйте, это Вера. Вадим пропал. Его нигде нет. Я хотела спросить. Тот мост, на котором погиб Славик. Где он? Спасибо. Остановите здесь. Отвалили от Луна. Отвалили от Луна. А? Дай мне сделать то, что я хочу сделать. Пожалуйста. Просто иди к черту отсюда. Дай мне сделать то, что я... Вадим, твоя смерть не вернет друга. Зачем делать хуже? О, ты разузнала. Ты молодец. Ты понимаешь, что ты ничего не знаешь и не узнаешь никогда. Просто иди к черту. Все. Вадим, не надо. Все. Сейчас. Не надо. Одумайся. Я даже прыгнуть не могу нормально. Я приехал, чтобы прыгнуть. Просто я даже прыгнуть не могу. Я ничто. Я вновь. Вадим, остановись, Вадим. Остановись, Вадим. Прости меня. Тихо, Вадина, не забывай. Нам надо жить. Надо помнить о Славике. Надо сохранить память о нем. Как-то тяжеловато все, да? Я знаю. Я знаю. Пойдем домой. Пойдем. Нам надо о многом с тобой поговорить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не плачь. Слышишь? Спасибо. Вам спасибо. Что случилось? Ольга вышвырнула меня. Сегодня. Они даже мой стол убрали уже. Что за бред? Она как-то узнала про ваш роман, про твою беременность и про выкидыш. Мне очень жаль, что ты пострадала из-за меня. Прости. Нет, это ты меня прости. И я предала тебя, Вер. Ради должности. Она обещала сделать меня зампредом, если я буду все рассказывать о тебе. Ты знаешь, и про Лену я тоже ей все рассказала. Давно случишь-то? Почти три месяца. Вер, ты прости меня. Да. Поехали домой. Я хочу, чтобы ты нормально добралась. Добрый день. Здравствуйте. Игорь, здрасьте. 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 Приветствую. Да. Здрасьте. Господа, я очень рад, что вы захотели встретиться. Признаясь, мы тоже хотели увидеться, чтобы проговорить текущую ситуацию. Игорь Владимирович, действительно назрела такая необходимость увидеться. Но мы пришли к единому мнению. Мы не хотели бы, чтобы эта встреча была как внеочередное собрание акционеров. Пусть это будет личная встреча. Поэтому мы предлагаем сегодня обойтись без протокола. Я так понимаю, что все поддерживают ваше предложение? Да. Конечно. Света, спасибо. Вы свободны. Спасибо за понимание. Перейдем к делу. У нас возникли вопросы. Игорь, когда мы вложили деньги в этот банк, мы, конечно же, делали это под тебя. И выбор тебя на пост председателя правления был логичным. Ведь ты один из акционеров. За последнее время мы стали получать скверную информацию из банка. По отдельности, это можно было бы считать текущими мелочами. Но их стало много. Финансовое положение ухудшилось. Одна из топ-менеджеров попадает в психбольницу. Игорь Владимирович, у нас много источников в банке. Деньги любят контроль. Это не предмет для обид. Ничего себе. Доброе утро. Хочу отвезти тебя на работу. Как приятно. А я завтрак приготовлю, будешь? Конечно. Ну, давай, 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 давай. А ты где так испачкался? Да, а, зацепился где-то. Куда ж ты залез? В какие дебри? Не помню. Опять за кем-то следил? Это мне нужно для одной статьи. Ой, почитать бы, что ты там пишешь. Так ни одной твоей статьи не видел. Тебе будет неинтересно. Далее. Ваш развод с Ольгой. Безусловно, это личное дело. Но оно влияет на наш бизнес. Надеемся, что вы придете к какому-то соглашению. Но, возможно, кому-то из вас в итоге придется уйти из банка. Игорь Владимирович, пойми, здесь нет угроз. Это бизнес. Поэтому мы приняли следующее решение. Закажем независимый аудит. И на основании его решения будем голосовать. Будете ли вы, Игорь Владимирович, руководить этим банком? Или мы доверим эту задачу другому человеку? Зиновий Геннадьевич, ну вы же прекрасно понимаете, что лучше меня этот банк не знает никто. Только я знаю, куда ему двигаться дальше. Ты против аудита? Нет, что вы, проверяйте, бога ради. Хочу сказать одно, что все эти годы ваши деньги работали должным образом. Ну, тогда не переживай. Если мы убедимся в этом, то останешься во главе банка. Зачем нам резать курицу, несущую золотые яйца? Спасибо. Я хочу, чтобы ты меня познакомила с Уткиным. Зачем? Я чувствую, это он. Это он был тогда в клубе и познакомился с Леной. Почему ты так решил? Мы рассмотрели круг подозреваемых. Номер один Игорь. Но мы не нашли ни мотивов, ни доказательств. У него другие проблемы. Какой мотив у Уткина? Ну, ты же сама сказала, что ты нравилась ему. Может, он встретил Лену и хотел заменить тебя? Ну, представить, что она — это ты. Уткин не похож на маньяка. Я не понимаю, зачем тебе с ним встречаться? Я спрошу его напрямую при тебя. Он выдаст себя, я уверен. Завтра будет банковская выставка. Он в списке выступающих. Там ты меня ему и представишь. Этого не будет. Извини, мне пора на работу. Признаюсь тебе, ту грязь я собрал у дома Уткина. Ну, это не дом, это крепость. Штурмом не возьмешь. Вокруг не души, а охрана. Лучшее место для маньяка. Многие богатые люди так живут. Кирилл, я хочу знать о твоих действиях. Мне не нравится, что я узнаю потом. Эта мысль мне пришла поздно вечером и не хотел тебя беспокоить. Это была ошибка. Я не поеду навстречу с Уткиной. Не зляйся. Я всегда был таким. Сначала делаю, потом думаю. Я не привык согласовывать с кем-то свои решения, понимаешь? Ну, ты пойми, речь идет о поиске моей сестры. Это не какая-то очередная статья или журналистское расследование. Если есть подозрения, давай изучать их серьезно. А не бегать опять вокруг чьих-то домов или устраивать неожиданные встречи на выставках. Хорошо. Вечером встретимся и вместе все обсудим. И теперь будем действовать согласованно. Договорились. Позвоню, как освобожусь. Что? Пока. Пока. Девушки, внимание! Поступила очень своеобразная заявка. Девушка хочет нанять человека, который приносил бы ей продукты. И все. Желающее есть? Да, я так и думал. А что, она не может передвигаться? Молодца из нее бежит. Не знаю, Вера. Подробности не разглашаются. Зовут ее… Как ее зовут, Мила? Наталья Хаврошина. Известная фотомодель. Хаврошина? А что с ней? А вот это Вера и выяснит. Значит так, Вер, постарайся сначала сделать все, что она просит, а в перспективе вытащи ее на полноценный контракт. Если я буду думать о контракте, у меня точно ничего не получится. Сейчас. Список продуктов, которые она прислала, и координаты возьми у Милы. Вперед. Что там? Это Вера из патронажного агентства. Я принесла продукты. Оставьте у двери и можете уходить. Я могу приготовить еду, если нужно. Спасибо, не нужно. Может, помощь какая нужна? Я плачу только за то, чтобы мне приносили продукты. Мне больше ничего не нужно. Уходите. Объяснилось. Бесполь, привет. Вы позвонили Кириллу под видеть. Еженый взял трубку. Начинаем. Тебя стучать не учили? Доволен? Так лучше. Теперь о птичках. Ты обещал съехать в течение недели. Ты видишь, сколько дел. Мне же не 20 лет, чтобы в ближайшую гостиницу съезжать. Мне вариант подыскать надо. А если я мужчину к себе приведу, ты будешь спокойно спать в своей спальне? А что, есть кандидаты? Еще день, и я вышвырну твои вещи на помойку. Когда же ты успокоишься, а? Ну что, проблем мало? Ну по твоей вине акционеры на дыбы встали. В этом тоже я виновата? Это я трахнула Верку, а потом упрятала ее в психушку. Я завтра съеду. Надеюсь, тебя это как-то успокоит. Я успокоюсь тогда, когда тебя вышвырнут из этого банка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, ну наконец-то ты объявился. Я же волнуюсь. Привет. Прости, не заметил, что телефон выключился. Оказывается, батарея сдохла, и я... И что ты так, целый день находился с выключенным телефоном? Да, зарядку дома забыл, а рядом ни у кого не оказалось такой. Сегодня была конференция. Слушай, а может я подеду к тебе? Нет, я уже сплю. Теперь только завтра. Ну хорошо, извини меня. Завтра тебе позвоню. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тихо, тихо, тихо. 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 Пойдем. Пойдем, Жак. Нет, я дома. Пошли. Они ушли? Ушли? Это ваш друг? У меня нет друзей. Вы принесли продукты? Да. Наташа, это только кажется, что одиночество спасает. На самом деле… Это только продукты. Разговоры я не заказывала. До свидания. До свидания. Пойдем, Джек. Простите, пожалуйста. А вы к Наташе Хаврошиной приходили? Я нет. А он, да, вот сорвался с поводка и прибежал. Это ее собака? Уже нет. Это моя собака. Наташа, когда уезжала в Милан, она подала объявление у себя на сайте, что отдам собаку, я приехал. Когда они прощались, она плакала. Только вот думал, что эти слезы были настоящие. А сейчас вы так не думаете? Ну, вы же знаете, что она дома? Ладно мне, но она Джеку не открывает. А он каждую ночь скулит. А вы журналист? Я… Вы знаете, я предлагал Наташе завести блог, когда она будет в Милане. Она согласилась, ей понравилось. Так вот, она исчезла куда-то. Блог? Вы ведете ее блог? Да, я веду. Модерирую контент и загружаю туда ее фотографии. Знаете, можно сказать, что мы даже с вами коллеги. Вы же журналист, да? Вы же о Наташе пишете. Я в патронажном агентстве работаю. Ухаживаю за Наташей, приношу ей продукты. Угу. Странная она. Могла бы попросить, я мог бы бесплатно ей таскать продукты. А вы, как я понимаю, не только из-за собаки приходите? Я готов общаться с Наташей. Но она, по-видимому, не хочет. Ну, в жизни чаще всего так бывает. Пойдем, Джек. Игорь Владимирович, к вам просится Павел Николаевич. Аудитор. Да, конечно. Пусть заходит. Игорь Владимирович, мое почтение. Присаживайтесь. Благодарю. Ну что, как у нас идут дела? Надеюсь, наши девочки в грязь лицом не ударили. Кофе предлагают. Девочки молодцы, настоящие хозяйки. С документацией тоже все нормально. Канцелярия отлично справляется. Запрашиваемые документы. Идут быстро. Ну что, значит, хорошо работаем? Работаете хорошо, но есть недочеты. Что-то выразила? Вот. Это копии досье по пяти кредитам, выданным в один день на сумму свыше десяти миллионов евро. По всем кредитам просрочены платежи. Их просто не было. Не хочется думать об этом, но тут все признаки лжепредприятия. Мы так, по верхам пока прошли. Все кредиты утверждены вашим бывшим запретом Воробьева Вера Сергеевна. Я слышал, это именно она попала в сумасшедший дом. Да, судя по досье, это делали ее люди. Бред какой-то. Наверное, лезу не в свое дело, но, может, это была месть? Хотя, обычное воровство тоже не исключается. Ну что же, будем работать дальше? Да, Паша, спасибо, я тебя понял. Да, Павел Николаевич, спасибо большое. Да. Всего хорошего. Жду вашего решения. Да. До свидания. Да. Игорь, это Уткин. Привет. Павел Николаевич был к тебе? Да, заходил. Попросил выделить еще один кабинет. У них слишком много документации. Они будут привлекать еще сотрудников. Ясно. Ясно. Значит, пока ничего не нашли. Пока ничего. Все в порядке. Ну, ты держи меня в курсе, если что. Ладно. Что произошло, для всех загадка. Она могла быть уже в Милане, долго к этому готовилась, и вдруг раз, отказ. Представляешь? Ну, может, нервный срыв. У него держала психологическое напряжение. Не знаю. Может быть. Она закрылась в квартире. По-моему, ни с кем не общается. К ней постоянно приходит поклонник, которому она до отъезда подарила собаку. Но ни его, ни собаку видеть не хочет. Слушай, а не могла и Лена закрыться от всего мира? Сидеть сейчас в какой-нибудь квартире? Никуда не выходит? Ни с кем не общается? Нет. Ленка не была такой ранимой. Ну? Хотя... Хотя Наташа тоже сильная. С характером. Но что-то сломалось. Кстати, я придумал, как мы проверим Уткина. Опять что-то оригинальное? Ну, ты, конечно, будешь ругаться, но это точно сработает. Ты должна прийти к нему в образе Лены. Опять? Как в клубе? Как ты себе это представляешь? Это тяжело, я понимаю, но это ход конем. Мы сразу проверим все варианты. Если он действительно причастен к исчезновению Лены, это будет сразу понятно. Ты слышишь себя со стороны? Мне иногда кажется, что мы не поисками занимаемся, а играем в какую-то странную игру. Это и есть твоя журналистика? Вер, ну, я ищу варианты. Я пытаюсь понять, как найти твою сестру. Мне тоже порой многое кажется. Иногда даже кажется, что я хочу больше найти Лену, чем ты. Вер, ну, прости меня. Я ляпнул что-то. Нету. Ну, ну, ты же знаешь. Я сначала делаю, потом думаю. Мне так страшно. А вдруг я его вообще никогда не найду? И как я буду жить дальше? С ней все в порядке. Я это чувствую. Просто она не может общаться. Пока не может. Вера, вы должны были прийти завтра. Да, я знаю, но мне сегодня было по пути. Я подумала, какая разница. Днем раньше, днем позже. Хорошо, оставьте продукты. У вас не было в списке пирожных, но я подумала, можно себя иногда побаловать. Хотите, заберу? Нет, оставьте. Спасибо. А может быть, вам еще что-нибудь приносить? Ну, помимо продуктов. Что-нибудь для дома? Косметика, журналы, газеты. Если мне что-то понадобится, я вам сообщу. Вы собак любите? Что, простите? Я вот очень люблю собак. Они более верные существа, чем люди. Я тоже долгое время не доверяла людям. А сейчас? А сейчас я поняла, что любое, даже самое страшное горе, можно пережить. Вы очень красивые. Наташ? Наташ? Убирайтесь отсюда! Убирайтесь отсюда! Слышите? Уходите! Не мягко! Уходите! Ты мне объясни, Вера. Вот как у тебя это получается, а? Я не знаю. Садись. Тебе нужно было всего лишь раз в три дня приносить ей продукты. И все! Вот что нужно было сделать такого, чтобы клиентка от тебя отказалась? Да ничего, я просто сказала девушке, что она очень красивая. Вера, ты... Тут честное слово, а? Ну, кто тебя об этом просил? Кто? Мы проверили ее счета, отправили запросы в ведущие банки. Но нигде ничего нет. Только в нашем банке. Но и там средств нет. На сегодняшний день она работает в агентстве по уходу за больными. Живет на съемной квартире. Кроме работы, ничем больше не занимается. Да, ну, жизнь достаточно однообразная, но встречается с парнем, с Кириллом Сатыгином. Он без определенного рода деятельности, и были случаи, недоказанные случаи, мошенничество с кредитными картами. Черт. Вы знакомы? Я хочу, чтобы вы собрали о нем как можно больше информации. Я хочу узнать все. Установите за ним слежку. Будьте внимательны, он сам умеет следить. Хорошо. А что по поводу Воробьевой? Продолжайте следить. Хорошо. Хорошо. Вера, это вы? Да, не беспокойтесь. Я пришла последний раз. На следующей неделе будет приходить другая девушка Альбина. Наташ, все в порядке? Нет. Наташ, что случилось? Я не хочу убирать. Наташ, откройте дверь. Что с вами? Я порезала вены. Я не хочу умирать. Наташа, откройте дверь немедленно. Иначе вы истечете кровью. Нет, просто скажи тебе, что делать. Наташа, если вы не откроете... Нет. Наташа, если вы не откроете, я вызову службу спасения. Они вышибут дверь. Ну что? Посмотрела. Посмотрела. Где ванну? Там. Сейчас, сейчас, сейчас. Грамы неглубокие, зашивать не нужно. Вера, вы, пожалуйста, только никому не говорите, что вы меня видели. Вы что, всю жизнь собираетесь так прятаться? Я вас понимаю, Наташ. Я правда понимаю. Вы меня понимаете, да? Вы знаете, кем я была? За меня всемодельные агентства залившие. Я могла на пять часов опоздать на съемку. И никто даже пить жить не мог. Деньги тратить. Ведь считать не успевала. Посмотрите на меня. Посмотрите на меня внимательно. Вера! А теперь я кто? Я же никто. Мне кажется, с вами случилось кое-что пострашней. Да? Ясно. А это что еще? Вы перестали замечать людей вокруг себя. Ага. Ну, я не знаю. Я... Я теперь никому не нужна. Я уродина. Ваш пёс до сих пор скулит по ночам. Скучает. Ему совершенно все равно, как вы выглядите. Миланское агентство объявило отбор. Я была единственная, кто получил контракт. А вечером, вечером того дня, какой-то человек напал на меня и слезал мне в лицо. Его поймали? Его поймали. Его искали. Но это не дало никаких результатов. Ты очень сильный человек, Наташа. Ты переживешь это. В конце концов, пластическая хирургия сейчас делает почти все. Ага. Ты серьезно считаешь, что... Что, конечно, после пластической операции я выйду на подиум. Чему нет. В любом случае, всегда можно учиться чему-то новому. Это, Вера, только легко говорить. Еще совсем недавно я работала в банке. Занимала высокую должность, делала карьеру, а потом... В один прекрасный день все сломалось. Я потеряла ребенка, мой мужчина оказался полной сволочью. Пропала сестра, а мама до сих пор не может мне это простить. Нормальный набор, да? Ну, и мне пришлось начинать все сначала. Теперь я работаю в патронажном агентстве сиделкой. А почему ты не возвращаешься в банк? Не знаю. Я не смогла жить, как раньше. Но и сидеть дома, прятаться от людей, это тоже не выход. Да, я, конечно, понимаю. Я не сказала тебе кое-что, Вера. Мне угрожают. Я очень боюсь и не знаю, что мне делать. После того, как было совершено нападение, грозные они не прекратились. Ты обращалась в полицию? Да, конечно. Они сказали, что адрес этого сайта в интернете, с которого были отправлены эти угрозы, то ли он скрыт, то ли его невозможно обнаружить. Я попробую поговорить с одним человеком, может, получится что-то сделать. Я буду тебе очень благодарна. Вера, мне пора. Вера, я, в общем, не против, чтобы ты мне приносила еду. Здравствуйте. Вы... Вы видели ее? Видела. Как она? Извините, я не могу вам рассказывать. Это ее личное дело. До свидания. Я тут подумала, если это действительно нужно, давай попробуем вариант с Уткиным. Правда, я пока не знаю, где я могу с ним встретиться под видом Лены. Ничего, мы найдем такую возможность. Только надо немножко подождать. У меня появилась еще одна идея. Я придумал, как заглянуть за ворота его дома. Не волнуйся, это безопасно и абсолютно законно. Кстати, мне еще нужна твоя помощь с Наташей. Что с ней? Ей кто-то отправляет угрозы по интернету. Адрес вычислить не могут, он скрыт. Пускай скинет ссылку на переписку с угрозами. У меня есть один человек, который взломает любой IP-адрес. То есть, весь отдел в полиции вскрыть не смог, а твой человек сможет? Да. Ему отдел не нужен. Он крут. На дорогу смотри. Наташа. Вера. Привет. А разве ты дождалась сегодня приходить? У меня еще есть еда. А я тебе подарок принесла. Мне подарок. А. Что это? Так тебе будет проще первое время выходить на улицу. Ну, вообще-то я не собираюсь на улицу пока. А я приглашаю тебя в кинотеатр. Если ты будешь сидеть в четырех стенах, все решат, что тебя больше нет. Я буду рядом. Ну, это не так страшно, как тебе кажется. Я вот этот не одену. Потому что, знаешь, Вер, если выходить на улицу, то нужно одевать красивые очки. Фирменные. Вера. Мне кажется, я не смогу. Не сдавайся. Первый шаг ты уже сделала. Дальше проще. Как я выглядишь? Очень хорошо. Просто забудь о своей внешности. Легко сказать. Ой, Баба-яга! Баба-яга! Извините, пожалуйста. Извините. Никита, ну, чего ты испугался? Это никакая не Баба-яга. А кто? Мгновенная тетя. Просто очень плохо. Наташа, ты просто ребенок. Не нужно так быстро сдаваться. Пошла ты! Наташа, я тебя понимаю. Да! Что ты понимаешь, а? Что ты понимаешь? Это тебе, эту пластическую операцию! Делать с такой внешностью! Что ты уставилась, а? Сестру свою потеряла. Хочешь на меня отыграться? ПОДПИШИСЬ! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Вера, что случилось? Все в порядке, просто плохо себя чувствую. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, ну ты явно чем-то расстрелян. Все, вопросов нет. Отдыхай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто тот хакер вскрыл адрес этого придурка, который Наташа угрозы отправлял. А как это смог? Вплоть до номера квартиры. Но ты отдыхай. Мы к нему завтра пойдем. Нет. Прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как-то он не по себе. Представляешь, на что он способен, если мог человеку лицо изрезать. Ничего. Я на карате тоже ходил три раза. Да. Мне даже нос чуть не сломали и палец вывихнули. Так что я смогу до такого. Здесь? Да. Здрасте. 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 Короче, это что? Мы из адвентистов седьмого дня. Это еще кто такие? Всяк-то так, неважно. Ты молчи, говорить буду я. Угу. О-о. Надеюсь, она не кусается. Ну, судя по-моему, это вам добрый пес. Как обычно, никого не дома. Ждем здесь? У тебя есть шпилька? Лучше две. Сейчас. Угу. Благодарю. Ты что делаешь? Это преступление уголовно наказуемое. Поэтому ты останешься здесь, пока выйдет. О, видишь, совсем добрый пес. Мне кажется, я знаю эту собаку. Это же Джек. А какой Джек? Парень. Он ее поклонник. Оставайся здесь, я быстро. Я с тобой. Это уголовно наказуемое. Поэтому будь на стрёме. Выйд он вернется. Слушай звуки в подъезде. Обезда. О, мать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никогда бы не подумала. Смотри, здесь число отмечено. Седьмое? Это же сегодня. Надо Наташе звонить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не отвечает. Иди, Махтей. Надеюсь, мы успеем. Быстрее, пожалуйста, быстрее. Спокойно. Делаю все возможное. Нам бы пробку утром проскочить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Черт. Да что ж такое-то? Что случилось? Кажется, колесо пробило. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это я. Приехали. Колесо пробило. Алло. Полиция. Срочно вызов. Невского 8-25. Там преступник. Он пошел к девушке, она в опасности. Наташ, ты где? А я тут. Ублюдок. Кто? Полицию кто вызывал? А вы вовремя. Заберите эту сволочь. Давай, заходи. Джек, Джек, Джек! Что с этим? На, отключи. Джекуля, как же я соскучилась. Джек, Джек. Иди сюда. Сейчас. Это Наташа. Алло, Наташа, мы нашли его. Это тот парень, поклонник. Вера, спасибо. Да-да-да, его забрали уже. Это ты вызвала полицию? Нет, это мы вызвали. Наташа? Я рада, что его поймали. Джек, у тебя? Да, мы с ним идем гулять. Джек. Ты мой отец. Ну, то есть вы оба молодцы. Я хотела сказать тебе… Ты прости меня, Вера, за глупость мою. Да, я уж забыла. Ты тоже забудь, все хорошо. Удачной прогулки. Пока. Джек! Джекуля! Ну, идем? Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Все. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О чем задумалась? Я все думаю про этого парня. Поклонника. С виду такой тихий мальчик. Ладно, угроза, но лицо порезать? Да все понятно. Просто мальчик боялся, что она, его любовь, уедет в Италию и потеряет ее навсегда. Поэтому хотел остановить. Как сумел. Да уж, в тихом умте. Вот-вот. А ты меня ругаешь за то, что я говорю про Уткина. Зайдешь? Завтра. У меня сегодня ночная смена. Едем в рейд. Статья о борьбе с наркомафией. Ух ты. До завтра. Такой был тяжелый день. Тебе еще в ночную? Да, зато сколько материала. Две статьи за день. И маньяк, и наркомафия. Давай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК – Вера? – Да. Здравствуй. Нам надо поговорить. Разговор будет долгий и серьезный. – Хорошо. Где встречаемся? – Завтра утром в парке, в ресторане. Приходи, я буду ждать. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Субтитры создавал DimaTorzok Что это? Сделка на 10 миллионов евро. Какая сделка? Пять кредитов. В среднем по два миллиона. Ты выдала их пяти фирмам в последний рабочий день. Нет. Этого не может быть. В этот день я в банке уже не работала. Все члены кредитного комитета подтвердили, что ты была в тот день на собрании и продавила положительное решение по этим фирмам. Вера, этих фирм нету. Куда ты перевела деньги? 10 миллионов евро – это очень много для выходного пособия. Подпись похожа, но не моя. Подпись можно подделать. Но объясни мне, как можно подделать человека? Очень многие видели тебя в банке в тот день, хотят и говорили, что тебя там не было. А вот снимки с камер видеонаблюдения. Вера! А коньяк? Вера! А коньяк? Вера! Вера! Долго еще? Долго? А, не быстро. С газом шутки плохи. Короче, я наверх пошел. Как закончите, в комнату к нам подойдете. Добро! А шапки-то не дадут? Не переживай. Шапка у нас крепкая. Трудитесь, а я пойду пригуляюсь. Ну-ну. Может свалим? Куда мы сейчас валим? Счетчик распаковывай. Смотри. Что случилось? Ну, куда? Твари. Вот тварь. Тихо, не дергайся. Мы не договорили. Не трогай меня сейчас. Вера, скажи правду, ты же понимаешь, прокуратура дела не ограничится. Если ты вернешь деньги, мы все забудем. Да нету у меня этих денег, нету! Черт возьми, ты не оставляешь мне выбора. Ты можешь определить, где на этой фотографии я, а где моя сестра Лена? Справа. Справа. Я слева. В тот день в банке была Лена. Я только сейчас это поняла. Ты маме-то звонила? Лена уговорила меня заехать. Хотела помириться после очередной ссоры. Звонила. Все как обычно. Принимай лекарства, одевайся теплее и, если что, сразу звони Вере. Какой-то странный вкус у кофе, нет? Новый рецепт. Корица с чесноком. А дальше я почти ничего не помню. Я пыталась все найти, но безуспешно. Удалось только выяснить, что в ночном клубе она познакомилась с неким банкиром. Честно говоря, поначалу я думала, что это был ты. Служба безопасности показала мне фото этого парня. Я его узнал, он следил за мной. Я думал, что его наняла моя Оля. Это Кирилл. Он помогал мне искать Лену. Быстро вы нашли с ним общий язык. Моя личная жизнь тебя не касается. Мне касается пропажи десяти миллионов евро из моего банка. И все улики указывают на тебя и твоих подельников, среди которых этот Кирилл, а теперь еще твоя сестра. Значит так. Мне нужно во всем этом разобраться. И должна поговорить с теми, кто готовил договора. Перепелкина и Шахнович. И по странному стечению обстоятельств они не работают в банке. Перепелкина в декрете, а Дима Шахнович уволился. Вера, у тебя очень мало времени. В банке идет аудиторская проверка. Главные акционеры заподозрили неладные. Я из-за тебя могу потерять все. Репутацию, работу, деньги. И кое-что поважнее этого. Колодца будем? Или всех накажем, а потом ментовку сдадим? Нет, завязывайте, ребята, завязывайте. Мы вообще тут не при делах. Кто сюда вас послал? Какой счетчик вы хотели менять? Ты чего в доме высматривал? А что случилось-то? Там забор газа пошел, я пошел проверить. А ваша же безопасность, беспокойся. Хорош, слышишь? Эй, ребят, ну зачем же так? Что ты делаешь-то? Ну, может, хватит, а? Это он все. Бабки заплатил, просил, чтобы подыграли. А мы вообще не в курсе. Обычные газовики. Он пошутил. Веселый человек. Пошутил ведь, да? Да уж какие тут шутки. Ух ты. Выводи этих, пусть валят и забудут, что здесь были. На выход. А я пока с этим потолкую. Что происходит? Антон Сергеевич, Мосгаз приехал. Сказали замену счетчика. Мы их запустили. А потом засекли, что это только прикрытие. Пока двое ковырялись со счетчиком, третий проник в жилое помещение. За вами подглядывал. Где он? Внизу. Проводи. Проводи. Какие люди? Хороший улов. А где остальные? Да эти газовщики, обычная работяга, он им денег заплатил. Глаз с него не спускайте. Проводи. Что там случилось? Мосгаз счетчики меняет. Охрана переполошилась. Какое ты меня нехороший, предчувствую. Все будет хорошо. Ты говорил, что мы уедем через две недели за границу. Прошло уже больше месяца, а за окном все та же серость. Я же тебе объяснял. Все идет так, как надо. Мне надоело слышать одно и то же. Прикасайся ко мне. Можно бить Joula Jegai. урol Вискульт-привет! Вы позвонили Кириллу Сатыкину. Если я не взял трубку, значит нет. Опер masked bij... ...два sport… Субтитры сделал DimaTorzok Сильное круточение, угрозы выкидываешь и готовим укол. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Я хочу, чтобы ты вернулся Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok КОНЕЦ 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 Анна Петровна, надо поговорить. Мы с вами не знакомы, нам не о чем разговаривать. А с этим человеком вы знакомы? А что это вы мне до трус устраиваете? Я не знаю ни вас, ни этого человека на фотографии. Вам придется ответить на мои вопросы. Или вы будете отвечать на них в прокуратуре. Речь идет о миллионах евро, похищенных из банка. А почему, собственно, я должна вам верить? Сколько? На меня был заказ? Был. Я бы сделал мужчину с вашей фотографией. Я! Я здоровую! Я не его попала! Конечно, здорово! Сейчас укольчик сделаем. Мам! 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 Он же потом пришел и попросил тебя выпустить. Но мы объяснили, что это невозможно. Должно пройти какое-то время, поставлен диагноз, назначено лечение. Тогда он предложил побег. Сказал, организуйте. Пожалела я, что ввязалась. И рисковала, и… А изменить уже ничего не могла. В общем, моя задача была передать вам пакет с личными вещами. оставить дверь открытой. Мам! Мам! Да. Мам! Раз. Была какая-то женщина. Представилась, что из банка, мол, коллектив направил навести о тебе справки. Спрашивала, навещает ли тебя кто, сколько ты у нас пробудешь. Вы кого-нибудь узнаете? Да, вот она приходила. Ну, что? Первый, второй, третий? А я рассчитывал на горячего. Эй! Заботливая, Элья, да. Алло. 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 Ольга Валентиновна, здравствуйте. Вера, это ты? Да, я хотела бы встретиться, поговорить. Хорошо, приезжай, я дома. Ты свободна на сегодня. Кирилл. Давно не виделись? Да уж. Извини, руки заняты. А ты не рад меня видеть, я смотрю. Не люблю козлов. Обманул меня, да? Пока ты врал, что Лена сбежала с моей долей неизвестно куда, оказывается, она все время сидела здесь у тебя. Снюхались за моей спиной. Какий горзот ты ей пообещал, чтобы она согласилась лечь с тобой в постель? Ну, только не надо строить из себя добродетель. Я видел тебя с Верой. Ну, как, есть различия между сестрами? Или все одинаково, а? Отличаются. Понимаешь? Вера, она... Успокойся. Супермен. Из мозг-газа. Хорошо, давай расставим все точки над И. Да. Это ваше с Кириллом. По три миллиона каждому. Можно? Вот так. И чтобы все это принадлежало нам вдвоим. Так ты... Да, я давно уже думаю о тебе. Пришло время сказать об этом. Ты достойна большего, чем этот безумец. А как же... Дурачка обманем. А тебя спрячем. Пусть допань, что ты убежала с его долей. Помыкается немного, а потом поймет, что поезд ушел. А мы уедем за границу. Так что достал ты ее своими тусовками, вечеринками. И она выбрала стабильность. Ну, проходи. Присаживайся. Вино, виски? Или ты предпочитаешь шампанское? Нет, спасибо. Зря. Алкоголь снимает стресс. Я бы с удовольствием, но не сейчас. Зачем ты пришла? У меня есть вопросы, я бы хотела получить на них ответы. Справедливо. Спрашивайте, я постараюсь ответить. Но ответы должны быть откровенные, иначе это не имеет смысла. Согласна. Скажи честно, вы с Игорем когда это началось? Два года назад. Тебя не смущало, что он женат? Он говорил, что у вас больше нет отношений. Чувства прошли, а осталась привычка. Ты поверила? Что у вас с ним сейчас? Ничего. И ничего не может быть. Хорошо. Теперь твоя очередь спрашивать. Где моя сестра? Почему ты спрашиваешь, Аня? Я разговаривала с Шахновичем. Он рассказал о ваших требованиях в отношении меня. Есть основания полагать, что и пропажа моей сестры Лены тоже ваших рук дел. Я понятия не имею, где твоя сестра. Что касается Шахновича, поговорить с ним и дать показания против тебя попросил Антон Уткин. хорошо. Последний вопрос. Зачем вы приходили ко мне в больницу? чтобы убедиться, что ты действительно там. А ты ничего не докажешь. И если эта история каким-то образом всплывет наружу, обвинят во всем веру. Вспомни, как мы с Леной познакомились с тобой в клубе. Мы сидели тогда в комнате у Сева. Открою тебе секрет. В комнате у Сева снимается все, что там происходит. Так, на всякий случай. И при желании материалы можно выкупить. И стоит, кстати, недорого. Я заплатил Севе после нашей встречи. Я уже говорил вам, что работаю с Верой, сестрой Лены в одном банке. Ну? Так вот, мы можем одним очень интересным способом воспользоваться их полным сходством. Например, утвердить выдачу нужных нам кредитов. В смысле? Вера возглавляет кредитный отдел нашего банка. Ты предлагаешь мне подставить сестру? Можешь не волноваться. С ней будет все в порядке. Дело в том, что председатель правления нашего банка ее любовник. И он спокойно спишет эти кредиты, как безвозвратные. А мы поимеем деньги. Таких шансов один на миллион. и он выполнен нам. Если это правда, давай посмотрим твою запись вместе. Давай посмотрим. Только первый показ стоит уже денег. Моя доля плюс 10% ущерб. А что, если я просто-напросто не выпущу тебя отсюда? И это я предусмотрел. Если через сутки не свяжусь со своим человеком, он отнесет материал куда следует. так что, Уткин, на все про все у тебя сутки. Ира, скажи честно, ты когда-нибудь бывала здесь? Пошла вон. Ну и Пошла. Пошла! Субтитры создавал DimaTorzok Назначал встречу в ресторане, а тут я решил проявить инициативу. Что случилось? Выкладывай. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, повод на самом деле не очень веселый. Ко мне сегодня обратился один человек, предложил купить у него информацию. Компромат на тебя. Угу. О чем идет речь? Он мне уточнял. Некая информация о делах в банке. Речь шла о какой-то видеозаписи. Что он хочет? 200 тысяч евро. Хочется посмотреть, что продают за такие деньги. Моя служба безопасности нашла этого человека? Хм. Я его знаю. Следил за мной. Мелкий мошенник зарабатывать, чем придется. Ну да. Действительно. Какие у мелкого мошенника могут быть материалы? Никаких. В банке все прекрасно. А заработать нечестным путем всегда будет много желающих. Игорь, дыма без огня не бывает. Такие люди просто так не появляются. Видимо, дела в банке идут не так, как хотелось бы. Что ты имеешь в виду? Об аудиторской проверке. В банке что-то происходит. А я, например, ничего не знаю. Раньше твои срывы я списывал на развод с Ольгой. Но, видимо, дело не только в этом. Ты чего-то недоговариваешь. Перестал доверять мне? Антон, ты знаешь ровно столько, сколько должен знать. Остальное тебя не касается. Я только хотел помочь. Я очень ценю твой порыв. Правда, и... Прости. Ты что, заказывал? Пока нет. Секундочку. Да, Вера. Алло, Игорь. Здравствуй. Тебе нужно срочно приехать домой. Ольга в тяжелом состоянии много выпила. Ты была Ольге? Зачем? Я кое-что узнала сегодня. Мне нужно было задать вопросы. Я тоже кое о чем узнал. Ты в курсе, что твой Кирилл пытается продать компромат на меня Уткину? Антон мне только что об этом сказал. Не верь ни одному слову Уткина. Он замешан в этой истории. Возможно, они с Кириллом действуют заодно. Что за бред? Игорь, просто поверь мне. Завтра я тебе во всем расскажу. Сейчас нужна помощь Ольге. Поторопись, прошу тебя. Она там одна. Антон, мне нужно уехать. Оля звонила. Просила помочь. Она себя опять неважно чувствует. Давай завтра договорим, да? Да, конечно. А вот насчет материала. Может быть, стоит заявить в полицию, пусть арестуют этого мошенника. Ну, зачем лишний раз привлекать внимание к банку? Ну, в любом случае, спасибо, что предупредил. Володой команде. Конечно. Пока. Ну, что, как ты? Раскучала? Опять играем в молчанку? Какого черта? Ты что, не слышала, что я к тебе обращался? Какая разница, слышала я или не слышала? Мое мнение все равно тебя не интересует. Ну, что опять случилось? Твой урод опять меня не выпустил на улицу. Я целый день просидела дома. То есть, мне, как собачонку, даже выгулить в дворе нельзя? Это мое распоряжение. Я получил информацию, что за домом ведется наружное наблюдение. Никому не нужно, чтобы узнали, что ты здесь. Понимаешь, что я так с ума сойду? Я уже целый месяц здесь сижу без связи, без людей. Даже выхода в интернет у меня нет. Осталось недолго. Действительно, недолго. Жаль только, что я это никак не могу проверить. А не надо проверять. У меня есть железное оправдание. Я никогда не сделаю плохо матери моего будущего ребенка. Откуда такая уверенность, что он твой? Я понимаю, ты сейчас злая. Но я прошу тебя, контролируй себя, ладно? Я знаю, что у вас с Кириллом давно уже ничего не было. А может, зря я ничего не был? Он, кстати, приходил ко мне, Илья? И что? Клялся, что подвесит тебя за ноги, когда найдет. Он просто уверен, что ты улизнула с его долей. Просил денег на твою поимку. Ну, на его месте я думала бы так же. Я всегда говорил, что вы истовите друг друга. Он сейчас на грани срыва. Опять ввязался в какую-то сомнительную историю. И на чем вы расстались? Завтра дам ему денег. Он должен быть убежден, что я тоже тебя ищу. Короче, давай только без идиотских вопросов. Скучала я там, не скучала. Мне это бесит. Договорились. Оля. 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 Оля, ты где? Оля. 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 Чёрт, охренеть. Оля! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь, давай попробуем начать все сначала Давай мы поговорим об этом позже Сейчас не время, надо подождать Ты будешь жалеть об этом Вот увидишь Уходи Слышь ты, кто горячее заказывал, вставай, жратва пришла Не спал бы ты так, почки отморозишь Эп, парень, слышишь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Опа, привет касается Ну что, будем вместе звать Уткина с его псами Ну наконец-то, я думала ты вообще никогда не придешь Охотно верю Что-нибудь еще придумаешь? Ты что, не понимаешь, что он меня здесь удерживает силой? Понимаю, бедная девочка У меня не было выбора Я просто не хотела оказаться в подвале Конечно, поэтому ты предпочла, чтобы в подвале был я Ну ты мужчина, ты можешь за себя постоять А я беременна, мне нельзя волноваться Охотка? Есть еще новости? Да, ты отец этого ребенка Это правда Не делай из меня идиота Если тебе интересно, на Веру заведено уголовное дело Как ты? Антон же говорил, что ее не накажут Кредиты спишут Уткин много чего говорил Теперь он будет рулить банком И будет заметать хвосты Веру уже ищут, если еще не нашли Тихо, тихо А с каких это пор тебя волнует судьба Веры? Когда ты упрятал ее в психушку, это тебя не беспокоило? Влюбился, что ли? Можешь мне объяснить? Почему все мужики втрескиваются в эту зануду? Тебе будет безопаснее оставаться у уткина Я свяжусь с тобой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что? Пообщались? Как он здесь оказался? Ты же обещал, что я его не увижу А по-моему, ты осталась довольна Так нежно и страстно обнимала его А что я должна была сказать? Да, дорогой, я тебя кинула на деньги? Слушай, а может ты специально эту встречу устроил, чтобы меня напугать? Жаль, что сейчас пока нельзя сделать тест на отцовство Сомневаешься в своих силенках? Я сомневаюсь в тебе Удивительно все-таки, как вы с Верой похожи и какие вы разные Ох ты Ну давай, скажи правду Признайся, что я для тебя в роли заменителя Если бы меня не было, ты бы себе куклу придумал с рожей Веры Заткнись! Физкульт-привет Вы позвонили Кириллу Сатыкину Если я не взял трубку Я хочу уехать В смысле? Я передумала Никуда я с тобой не поеду Давай мои деньги Я сама решу, что с ними делать Ладно Я отдам тебе твои деньги Но уйти тебе придется Прямо сейчас Двух слева нужно заменить Одна или шевелится Вторая вещь с кислой мордой Мне надо, чтобы они народ заводили Понял? Все, Владимир Владимирович, к вам пришли Здравствуйте, Север Лена Лена Вера Я так и подумал Ну что, Лена, объявилась? Пока нет Я не люблю, когда за мной следят Пожалуйста, помогите мне найти Кирилла и Лену Он не знает, где она Сам ищет Почему ищет? Кирилл с Леной Протвернули вместе одно серьезное дело Подробностей я не знаю Взяли очень большой куш Такой большой, что Лена не захотела делиться И сбежала Прихватив общую долю Тебе трудно будет ее найти Она уже далеко А Кирилл где? Понятия не имею А зачем он меня приводил сюда, к вам? Ну, я был уверен, что ты не Лена А так похоже Понятно Можете узнать на этой фотографии Того банкира Вот Твой банкир Вот Твоя доля Пять миллионов Думала, не отдам Как всегда, ошиблась Вызывай такси И угоматывай из моего дома Твоя доля Поехали. Ну, здравствуйте, ну, ща я багажник открою. Это заказывали же, ну. Это я, откройте, пожалуйста. Откройте, пожалуйста. Впустите ее. Ты должна измениться, если хочешь остаться. Я постараюсь. Эти деньги мои. Если ты к ним хочешь иметь хоть какое-то отношение, веди себя, пожалуйста, так, чтобы я был тобой доволен. Тебе сейчас нужно думать только о ребенке. В остальные дела не лезь. Тебе сейчас нужно думать. Макс, присядем? Я сейчас. Здорово. Какими судьбами? Чего не позвонил, я бы вышел. Не поверишь, свой телефон потерял. Ладно. Я по поводу флешки с материалами. Ситуация обострилась. Она очень срочно может понадобиться. Чего, все так серьезно? Типа того. Ты в ближайшее время никуда не собираешься. Здесь будешь? Да, нет, куда я денусь. Ну и ладно. Я на какое-то время залягу ненадолго, но каждое утро в десять буду тебе звонить. Если хоть раз до обеда я не дозвонился, срочно беги в камеру хранения и забирай флешку. Отнеси ее в отдел по борьбе с экономическими. На связи. Слушай, а может тебе помочь? Спрятаться там или еще чего-нибудь. Сам справлюсь. Давай. Ну давай. Удачи тебе. Удачи тебе. Доброе утро. Доброе утро. Машину его нашли? Он бросил ее недалеко от станции. Дождался первой электрички. Не упустите его. Ведут его надежно. Где Света? Кто разрешил входить в мой кабинет? И что за цирк ты здесь устроила? Черт, ты с ума сошла? А если бы я ногой туда попал? Мне так хотелось, чтобы ты попал туда на самом деле. Я тебе объясню. Деньги всегда были твоей целью. Ты уже давно попался в этот капкан. Только пока не ощутил этого. Но скоро. Скоро ты ощутишь это вполне. Ты быстро пришла в себя после вчерашнего. Выглядишь хорошо. Не дождешься. Там кольцо, видишь? Помнишь его? Ты подарил его мне, вернувшись из поездки по Южной Америке. Недавно я узнала, что ты был там с Верой. Оно ей, видимо, не подошло. Ты решил его мне подарить. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 30, способен ось поездки по южной Америке. Вера, я просмотрела отчеты Львовой, по-моему, в целом очень неплохая картина. А что я тебе говорил? Мои люди знают свое дело. Я думаю, мы имеем полное право расслабиться после трудового дня. Ой, нет, спасибо, я пас. Встретимся завтра в направлении. Вера, подожди. Я давно хотел тебе сказать, мне кажется, из нас могла бы получиться отличная пара. Спасибо большое, Уткин. Ты мне очень нравишься, но как профессионал. У нас с тобой ничего не получится. Вера, не торопись, ты меня совсем еще не знаешь. Антон, извини. Верочка, Вера, Вера, Вера. Уткин, ты чего? С ума сошел, что ли? Это из-за него, да? О чем ты говоришь? Да ладно, хватит строить из себя недотрогу. Я все знаю про тебя и Игоря. Моя жизнь не твое дело. Ну да. Нравится быть любовницей, да? Какое-то особенное удовольствие спать с женатым мужчиной, да? Да? Да. Ларь! Игорь Владимирович, иду к вам с официальной бумагой. Что это? Извещение о том, что доклад акционерам состоится через полчаса. Как через полчаса? Он должен быть на следующей неделе. Да. Но в нашем договоре есть пункт о незапланированном докладе, и акционеры решили им воспользоваться. Кто-то их поторопил. Ольга. Мне нужна ваша подпись. Ой, ты чуть не опоздал. Рубки. Выглядишь хорошо. Сегодня важный день. Игорь уже у себя. Вид у него обреченный. У него тоже важный день. Доброе утро, господа. Сегодня я выступлю с результатами проведенной аудиторской проверки деятельности банка. По результатам отчета будет составлен протокол, который обязаны подписать все присутствующие. Итак, как вам известно, сначала мы даем общую оценку состояния финансового учреждения, а затем затрагиваем в отдельности каждое направление. Так вот, по результатам общей проверки выявился резко отрицательный рейтинг банка. Таким образом, в данных кредитных операциях мы усматриваем все признаки мошеннического преступления. В связи с чем рекомендуем руководству банка немедленно обратиться в правоохранительные органы с заявлением для возбуждения уголовного дела в отношении Веры Воробьевой и ряда ее подчиненных. За каждый рубль ответите. Все у меня сядете. Не только твоя Вера. Думаешь, стащил через нее деньги и чистым вышел? Думаешь, я поверю, что она сделала это без тебя? Да, ты меня еще не знаешь. Послушайте, это действительно была афера. Вера Воробьева понятия не имела, что на самом деле происходит, как, собственно говоря, и я. Хватит слов! Ты больше не работаешь в этом банке! Игорь! Ручку забыл. Уткин, тебе в разведке надо работать. Не понял. Ты же давно мечтаешь стать председателем управления. Но не пикнул ни разу. Даже по пьяни. Просто я, в отличие от многих, не говорю гоп, пока не перепрыгну. Ты не перепрыгнешь. Время покажет. Да? Антон Сергеевич велел сегодня в клинику съездить. Скоро поедем. Скоро поедем. Игорь Владимирович, может, я вызову сотрудничество с канцелярией? Мы разберем ваши вещи и документы, а завтра вместе с рабочими к вам вывезем. Я отберу самое важное, а остальное выбросишь. Это уже мусор. Коробки пустые принеси. Хорошо. Спасибо. Антон, сделай так, чтобы через месяц у Игоря не было ни одной акции банка. Размывай как хочешь. Я найду такую возможность. Поговори со следователями. Если они найдут наши деньги, мы хорошо их отблагодарим. Обязательно. Антон, ты знаешь, как я относился к Игорю. Не подведи меня, как он. Поверьте, я вас не подведу. И никогда не ведись на папу. На ловца и зверь бежит. Здравствуй, Вера. Здравствуй, Уткин. А я как раз хотел с тобой поговорить. Удивительно. У меня возникла та же потребность. Я сейчас уезжаю. Продолжим в машине. Если ты не против. Прежде чем вы сядете в машину, я должен вас проверить. Да, и сдайте свой мобильник. Пойдемте. Света, пригласи мне Диму из рекламного отдела. Хорошо, Игорь Владимирович. Давно не виделись. Я рад, что ты приехала. Сегодня у меня судьбоносный день. Где Лена? С ней все в порядке. Она в надежном месте. Поверь ей, хорошо. Я должна ее видеть. Случится это или нет, будет зависеть от нашего с тобой разговора. Собственно говоря, я по этому поводу и предложил тебе прокатиться со мной. У меня есть для тебя интересное предложение. И что? Ты со мной на УЗИ пойдешь? Антон Сергеевич сказал, проводить вас до кабинета и там же встретить. Здравствуйте. Здрасте, я к Васильевой. Простите, вы записаны? Да, скажите, что пришла Елена Воробьева. Секундочку. Ваш муж пока может присесть на диван. Он любит постоять. Алло, Екатерина Петровна, к вам подъехала Елена Воробьева. Как я понимаю, спрашивать, зачем ты все это сделал, не имеет смысла. Всегда и везде, любовь и деньги. Выглядишь очень довольна. Приятно быть сволочью. За такие деньги, да. Куда мы едем? В гольф-клуб. Сегодня хочу поставить личный рекорд. Без меня. Если ты считаешь наш разговор оконченным, можешь выйти прямо сейчас. Останови машину. Поехали. Посиди, что ли, я не знаю. Да-да. Леночка, совсем пропала. Нарушаешь график посещений. Привет. Катюха, выручай. Катюха, выручай. Дима, этот конверт нужно отвезти по адресу и бросить почтовый ящик. Все? И все. Хорошо. А знаешь, кто первый привел меня на поле для гольфа? Ну, конечно, Игорь. Он неплохо играет. Ну, впрочем, ты знаешь. А когда я делал первые свои удары, он так громко смеялся, что вокруг все оборачивались и тоже смеялись. Ну, что, начало положено? Сегодня рекорду быть. Ты обещал поговорить насчет моей сестры. Где Лена? Мы скоро поженимся. И она уедет за границу. Зачем она тебе? Как всегда, любовь и деньги. Деньги у меня теперь есть. А любовь? Я когда-то любил тебя. Ну, вообще-то ты знаешь. Поехали дальше. Простите, вас можно? Не поможете мне поменять воду в куле? Да, конечно. Вот сюда. Спасибо большое. Такие удары даже у Игоря не получались. И в этом я его превзошел. Так вот, зачем ты все это устроил. Чтобы стать лучше Игоря. Мы не договорили о любви. Знаешь, первое время мне даже нравилось быть вторым номером. Правда. Так удобно. Никакой ответственности. Много бонусов. Пока в банке не появилась ты. Тебя я ему не простил. Я любил. А ему было на это наплевать. Он сказал, что ты сама выберешь кого-нибудь из нас. И ты выбрала. Его. Сегодня каждый получил то, что заслуживал. Теперь никто не будет надо мной смеяться. И ты решил меня наказать за то, что я выбрала не тебя? Лена у меня. Скоро я ее отправлю в Европу. Но вместо нее можешь поехать ты. Ты забудешь о проблемах, о долгах. Вера, я тебе это в последний раз предлагаю. Так вот, зачем тебе понадобилась Ленка. Держать ее до того момента, пока ты не сможешь заменить ее мной? Я, значит, за границу вместо Ленки. А Ленка в тюрьму вместо меня? Вот за это я тебя и любил. Ну, как можно не любить за остроту ума? Ну, что, рекорд состоялся. Мне нужно ехать. У тебя время до вечера. У тебя время до вечера. У тебя время до вечера. А ленка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Вера, ты куда пропала? Я не могла говорить. Все кончено, я уволен. На моем месте Уткин. На тебя хотят завести уголовное дело. Ну, я так и предполагала. Послушай, Вера, тебе нужно срочно уехать. Я устала, я не хочу никуда бежать. Вера, для этих людей уже все решено. Тебя собираются посадить. В твоем почтовом ящике лежит синий конверт. Там адрес и ключ. Это безопасное место, о нем никто не знает. Ты должна немедленно туда переехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо, 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 тихо. Вера, прости, я пропал ненадолго. Пришлось попозиться с одним материалом. Статья получилась опасная, не даже сказать, злободневная коррупция высших и шеванных власти. Вера, ты чего? Ничего. Подонок. Скотина. Сволки. Это ты. Ты меня упрятал в психгород. Ты обманывай меня. Вера, подожди. Да, я подонок. Я негодяй. Но я тебя не знал, понимаешь? Я не знал, я стал другим, понимаешь? Пошел вон! Я не хочу тебя видеть! Не повезло мне, понимаешь? Не повезло, я не встречал человека такого, как ты. Вера, Вера. Да, звучит как бред. Я понимаю, но пойми... Пожалуйста. Пойми, мне с тобой захотелось жить по-другому. Пойми, я... Я с тобой, Вера. Вера, у меня есть доказательства обвинения Уткина. Наш разговор в клубе был записан на видео. Там записано предложение Уткина взять кредит и кинуть банк. Материал в надежном месте. Я решил подстраховаться, если не получу твою долю. Как ты познакомился с Леной? Не помню, мы где-то на вечеринке в клубе. Почему я об этом ничего не знала? Вы же не сильно интересовались жизнью друг друга. Она же тоже не знала о твоей связи с Игорем. Об этом нам рассказал Уткин. Вера, Уткин нас уверял, что тебе ничего не грозит. Хватит. Больше ни слова уходи. Уходи. Я люблю тебя, Вер. Рот закрой. Я хочу тебе помочь. У тебя есть такая возможность. Эти доказательства нужно немедленно передать Игорю. Нет, я ему не доверяю. Твоего мнения никто не спрашивает. Алло, Игорь, привет. Скоро к тебе заедет Кирилл, он привезет видео. Там доказательства вины Уткина. Он скоро будет. Он тебя ждет. Пока. Елена Сергеевна, нам ехать надо. Время. Занято. Ждите. А вы что себе позволяете? Кто вас пустил? Кто вас пустил? Время. Здравствуй, Вера. Прости меня, пожалуйста. Маме, позвони. Я уезжаю, если есть что сказать, говори. А, аккуратней. Вера, прости меня. Я не хотела, я же не знала, что так получится. Это все они заморочили мне голову. Уткин сказала, что тебе ничего не угрожает. Твой Уткин сделал мне сегодня предложение руки и сердца. Он предложил мне остаться, а вас с Кирилемом садить в тюрьму. Держи. Что же делать? Вера, придумай что-нибудь. Ну, ты же умная, ты всегда все придумывала. Единственное, что мы можем сделать, это вернуть деньги обратно в банк. И это можно сделать. Я знаю, где деньги. Ждал, говоришь, целый час? Да. Потом чувствуешь что-то неладное. Тихо как-то. Сколько? Чего? Сколько? Сколько она тебе заплатила. Что, Антон Сергеевич? Гадом буду, не было такого. Там на окнах решетки. Я сам не понимаю, как она могла выйти. А может быть, она вас всех купила? За мои деньги? Чтоб до завтра ее нашли. Ищите, где хотите. Врачиху трясите, с ментами связывайтесь, по транспорту пробивайте. На вокзалах, в аэропортах, в гостиницах, в клубах. Найдем, Антон Сергеевич. Не теряй время. Антон Сергеевич. Там машина подъехала. Она вернулась. Принес? Давай. Для начала, добрый вечер. На любезности нет времени. Я знаю, кто ты. Если что-то принес, давай. Время идет на минуты. Вот флешка. Но учти, обманешь в веру, я тебя убью. Эмоциями будем потом обмениваться. Сейчас главное живыми остаться. Это не она? Впусти ее и вещи занеси. В гостиную проводишь. Ну что встал? Я же сказал, Лену искать, это не она, можете не радоваться. У вас ночь на поиске. Еще раз здравствуй, Вера. Здравствуй. Проходи. Присаживайся. Что-нибудь выпьешь? Да, чай, пожалуйста. Чай? Без сахара. Чай без сахара. Хорошо, Антон Сергеевич. Я принимаю твое предложение, но мне нужно какое-то время, чтобы привыкнуть. Да, конечно. И у меня есть условия. Вера возглавляет кредитный отдел нашего банка. Ты предлагаешь мне подставить сестру? Можешь не поноваться. С ней будет все в порядке. Дело в том, что председатель управления нашего банка ее любовник. и ради веры он спокойно спишет эти кредиты как безвозвратные. Ты зачем звонишь мне? Деньги нашел? Почти не. Я нашел того, кто их взял. У меня есть видеоматериал, который может вас заинтересовать. Я могу подъехать прямо сейчас? Надеюсь, оно того стоит. Я не могу подъехать. Я не могу подъехать. Но я ими будем кого-то появляться. Я не могу подъехать. Ой-ой-ой. Я знаю. Я не могу подъехать. Я не могу подъехать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я слушаю Во-первых, я не хочу, чтобы пострадала Лена Чтобы ее вместо меня посадили в тюрьму С ней все будет в порядке, я тебе обещаю Я хочу ее видеть Где она? Лена сейчас в надежном месте Но вам встречаться небезопасно На тебя заведено уголовное дело Любую из вас могут арестовать Поэтому Со встречей нужно повременить Пока А ты уверен, что твой план По нашей подмене сработает? Абсолютно Я все предусмотрел Антон Сергеевич, чай готов Здесь документы Лена Там паспорт Свидетельство о рождении Водительское удостоверение И еще Я хочу, чтобы ты понял раз и навсегда Я не Лена И не потерплю никакого контроля Конечно Вера Мы должны друг другу доверять Иначе наши отношения не имеют смысла Правильно? Правильно Вера Вера Может, вино? Коньяк риски А Кирилл знает, что ты здесь? Нет, о чем Я должен тебе сказать, что Лена беременна От Кирилла Я думаю, что вам не следует больше встречаться Давай я сама буду решать Я просто хотел предупредить, что от него можно ждать все, что угодно Прошу прощения Я на минуту Антон Сергеевич, они упустили его Кирилл ушел Он обнаружил свечку, потом оторвался и исчез Всех пора на помойку Элементарного сделать не можете Кирилла Кирилла Опустили Что им передать? Пусть продолжают поиск Нет, будем действовать по-другому Что с поиском Лены? Пока никакой информации Врачиха клянется, что ничего не знает Подключили ментов Сейчас отрабатывают транспорт Пусть все ищут Лену Если ее найдут Я прощу им Кирилла Что-то случилось? Нет, все хорошо Скажи, а Кирилл тебе не говорил ни о какой видеозаписи? Нет Значит, не доверял У него есть видео Нашего разговора Где мы обсуждали операцию в банке Он теперь меня шантажирует за этой запись Ты хочешь, чтобы я забрала ее у него? Не думаю, что он отдаст ее тебе Ну, я попробую Было бы неплохо Добрый вечер, следователь По особо важным делам Корнеев Михаил Добрый вечер Вернее, уже ночью Мы бы хотели увидеть Веру Сергеевну Воробьеву А ее нет дома А вы, собственно, кто? Я знакомый Вот мой документ Вера пропала Да? Я сам ее ищу Вовремя она пропала, журналист А вы, как всегда, везде раньше полиции Ну, ничего У нас есть ордер на обыск квартиры Мы должны убедиться, что ее здесь нет Не уверен, что я имею право Ничего, мы уверены И как давно вы ее видели? Дни пять назад А вы живете вместе? Нет, мы близкие друзья У меня были ключи Ключи Будет лучше, если она сама к нам придет На суде и зачтется А в чем, собственно, ее обвиняют? Там нет никого Пусто Что-то лицо мне ваше знакомое А? Не припомню Вряд ли мы встречались Придется проехать с нами На каком основании? На законном Привет Надо встретиться Правильно понимаешь Утром Нет Адрес пришлю по почте Что, по ночам-то работаете? Хорошую премию обещали? А ты чужие премии не считай Ты готовь ответы, Троцкий Я же сказал Где Вера, не знаю Ну, хотите на полиграфе проверить? Кстати, есть у нас? Есть Камера предварительного заключения называется После нее все правду говорят Особенно, если соседи хорошие В общем, ребята нарыли про него инфу Да? Да Год назад походил подозреваемым По делу с воровством денег с кредитной карты Так ведь не доказали Я чист Ну, ничего За год могли вскрыться новые факты Можем назначить повторную проверку Так что дело еще не закрыто Правильно Чего в старом копаться? Давайте лучше с Верой и ее банком разберемся А я смотрю, ты в курсе Да, в курсе Веру подставили Сделал это Антон Уткин, сотрудник банка Вера сказала, что у Игоря Володина Председателя правления Есть информация против Уткина Видишь, как много ты, оказывается, знаешь Журналист А ты знаешь, что Игорь Володин Внезапно исчез Хотя пока проходит, как свидетель Как исчез? Так? Вечером Выехал по делам И больше его никто не видел Хорошо Я покажу, где Вера Воробьева Поехали прямо сейчас Ну, если обманешь Гляди Я понял И телефон верните Мне нужно сделать один звонок Вон Красный фургон Я пошел Ну, пошли Да Нет, нет Без вас Иначе спугнем Там связной Он передаст информацию Какой связной Ты что, обалдел? Так Веры там нет После того, как случилось Она напрямую ни с кем Только через связного Всего боится Осторожно Ну, иди Да смотри Побежишь Ноги прострелю Может, не дети, Виталий Алексеевич Я во двор войду С другой стороны Перекрою Тот глухо, никуда он не денется Он, наверное, думает, что сделает нас Посмотрю Если через три минуты не выйдет Я пойду Понял Так, заводи, поехали Блокирую Блокирую Быстро Глуши мотор С машиной, быстро С машиной, быстрее Дело Дело Слушай Его здесь нет Но он же не мог испариться Мы были рядом Не мог Сколько он тебе заплатил? Ничего не платили Я водитель Был заказ Позвонили Я приехал Жена свидетель Короче В отделе разберемся Вызывай наряд Давайте наряд Малышка Ты ко мне Иди туда же Как спалось? Спускай, сейчас будем завтракать Иди ко мне Вера Вера, ты где? Расскажу про встречи Не могу долго говорить Где ты? Я волнуюсь Жди звонка Так необычно Мы завтракаем Вместе Какие планы? План один Сделать так Чтобы в будущем Нам вдвоем было хорошо Красиво звучит А поконкретней? Все будет зависеть От твоего разговора с Кириллом Но в любом случае Я считаю, что Тебе нужно уехать За границу Мы полетим вместе А потом я вернусь Чтобы завершить дела Хорошо Но перед этим Я должна убедиться Что с Леной Все в порядке И ей ничего не угрожает Я помню твои условия Кто там идет? Грей, а ну-ка Иди ко мне Иди, мой мальчик Иди, мой хороший Мой мальчик Ой, Харти пришел Иди, мой мальчик Вот, мой хороший На, мой дорогой Что с тобой? Что с тобой? Что-то тебе плохо? Поперкнулась? По спине постучать? На Харти Мы через 20 минут уезжаем Поторопись, пожалуйста Харти Мама, горячая 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Алло, это я Привет, и где встречаемся? Давай через получаса в летнем кафе возле твоего дома Хорошо, буду Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Здесь предоплата Есть нюанс У него может быть флешка или диск Если найдешь, забери с собой Маячок в сумочке у дамы Которая пошла с ним навстречу Если поторопишься, то успеешь застать их вместе Сроки? Сегодня Пожалуйста, наше меню Кофе, двойной эспрессо Хорошо Кирилл? Вера Ты себе заказал что-нибудь? И куда ты пропала? Мне надо было уехать У тебя с собой телефон Тебе нужно его выключить и вытащить батарейку За нами уже охотятся Ночь я провел в компании следователей Что они хотели? Они ищут тебя Кроме того Выяснилось очень странное обстоятельство Вчера я встретился с Игорем И передал материал Как мы с тобой договаривались После этого Он внезапно исчез Вера Может скажешь, что происходит? Поэтому я и уехала Похоже, Игорь начал свою игру Не исключено, что он решил сам шантажировать Уткина Он мне не звонил Это все? Да Нет, ну ты что-то не договариваешь Эту ночь я провела у Уткина Как? Ну вот так Он мне сделал предложение Я согласилась Ну я надеюсь, ты понимаешь Нет, я ничего не понимаю У них уже все решено Меня подставили И никакие материалы Ничего не изменят Для них я уже за решеткой У нас есть доказательства Они легко их признают Недействительными И похоже, с Игорем Они тоже договорились Поэтому есть единственный выход Какой? Стать наложенной с Уткина? Получить доступ К украденным деньгам Поэтому я и поехала к нему Пожалуйста, ваш кофе Хочешь вернуть деньги в банк? Не думаю Доброе утро Антон Сергеевич Там Ольга Валентиновна вас ждет Ольга Валентиновна? Полчаса назад зашла Без меня в мой кабинет? Ну я пыталась объяснить, что вас еще нет Но она не стала слушать Еще раз такое произойдет Вылетишь отсюда Здравствуй, Оля Решила с утра проведать кабинет Нет ли здесь Игоря? Здравствуй, Антон А кто такой Игорь? Хорошая шутка Ой, извини Заняла твое место Ты по делу? Дела у нас с тобой Теперь общие, Антон Я хочу принимать Активное участие В делах банка Оля Мы оба Постарались, чтобы Игоря не было в этом банке Да У каждого из нас была своя цель Тобой двигала месть Мною желание лидерства Но никогда у нас не было договоренности Что мы будем рулить банком вместе Я По-твоему Не заслуживаю этого Видишь ли, Оля Успешная работа банка Зависит от множества причин Большинство из которых Тебе даже неизвестно Это очень сложная сфера Для этого требуется Образование Опыт Послушай Ты первый день на этой должности Угрожаешь? Не надо, Оль Чего тебе не хватает? У тебя целый департамент в подчинении Море работы Здорово Здорово Привет Ну, кстати, неплохая вещь, слушай Смотри Нормально И где же Лена? Она тоже в доме? Уткин сказал, что она в надежном месте Пока я для всех Лена Ты сама еще не заплылась, кто-то У меня нет другого выхода Очень скоро я узнаю, где Луткин хранит деньги И как их можно достать Думаешь, он ни о чем не догадается? Думаю, он сомневается И как ты планируешь развеять его сомнения? Это не твоя забота По крайней мере, отправлять его в психушку не собираюсь Вера Кирилл, мне сейчас очень тяжело Пожалуйста, не мучай меня лишними вопросами Мне нужна твоя помощь Я все сделаю Ты должен придумать, как переправить деньги за границу Десять миллионов евро, сумма немаленькая Да, нужно придумать надежный и безопасный способ Встретимся завтра, время уточню Вера Я хотел спросить Ты меня простила? Антон Сергеевич Все сборит Я рад всех приветствовать сегодня В первый день Новой работы Нашего банка Когда я говорю Новой работы Я имею в виду новый принцип Который с этого момента Будет обязателен для всех Этот принцип очень простой Даешь результат Остаешься в команде Если результата не видно До свидания И совершенно не важно, кого мы будем увольнять Друзей Любовников Любовников Мужей Жен Отныне Эти отношения Остаются за пределами этих стен Поэтому никаких Личных поблажек Никакой избранности Прибыль Эффективность И снова прибыль Мы будем делать деньги Господа Деньги Для наших акционеров Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Простите, Антон Сергеевич Но у вас в кабинете Опять? Ты что, издеваешься, что ли? Ну, это Зиновий Геннадьевич Зиновий Геннадьевич? Давно? Минут 20 Здравствуйте Здравствуйте, Зиновий Геннадьевич Здравствуй, Антон Садись Как прошло заседание правления? Хорошо Вдохновлял народ На предстоящие перемены Отлично Ты когда в последний раз видел Игоря? Вчера после совещания И он тебе потом не звонил? Нет Вчера вечером он позвонил мне И, волнуюсь, сказал Что у него есть какой-то видеоматериал Который может пролить свет На исчезновение денег из банка Он выехал ко мне С этим видеоматериалом И с тех пор его больше никто не видел А сегодня его нашли С разбитой головой На обочине дороги За городом Сейчас он в больнице Без сознания Мой помощник связался с полицейскими Но никаких Материалов в вещах Игоря Обнаружено не было У меня это просто в голове не укладывается Ты соберись Сейчас многое зависит от тебя Что бы ни происходило Банк должен работать в прежнем режиме Чтобы никаких сплетен Лишней болтовни Любое общение с прессой Должно проходить только через тебя Не беспокойтесь Мы не позволим нас деморализовать Встреться со следователями Пусть начнут работать в конце концов Обязательно Держи меня в курсе Ты должен справиться с ситуацией Я не подведу Музыка 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 КОНЕЦ 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 Я еду тебе принесла. Ну, поешь? Лен, ты что творишь? Леш, немедленно отпусти меня. Вера, прости меня, но по-другому не получается. Ты бы все равно не согласилась с моим планом. С каким планом? Я все придумала. Мы все вместе уедем, и ты, и я, и мамочку заберем. Лен, ты с ума сошла? У тебя ничего не получится. Леночка, успокойся. Дыши. Ты всегда считала, что я тупая. Что я неудачница. И я докажу, что это не так. Ты всегда все портишь. Нурнурак! Нурнурак! Познакомьтесь. Кирилл, Роман Гирлевич. Роман Гирлевич, тут такая ситуация. Нужно вот человеку помочь товар через две границы перевезти. Человек свой, надежный, на доверии. Мы хорошим людям поможем, если надо, в Европу. Самый лучший вариант через Варшаву. Поток там большой, на границе своих людей много. К вечеру я буду знать, когда наша смена. А мы можем груз сопровождать? Ну, ехать в этом поезде? Как хотите, можете с нами на поезде, если он так спокойнее будет. Или там на месте получить. В любом виде доставку гарантируем. Отлично. Давайте работать. Сегодня сообщу наш график, выбирайте день. Только определяйтесь заранее, чтобы я знал, брать мне другие заказы или нет. Вагонка не резиновая. Хорошо. Ну, по рукам. Ну, видишь? Нормально все. Да, забыл тебе сказать. Саводка пришла на банкир твоего. Подобрали его за городом с пробитой головой. Какого банкира? Ну, этого. Ну, начальник он еще у Веры был, помнишь? Мы и пасли его еще несколько дней, когда попросил. Игорь? Да. С пробитой головой? Да. Куда его отвезли? В больницу. Поехали. Зачем? Он же в отключке. У него флешка с материалом. Поехали. Поехали. Спасибо. Спасибо. Так что события развиваются чрезвычайно и стремительно. Да. Происшедшее с Игорем Володиным стало для нас просто шоком. Мы сейчас изучаем записи с камер внутреннего слежения. Пытаемся понять, когда и каким образом он покинул банк. Кстати, у вас есть свои предположения, кто мог совершить нападение? Воробьева могла заказать покушение? Сейчас я вообще уже ничему не удивлюсь. У нее с Игорем были непростые взаимоотношения. Сначала был роман, потом они расстались. А вам что-нибудь известно о записи, которую должен был привезти Игорь Владимирович? Мне кажется, ее вообще не существует. Как? Но ведь он мог показать ее и раньше. Мне кажется, Игорь блефовал. Он просто таким образом хотел еще раз добиться встречи с акционерами. А вы знакомы с Кириллом Сатыгиным? Что-нибудь слышали о нем? Нет. А кто это? Как? А он вас хорошо знает? Ну, меня много кто знает, с кем я не знаком. А почему вы о нем спросили? Да нет, он был любовником Воробьевой. Кстати, как и Игорь Владимирович, как вы утверждаете. То есть, вы считаете, именно Сатыгин мог совершить нападение из ревности? Не исключено. Всегда, везде любовь и деньги. Да, это точно. Привет. В каком отделении работаешь? В реанимационном. В реанимационном. О как, угадал. Может, еще и людям помогаешь? Смотря каким. Хорошим. Мне, например. Кто лежит? Игорь Володин. Да, да, есть такой. Вчера поступил. Но чему операцию сделали, голову мы, конечно, хорошо раскроили. Пока в коме. Мне бы его вещи посмотреть. Какие вещи? Одежда. Сумка, если была. Полиция все забрала. Там и дело уже завели, улики. А не много ли я тебе рассказываю, хороший человек? Согласен. Много. Здравствуйте. Здрасте. Сейчас, секунду. Давайте. Какой там у вас номер дела? Вот, пожалуйста. Опять Володя? Приходили, смотрели уже его вещи. Как приходили? Когда? Да вот, недавно. Полчаса еще не прошло. Сейчас скажу. Ну-ка. Так. Вот. Капитан Перцов. М.Е. С УВД беговой. Еще парень с ним какой-то был. Следак, наверное. Да? Да. А как выглядел этот второй парень? Да как? Ну, обычный парень. Высокий. Наверное, лет тридцать. Вы что, с ним дело не поделили, что ли? Да так. Бабу одну никак не поделим. Ага. Э, э, о вишдоке смотреть будете? Заводи. Алло. Все, я вышел на журналиста. Да, этот козел опять впереди всех нас. Лезет вперед. Значит так. Надо срочно связаться с УВД беговой. Нам нужен капитан Перцов. Запроси все его данные, в том числе домашний адрес. Надо брать его за жабры, он знает. Журналиста. Ты вернулась? Я пойду переоденусь с дороги. Там наверху тебя ждет сюрприз. А здесь, внизу на улице, шикарный ужин. Спасибо. 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 Дай отбой по поиску Лены. Хорошо. Да, могут отдохнуть. Скажи, она вернулась. Да. Да, Роман Григорьевич. Это хороший вариант, я все понял. Я сейчас согласую и перезвоню. Значит, смотри, послезавтра в 10 вечера отправляется поезд в Киеве. Он сам выйдет на этот рейс. Груз доставит без проблем. У него проколов не бывает. В Киеве передаст тебя надежным людям. Там пересядешь на рейс до Варшавы. Отлично. Осталось только никому не попасться на глаза до отъезда. Что, боишься, что они тебе так же, как и Игорю, голову пробьют? Не удивлюсь, если исполнитель этого прекрасного замысла уже едет за нами. Да нет, так быстро они не сработают. Да и потом со мной они тебя не тронут. Но знаешь что? На-ка на всякий случай. Переночуешь у меня, а так безопаснее. Спасибо за цветы, очень мило. Тебе правда понравилось? А я боялся, что будет банально. Просто хотелось передать те чувства, которые меня переполняют. Вина. Ну что, как прошла встреча? Мы все обсудили, но видеоматериала у него уже нет. Вчера вечером он отдал его Игорю, после этого Игорь пропал. И ты ему поверила? Ему нет смысла мне врать. Ты по-прежнему слишком доверчива. Сегодня Игоря нашли с пробитой головой на загородной дороге. Похоже, вчерашняя встреча не прошла для него бесследно. Кирилл играет с тобой. Какая-то патологическая вера в этого подонка. Элементарно. Он ревновал тебя к Игорю, выманил его навстречу, а теперь еще списывает на него пропажу материала. Хитрый, коварный человек. И что ты предлагаешь? Я думаю, что он все равно скоро появится со своим видеоматериалом и с повторным предложением купить у него записи. За это время нам нужно подумать, как перехитрить его. Я думаю, вместе у нас получится. КОНЕЦ 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, у тебя в квартире гости. Пришлось уехать. Постарайся завалить недели на две, как минимум. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok Все угрозы Кирилла Это блеф. Он не понесет видеоматериал к следователю. В этом случае его самого посадят. Я думаю, что тебе нужно прекратить встречаться с ним. Мы его будем игнорировать. И когда он поймет, что мне плевать на его материал, я предложу ему какие-то деньги, тысяч сто. И он их возьмет, вот увидишь. Ну что, мы договорились. Ты с ним больше не встречаешься, да? А окончательный я еще не решила. Может быть, мне прямо сейчас собрать вещи? Вы же говорили о доверии. Мне не нужны доказательства. Но доверие, оно ведь не витает в воздухе. Оно складывается из поступков. Мне не нужны слова, мне нужны действия. Хочешь действий? Да. Я готова к нему. Только от тебя тоже хочется поступков. Мне нужны доказательства. Ты столько говоришь про эти деньги, а я их так и не видела. Может, их вообще нет? Пойдем со мной. Вот здесь все деньги. Открывай. В комбинации из восьми известных тебе цифр. Мой день рождения. Надеюсь, тебя это не удивляет? Оригинально. Красиво? Красиво. Действия защиты. Теперь моя очередь. Ай! Эй! Эй! Кто не был? Вы меня слышите? Эй! Помогите! Эй! Помогите! Помогите! Эй! 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 Эх! Эй! Доброе утро, Анатолий Сергеевич. Доброе утро. А сколько она уехала? Восемь утра. Зашла в гравюрную мастерскую, пока оттуда не уходила. Понятно. Докладывайте мне обо всех ее передвижениях. Да, серьезно, этот журналист кому-то дорогу перешел. Ты у себя, что, звонок сменил, что ли? Это не мой звонит. Подожди. Алло. 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 Петя! Так, быстро к Заверию, пусть номер пробьет. Да. Вот это срочно вывезти подальше и выбросить. Где наша красавица? Взяла так сиять за город. За город это уже интересно. Анатолий Сергеевич. Вера! Вера, ты как? Я тебе и еды горячей принесла. Вер, ну хватит дуться. Ну потерпи, осталось совсем немного. Уходи, Лена. Я не хочу тебя ни видеть, ни слышать. Я прошу тебя, уйди! Если ты думаешь, что я растрогусь, то ошибаешься. Пока я не закончу наши дела, ты отсюда не выйдешь. Мне уже все равно. Вера, ну мы скоро уедем. И ты, и я, и мама. Ну если не будешь валять дурака. Я никуда не поеду. Ну и сиди тогда здесь. Дура, дурацкая. Кого ты надеешься дождаться? Кирилла? Ты знаешь, что он сделал с Игорем? Пробил ему голову. Так я тебе и поверила. А зачем мне врать? Он всех использовал, меня использовал, тебя использовал. С Игорем, видимо, у него не получилось договориться. Вот он его и наказал. Вера. Вера, ну теперь ты меня понимаешь? Вера. Ну мы же должны быть вместе. Мы же семья, ты и я, и мама. Нам вообще больше никто не нужен. Я так знала, что тебе не хватит смелости. Я сама все сделаю. Мне просто надо, чтобы ты мне не мешал. Поэтому сиди здесь. Сигнал от мобильника исчез, но Савельев пробил владельца. Некто Антипов Петр Сергеевич. И что самое интересное, последние пять лет работает охранником Уткина Антона Сергеевича. Ну что, спалился банкир? Ну ему пока ничего не предъявишь. Что, он мне сразу не понравился, я же тебе говорил. Чуйка меня не подвела. Учись, студент. Понятно, почему он отговорил тебя от встречи со мной. Он думал, что я уже труп. Теперь, когда этого человека подстрелили, следователи могут выйти через него на Уткина? Конечно, могут. Надо поторопиться. Угу. Я узнала код сейфа. Как тебе удалось? Потом расскажу. Ты придумал, как вывезти деньги? Лучший способ вывезти поездом. Риск минимальный. Есть проверенные люди, которые довезут груз до Варшавы в пассажирском вагоне. Доставку гарантируют. Поезд уходит завтра. Значит, надо брать билеты до Варшавы. Уткину я скажу, что утренним рейсом лечу в Париж. В сумке вместо вещей у меня будут деньги. Только вот по пути в аэропорт надо сделать так, чтобы эта сумка оказалась у тебя в машине. Уткину. Хорошо. Есть мысли. Уткину. Эй! Кто там? Эй! Эй! Вера! Вы меня слышите? Вера, это я. Вера! Вера! Уткину. Вера. Замерзла? Сколько ты здесь? Тебе срочно нужно к врачу. А ты как здесь оказался? В двух словах не объяснишь. Следил за твоей сестрой. Они с Кириллом оказались плохие конспираторы. С Кириллом? Вера, Вера. Кирилл не тот человек, которому можно доверять. Ты хоть понимаешь, как ты здесь оказалась? Кому в голову могла прийти такая иезуитская мысль? Я хочу домой. Вот он. Добрый день, Роман Григорьевич. Здравствуйте. Познакомьтесь, это Вера. Кто-то из нас двоих будет принимать груз в Варшаве. Присядем? Завтра мы будем ждать на перегоне за Рижской. Там после путепровода дорога уходит направо. Она упирается в ворота. Там будет сидеть человек в джипе. Дашь ему пятьсот рублей, скажешь, надо заехать на легковой. Про груз не говори. Это ему не интересно. Все еще бы это запомнит, да? Главное, ворота найди. Там разберешься. Я же вижу, что договариваться умеешь. Во сколько там надо быть? Что? Во сколько там надо быть? С двух до семи в любое время. Возьми предоплату, пятьдесят процентов, что без лыжа. Вторую половину возьмем в Варшаве. А есть какие-нибудь ограничения по габаритам? Да нет. Любую сумку пристроим. Это ж мой вагон. В любом месяце соберу-разберу. Да. Хорошо, продолжайте. Мои люди следят за Кириллом с Леной. Кирилл и твоя сестра хотят украсть мои деньги и вывезти их за границу. Как они их получат? Очень просто. Я их отдам. Уткин, ты брядишь? Я это делаю для тебя. Я хочу, чтобы ты своими глазами все увидела и поняла, наконец, кто есть кто. Я не хочу это увидеть. Достаточно того, что я испытала за эти дни в подвале. Спасибо, что вытащил меня оттуда. Может, все-таки к доктору пусть осмотрит. Спасибо, я в порядке. Если решишь, созвони. Сегодня вечером основное действие. В главных ролях Лена и Кирилл. Спасибо. Я на них уже насмотрелась. Я хочу, imagine, вместе с этимwillом и зрителем. Я хочу, comfort в honest Батьяну. Я пошел яцар��. Хлебеншар, который Hz. Помогаем сервером через кулакан. Я буду historиганить, значит, что люди я dartкать, что люди в guide куле. Я могу уложить. Было там, которые яdf pickup. Я без уறинет, естьous плинание. Я не могу ли осыпать эти дни через кулакану. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Правильно, я сама Ну, собственно, как всегда Ничего Так Воздухоочиститель Несколько степеней защиты Показано осматиком Почему такого не было, когда Леночка была маленькой, господи, осторожно! Нероди! Теперь ты можешь поговорить? Сядь, пожалуйста! А теперь мама Я буду говорить А ты будешь слушать Слушать внимательно Твоя любимая дочь Лена Поровка Она украла огромную сумму денег Из моего банка А обвиняют в этом меня Так вот, как только Я найду доказательства Я отправлю твою любимую дочь Лену В тюрьму Я хочу улететь Завтра Куда? За границу Ну, ты же сам говорила, что здесь небезопасно Вот я подумала, подумала и согласилась И какое направление ты выбрала? Париж, конечно Тош Полетим вместе Почему так скоро? Ну, ты же знаешь Мне нужно закончить еще дела Я боюсь совершить ошибку Я чувствую, что нельзя здесь больше оставаться А так я буду ходить по Елисейским полям Есть круассаны И ждать тебя Кроме ее болезни Это ты Это ты научила ее использовать меня Ты придумала этот бред Ты придумала этот бред, чтобы оправдаться Ты сама взяла эти деньги Вера Лена не выживет в тюрьме со своей аспой Ты хочешь, чтобы я отсидела за нее? Ну, если нет другого выхода Вера, подожди Вера, тебе надо что-то придумать Ну, ты же умная Ты всегда что-нибудь придумаешь Ты должна что-то сделать Я больше ничего никому не должна Вера, мы одна семья Вера Вот Купили билет на самолет Бизнес-класс Москва, Париж Завтра в 12.30 И Шереметьево Прости, звонят из банка Соединяюсь с Антоном Сергеевичем Вера Очень рада, что ты позвонила Я согласна Отлично Я через пару часов заеду за тобой Буду ждать Все хорошо? У меня форс-мажор Что случилось? Мне нужно прямо сейчас уехать Срочная поездка с акционерами Самолет через два часа Я не знаю, сколько это продлится Боюсь, тебе придется завтра улететь без меня Срочная поездка с акционерами Я искал Так надо. Мы должны войти в дом незамеченными. Вот это изображение с камеры в моем кабинете, о котором Елена знала. А теперь посмотри на изображение с камеры, о которой она понятия не имела. Видимо, Кирилл научил Лену заменить радиосигнал с камеры стоп-кадром пустого кабинета. Поэтому она сейчас уверена, что ее никто не видит. Неприглядная картина, не правда ли? Коварство в действии. Ладно, утки. Еще совсем недавно вы делали то же самое. Повторяю, я это делал не ради денег, а ради тебя. Хватит. Я пришла сюда непризнание выслушивать. Посмотрим, что будет дальше. Надо было меня позвать, я бы помог. Ага. Спасибо. Поставьте, пожалуйста, у входа. Выезжаем завтра в девять утра. Спокойной ночи. Все понял, до завтра. Нам нужно дождаться, пока она ляжет спать. Ну вот. Можем идти. Как думаешь, где настоящие, а где фальшивые? Не, я все равно. Вера. Неправильный ответ. Такого не бывает. Миллионы волнуют всех. Тем более, когда их так много. Настоящие. А вот на эти не купишь и пачки сигарет. Лена с Кириллом думают, что увезут с собой 10 миллионов евро. Хотел бы я увидеть их лица, когда они откроют вот этот чемодан. Прости. Да, слушаю. Я уже говорил вам, что я работаю с Верой, с сестрой Леной. Кирилл, это ты? В одном банке. Ну. Мы можем одним очень интересным способом воспользоваться их... Это что, шутка такая? Полным сходством. Надо смеяться. Уткин, это последнее предупреждение. Не будет денег, материал окажется у ментов. Я тебя понял. Я думаю, что мы сможем договориться. Петя! Да, Антон Сергеевич. Поставь это на место. А завтра отнесешь в машину. Хорошо. До сих пор под впечатлением. Поставь это на место. Алло. Поезжайте. Поехали. Чертовски. Интересно, что же они задумали. Держись подальше, нам нельзя их спугнуть. Срочный, останови здесь. Угу. Я, кажется, паспорт забыла. В багажнике надо проверить. Сумку достань. Хорошо. Пошли. Теперь ты знаешь, на что он способен. Все. Получилось. Да подожди ты. Мы еще не отъехали, как следует. Живой? Живой. Вези в ближайшую больницу. Скажи, хулигана избили. Хорошо. А лица не запомнили? Угу. Ты далеко? Я домой, мне надо побыть одной. Садись, довезу. Я машину поймаю. Тебе сейчас только машину ловить. Садись. 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 Вера. Садись. Через несколько часов у меня заказан самолет. Летим в Испанию. За тобой заедет машина. Мне нужны профессионалы на борту. Садись. Садись. Да, войдите. Здравствуйте. 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 Вера Воробьева. Проходите. Да хорошо, что вы к нам пришли. Вовремя. Я полностью признаю свою вину в воровстве. Денег из банка, в котором я работала. Готова сотрудничать со следствием. Послушайте, Вера Сергеевна, ваше желание помочь следствию, оно понятно. Но, видите ли… Это я полностью спланировала и провела операцию. Больше в этом никто не участвовал. Вы мне не дослушали. Дело в том, что вы не первый, кто пришел к нам сегодня из банка. Я предлагаю вам пройти в соседнюю комнату. Я думаю, вам будет интересно увидеть этого человека. Машина должна быть готова через полчаса. Едем в аэропорт. Хорошо. Долго мы еще будем кататься? Нам давно уже на вокзал пора. Мы не поедем на вокзал. Что случилось? Почему раньше не сказал? На поезде не получается? Никак не получается, Лена. Значит, знал. Открою тебе маленький секрет. Вера не знает, где я живу. Только ты могла назначить встречу у моего дома. Почему ты раньше молчал? Дело это не мешало? И сейчас не мешает? Не мешает. Не мешает? Не мешает. Я тебе хотела сказать, но попозже. Какой план? Мы поедем, но не на вокзал, а к следователям. Надо вернуть деньги в банк. Ты что, перегрелся? Лен, надо это прекращать. Наломали дров, будем справлять. Мы едем в отделение. Все. Я всегда знала, что это тряпка. Наталья. Вера, Вера, Вера. Чёрт! Чёрт! Да, послушай сюда, щенок. Вы никуда не денетесь, вы никуда не уедете, я вам не дам. Я вас из-под земли достану! А тебе не надо меня искать. Я к тебе сейчас сам приеду. Готовься, тварь. Да прекрасно. Я весь в ожидании. Денис! Денис! Приключите все камеры, все доеденные. И после этого всем покинуть дом. Через 10 минут, чтобы на территории никого не было. Ясно? Ясно. Вера! Вера, нас мама ждёт! Ага! 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 Продолжение следует... 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 Вперед Лицом к стене Вперед Лицом к стене Вперед Лицом к стене Вперед Лицом к стене Лицом к стене Лицом к стене Лицом к стене Продолжение следует...